Ну, подожди, ну вот я вот, например, могу сказать человеку, что, типа, тыры-пыры, пожалуйста, о, так, ладно, я создала новую трансляцию, и она почему-то заработала, и это неплохо, и это ура, ура, и это значит, что мы у меня в эфире, у тебя в эфире, у нас идёт двойной стрим, такого у нас никогда не было, ура, ура, ура. Эй, я думала, мы будем держать это в секрете, потом узнаем, насколько у нас пересекается аудитория. Да нет, 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 знаешь, почему мы не будем держать это в секрете? Потому что я бы всё равно сказала, что, безусловно, большая часть людей, мне почему-то кажется, что всё равно большая часть людей из моей аудитории на тебя подписана, но вдруг, если не подписаны, ребята, там сейчас в описании, в описании к трансляции есть ссылка на, ну, я поставила ссылку на инсту и на отстейшн, ну, там вы, если что, можете там найти ещё другие ссылки на там, твичи, всякие прочие. Может быть. Может быть, но вот это будет проверка на смекалочку, это будет проверка на смекалочку, и, значит, и если люди её пройдут и на тебя подпишутся, то они увидят, что это двойной стрим, и это будет такая вот штука. Да это какие-то что-то секреты. Вот, тут нужно понять, что это для меня новый экспириенс в двух, как сказать, в двух моментах. Первый – это то, что, да, двойной стрим, и я просто сейчас молюсь, что у нас всё будет работать. Мы так, мы, Татьяна Александровна, так никогда не делали. А второй – это то, что обычно я зову людей, с которыми я, ну, хоть как-то общалась в жизни, чтобы поболтать. Но сегодня это тоже терра-инкогнито, потому что мы с Сашей до этого, по сути, не общались. Я просто смотрела на её картинки, великолепные, прекрасные, это я сейчас без сарказма, несмотря на то, что моя интонация может выдавать какой-то сарказм, но реально охерительные просто картинки я смотрела, и такая типа «А-А-А!», и всё, и всё. У меня было одностороннее общение, я кричала в монитор. Но мне кажется, я так... Особенно, когда ты выложила упырей, я кричала так сильно, что ты должна была услышать. А ты откомментировала, поэтому я услышала, ответила. Или лайкнула, не помню. А теперь представь, что этот коммент я писала очень громко, крича в монитор. Пока у меня были технические проблемы с трансляцией, я говорила про то, что я, конечно, смотрю на тебя, и твоя продуктивность делает мне... Делать мне очень завидно и, что называется, моё почтение. Я не очень понимаю, как ты можешь про себя говорить, что ты так, ну, типа, не очень продуктивно, тыры-пыры. У тебя постоянно, ну, типа, твои твичовские стримы рисовальные. Рисовальные. Да. И ты постоянно делаешь какие-то там стадики, портреты всяких других людей, там, фолловеры, ну, прочих. Как? Как? То есть, подожди, тебе серьёзно кажется, что можно быть ещё более продуктивной? Эээ, да. Куда? Куда? Как? Как ты себе это представляешь? Мне кажется, я что-то такое видела, мне кажется, что я такое встречала. Ну, типа, может быть, это... Ну, блин, у меня, у меня есть такая тема, то, что, типа, мне кажется, что что-то... Что-то я всегда что-то не доделываю, что-то не доделывается, знаешь? Ну, как бы, типа, не знаю, у меня... Как я это смотрю всё... Мне просто хотелось бы делать больше, и, как бы, помимо этого, когда я делаю, я, типа, 80% вещей не заканчиваю, потому что я просто всё это ненавижу. Ненавидишь заканчивать? Нет, ненавижу картинки. Я такая, блин, не получалось так круто, как я хотела. Всегда же хочется... Ну, типа, мне кажется, ты понимаешь, потому что мало кто может достичь вот этой темы, когда он рисует, и при этом он адекватно понимает, что не должна быть каждая картинка суперприкольной, правильно? Не должна. Ребят, давайте все здраво смотреть на это. Ну, я здраво смотреть не могу. И мне кажется, многие люди не могут тоже. Это надо учиться. И, типа, хочется всегда делать больше. Ну... Нет, я, с одной стороны, я тебя полностью понимаю, конечно, но я, наверное, уже как-то... Во-первых, я достигла того дзена, когда я вот более-менее, мне кажется, адекватно так плюс-минус оцениваю, и я понимаю, что вот, например, когда я вот поработала столько и столько, это продуктивно и классно. А вот тут вот... Поэтому я знаю, что я в последнее время супер непродуктивная, и поэтому вот такое отношение именно от тебя мне слышно... Ну, типа, я прям удивилась, услышав, потому что я такая, ты фигачишь как чёрт. Пусть... Да, это как бы не закончено, но ты, мне кажется, за месяц сделаешь больше, чем я запустила за последние два года. Но потому что я просто стала ужасно ленивая, и всё, я могу теперь только работать, а если я не работаю, то я как-то особо не могу ничего, и самое главное, что не хочу. И вот это вот ощущение, когда ты начинаешь картинку, и она тебе не нравится, я просто по большей части я живу с этими ощущениями с самого начала. Не то, что я, типа, знаешь, заканчиваю картинку, и она мне уже не нравится в конце. Они мне не нравятся с самого начала. Да, и, блин, я понимаю. Ну, просто у меня это, знаешь, ещё такая тема, у меня как бы это, мне кажется, с годами такое появилось, когда... Вот я же очень много лет, типа, работаю как фрилансер, и когда ты работаешь как фрилансер, и при этом у тебя, например, ты не сильно вертишься как-то в кругах художников, типа, у тебя нет, ты не сидишь в каких-то миллионных чатиках, и ты такой, ну, плюс-минус понимаешь, как это всё... У тебя размывается вообще понятие нормальности, у тебя размывается понятие того, как вообще это всё работает, что нормально, а что нет, и ты такой, ты судишь только сам себе, ты даже как бы, типа, когда ты работаешь как фрилансер, и как бы я работаю только с иностранными заказчиками, потому что, блин... Это можно мне объяснять. Понятно почему. Как бы понятно почему. Такая тема, что ты же ещё никогда и не услышишь, что ты что-то не так сделал. Ты же никогда это не услышишь, потому что вот этот шит-сэндвич, вот это вот всё, и ты реально не можешь, перестаешь адекватно понимать, типа, насколько работа, которую ты сделал, была реально хорошая. Ты такой, блин, ну, типа, да, я поняла, прикольно, классно, но, ребят, типа, хорошо или очень круто? Как понять? Ну, никак. И ты, как бы, у тебя, вот, не у тебя, у меня, у меня такое происходит, и, как бы, это просто ты вообще ничего не понимаешь. Ты такой, только ты можешь ценить, а ты тебя судишь всегда очень суперстрого, и поэтому мрак. Подожди, а тогда такой вопросец, а вот, я понимаю, да, что это как-то, особенно с шит-сэндвичем говорят, что, типа, да, да, прекрасно, а потом просто к тебе больше не приходят и не дают тебе работу, вот это вот всё, но, например, там всякие лайки, комментарии на отстейшене, подписчики, вот это... Вот это ничего не значит. Но это не является для тебя каким-то именно таким, типа, показателем, что вот эта картинка вышла удачная, потому что она набрала, там, миллиард всего, а вот это, ну, как бы, соу-соу, потому что она набрала, там, полмиллиарда. Блин, ну, короче, ну, ты же, вот, как бы во всей, в разное время ты ценишь какие-то разные вещи, правильно, в своих работах? Ну, да. То есть ты такая, в какой-то момент ты такая, блин, чё-то мне хочется, стори-тейлинг, и ты такая рисуешь скетч головы, и ты такая, ну, это просто скетч головы, я потом попробую чей-то стори-тейлинг какой-нибудь замутить. И ты такая, оп, скетч головы у тебя набирает, допустим, 10 миллионов лайков, а какой-нибудь стори-тейлинг, который ты такая, супер вообще, вложилась, такая, вау, блин, ребят, мне кажется, вообще я вот это продминулась, он ничего не занимает. Как бы, понятное дело, что лайки показывают интерес аудитории, но насколько он важен для тебя в этот момент, это как бы тоже ничего не показывает. И как бы, ну, у нас у всех есть свои вкусы, например, ты иной раз наверняка смотришь какие-нибудь профайлы, и такая думаешь, блин, почему, типа, это как вообще работает. Не без этого, не без этого, не без этого, да. Ну, просто кто-то нашел эту ценность, а ты эту ценность не видишь. И как бы, ты никак не поймешь, оценили люди именно то, что ты ценишь в этой картинке, и как бы, и нет смысла на это вообще смотреть. И точно так же я вижу миллион вообще просто офигительных художников, просто, просто зависть берет, и они в течение, вот они в течение многих лет мутят что-то офигенно классное, ты смотришь на их, на их профайлы, и такая, а у них аудитория вообще не растет никак. И ты такая, типа, эээ, чё, простите, как бы, ну, типа, я смотря на вот эти соцсети, я как бы понимаю, что это вообще ничего особо не значит. Типа, надо это ценить, потому что это такое, блин, если как-то так получилось, что что-то кому-то нравится, ты такая, блин, это круто, спасибо, ребята. Но как бы, как-то коннектить это с тем, что ты делаешь, как-то оценивать саму себя этим, или приписывать себе то, что ты такая крутая, и тебя, типа, люди полюбили, я тоже думаю, что это не стоит, потому что это очень много рандома, очень много, ну, я не знаю. Я согласна в том, что опираться на аудиторию, ну, на мнение аудитории, это может быть такой довольно ненадёжная опора, но вот относительно того, что, типа, крутая, не крутая, мне кажется, я как-то сказать, в свои седые года пришла к мысли, что нужно заставлять себя, прям вот, заставлять себя, себя хвалить и считать, что ты крутой, потому что всегда, вообще всегда, в любом случае, обязательно, всё равно найдётся кто-то, кто будет говорить тебе, что ты говно, что твои картинки тебе будут, и мне нравится, ну, потому что невозможно нравится всем, пока мы не стали деньгами, там, золотом, или ещё чем. Блин, я согласна, но это же от человека зависит, у меня такое ЧСВ, что, типа, всё нормально, мне, типа, у меня, как бы, у меня есть такая тема, что, ну, типа, тут же очень много факторов, которые влияют на твоё собственное восприятие себя, твои работы, бла-бла-бла, и я, типа, такой ребёнок, который рос, как ему мама говорила, Саша, ты рисуешь, это просто класс, вау, это просто бомбически, блин, продолжай, и то есть, как бы, у меня нет вот этой нехватки, поэтому я могу как-то, типа, меня, как это сказать, мне кажется, у меня есть какой-то баланс в этом, без минус. Блин, это вот ты сейчас говоришь, это очень круто, на самом деле, если тебя, ну, вот слышишь, что кого-то поддерживают, я просто ужасно завидую каждый раз, когда я слышу истории, когда кого-то поддерживает семья в их занятии, потому что, мне кажется, сейчас, наверное, с этим проще, я, прости, к сожалению, я знаю, что, как это сказать, ты молодая, молодая, но я не знаю, сколько тебе точно лет. Насколько думаешь, насколько? Ты знаешь, глядя по, на самом деле, глядя на твои фотографии, мне кажется, ну, 25-26? Да, идеально. Ага, да, у меня очень редко получается угадывать возраст, но тем не менее, ну, просто, знаешь, это именно там, мне кажется, 25-26, это такой вот период, когда это именно как раз люди становятся, ты смотришь на их фотографии, ты не можешь понять, сколько им лет, и такая, так, если я не могу определить, что они точно явно очень молодые, или им уже явно за 30, значит, скорее всего, где-то там 25-26-27, вот я и с твоей логики схожу. Да, вот, потому что, получается, мне кажется, сейчас все-таки как-то с этим, я могу ошибаться, наверное, у меня есть аудитория, которая тоже рассказывает даже сейчас довольно грустные штуки про то, что их не очень поддерживают, когда они выбирают там путь художника или там просто начинают рисовать, но вот в моем поколении, что называется, у нас же всегда было вот это, что, ну, если ребенок рисует, то это как бы, ну, пока он ребенок можно, потому что все дети, они что-то там делают, там рисуют, тыры-пыры, а вот если человек уже там, не знаю, в 10-м, в 11-м классе, и он серьезно прям настроен на рисование, то это что-то не то, ведь художник что? Ведь художник, он голодный, холодный, умирает под мостом, живет на хлебе и воде, и вот это вот все, и в основном как-то, ну, из моей вот лично, моего личного опыта и общения, было очень часто, что родители, наоборот, не очень поддерживали, и скорее относились к этому, ну, как хобби можно, ну, ты не делай, это свои работы, тыры-пыры, и поэтому я когда слышу вот то, что ты сейчас сказала, я прям такая, ооо, это так классно, так мило. Ну да, но мне кажется, это типа, ну да, время, конечно, это влияет, но мне кажется, это просто мне как-то супер повезло, потому что я точно так же встречала просто каких-то, миллион историй, когда людей заставляли, иди учись, иди делай это, вообще нельзя рисовать, не делай это, ну как бы, да, я в этом, в этом плане, типа, мне повезло, это как раз, типа, я как раз один из тех редких людей, которые, когда спрашивают, ты давно рисуешь, и они отвечают, ну я типа, всегда рисовал, вот я, вот я такая, типа, принцесская, рисовала, никто мне не мешал. Ну, это очень круто, конечно, это правда очень круто, я, ну, я как бы завидую, не в духе такая, знаешь, сейчас делаю тут куклу Вуду, и стыкаю в нее иголки, не, не, я по-хорошему, потому что фиг знает, мне кажется, это помогает как раз вот этой здоровой менталочке, мне на самом деле, мне не очень нравится вот эта фраза про ЧСВ, потому что, очень часто, вот ЧСВ употребляется в сторону людей, у которых просто здоровая самооценка, то есть они просто себя не унижают. Блин, вот у меня нездоровая самооценка, а в плане... Нездоровая? Ну, мне кажется, нет, ну, типа, я вот типа пытаюсь это контролить, да мне кажется, что я прям... Как это сказать, зазнала, королевишна. Ну, мне кажется, что да, немножко может быть, я типа, наверное. Я не знаю, у меня вот даже нет такого, когда вот я смотрю на свои рисунки, какие-то старые, и я так, знаешь, вот некоторые люди такие, да как я вообще это нарисовала, это что? А, какой стыд! И у меня такого нет, я наоборот смотрю на старые рисунки, думаю, блин, а что я сейчас так не могу, типа? Вот это я давала. Я не знаю, мне кажется, все-таки я на твои конкретно старые рисунки смотрю, они как бы окна, но то, что ты делаешь сейчас, мне просто нравится больше, потому что, мне кажется, все-таки вот твой стайлак, он как-то девелопится, блин, как сказать, ну, растет, все, да, как-то развивается, да, обтачивается, ты знаешь, как вот, это как люди, они когда взрослеют, у них постепенно вот это детские, какие-то юношеские припухлости, она уходит, и люди к какому-то возрасту становятся именно вот собой, ну, если они ничего с собой только не делают, не перепиливают себе лицо, и там, не знаю, к годам 30 у людей реально, вот у них прям проявляется вот эта вот художественная структура, и вот это вот все, господи, это косность, ну, вот, короче, вот они становятся собой, и вот мне кажется, что, ну, по крайней мере, возможно, мне так кажется, что у тебя стиль тоже, он просто, кажется, развивается туда, куда надо, но, но когда ты, как сказать, делаешь, возможно, какие-то чуть более, ну, я просто до сих пор, я смотрю на этих упырей, мне так хорошо, потому что они как бы, у них все еще твой стиль, но они чуть более в таком реалистичном, пропушенном направлении, чутка, и я такая, господи, как хорошо, вот, baby cake, очень хорошо, ну, просто ты самое сердечко мне с ними попала, это было невозможно, вот, да, относительно старых работ, ну, мне вот, например, мне не стыдно смотреть на старые работы, которые всратые, ну, потому что скилл они, потому что мы как-то все с чего-то начинали, я с этим нормально, но я иногда смотрю на свои старые работы, и мне кажется, что они были более, у меня есть реально пара работ, и я сейчас не, я понимаю, что я сейчас, наверное, так не осилю нарисовать, потому что я буду заморачиваться, ну, они сложные, то есть я до сих пор, у меня в 2009 году была нарисована такая девушка с органом, там, витражи, там, вот это все, и я понимаю, что сейчас я бы даже не взялась за такое, потому что я как представлю, уровень гемора, и я что-то тоже, знаешь, в старитейлинг пыталась раньше, а сейчас я такая, не, я не пытаюсь, я просто, когда пытаюсь, у меня так плохо выходит, что я начинаю расстраиваться, и перестаю пытаться, кто нас слушает, не делайте так, пожалуйста, не надо, пожалуйста, пытайтесь, пожалуйста, пытайтесь, да, и, и, да, и вот берите пример, самооценка, пусть лучше самооценка будет завышенной, ЧСВ-шной, потому что, опять-таки, всегда найдется тот, кто вас будет пытаться сдернуть, с этого места, мне тоже так кажется, вот, так что лучше себя любить, ну, я знаю, вот, кстати, насчет вот этих тем, то, что, знаешь, типа, вот, люди в интернете любят пообсирать, блин, короче, хочешь прикол, хочу, со мной такого вообще не было, ой, ты, возможно, просто об этом не знаешь, нет, я в плане, вот, знаешь, типа, приходишь иногда к художникам, и там какие-то комменты, типа, ой, да чё ты нарисовала, да чё этого мужика губки накрашенного, да чё это за женщина, она же некрасивая, что ты там сделала, бла-бла-бла, вот, у меня такого вот, ну, типа, вот, почти не было, вот, было только в начале, ну, как в начале, в средней школе, когда я рисовала, я помню, Сидвилл мне приходил в комменты, насирал там, ну, ладно, мы, как говорится, не то, чтобы мы от Сидвилла чего-то другое ждём, ой, если Игорь нас будет слышать, Игорь, это был сарказм, это была ирония, пожалуйста, не обижайся, вот, слушай, ну, это, это прям, какой-то, уникальный, ты по ходу дела, и просто какой-то баф при рождении выдали на удачу, или ещё что-то, какой-то, какой-то везунчик в этом плане, прям вообще, так, блин, слушай, вот сейчас, когда ты говоришь, мне реально кажется, что это правда, потому что, знаешь, как я училась в школе? Легко? Как? Просто в средней школе я просто приходила на уроки и рисовала, и мне, как бы, во многих, но, очень часто преподаны просто игнорили это, они такие, окей, рисуй. Мне кажется, если ты не мешаешь при этом никому, то у нас, в принципе, в школе, ну, как бы, много чего, наверное, можно делать, лишь бы, там, не знаю, ну, реально никому там с дисциплиной не мешало, и, там, может быть, что-нибудь делал иногда. Фиг его знает. Я-то просто, я в школе-то не рисовала особо, я только под конец, прямо, 11-го класса, мне в голову взобрело, что не начать ли мне рисовать, поэтому, мне сложно это представить, как бы, наверное, мои преподы к этому отнеслись. В основном, в основном у меня было другое, я под партой на скучных уроках, я книжку читала, иногда ты там, блин, тебе там что-нибудь говорят, ты такую голову поднимаешь, и понимаешь, что ты вообще, все, ты вообще, ну, то есть, ты вообще не знаешь, что говорил учитель последние 20 минут, вообще. Да. У тебя там что-то в книжке, вот это вот все, ну, вот, с точки зрения, наверное, с бумажной сидела, или с бумажной? Так, слышь, а ты знаешь, в те годы, когда это было, мне 35, мне 35, я училась в школе в 90-е, в клятые 90-е, я закончила школу, да, в 2003 году, мне кажется, тогда электронных книг не было как фактора, вот, а учитывая, да, учитывая, что я еще из очень маленького города, там, в принципе, легенды о мобильных телефонах, они еще, причем тогда большие были, такие огромные, это были, во-первых, такие телефоны у нас были всего там у нескольких человек, которые, а-ля, такие, знаешь, бизнесмены, там, держат ларек с семками, или еще что-нибудь, ну, короче, бизнес-чуваки. А ты из России? Я из России, но, из жопы, из жопы России, я бы сказала. Вот, как эта жопа называется? Волчанск, Волчанск, да? Волчанск, какое прикольное название! Да, это, он прикольный, это Волчанск, это город на севере Свердловской области, километров 400 от Екатеринбурга на север, так вот, самое смешное, что мы, значит, там всю жизнь жили, не тужили, у нас была станция, железнодорожная станция в городе, которая называлась Лесная Волчанка, и мы все как бы жили, жили у нас, ну, Волчанка, в принципе, у нас сокращение, ну, город мы тоже называли Волчанка, а потом вышел Доктор Хаус, сериал, и слово Волчанка стало ассоциироваться строго с болезнью, и мы такие, типа, эээ, 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 это было очень непривычно, у тебя в голове такой возникает когнитивный диссонанс, потому что всю твою жизнь для тебя слово Волчанка, это был твой город, там, твоя родная, ну, вот название станции, а теперь все, все шутят про Волчанку, там, у вас Волчанка после Доктора Хауса, и вот это вот все, так что, так что, да, не было у нас, я, ну, слушай, я и до сих пор читаю бумажные книжки, я очень люблю бумажные книжки, я, возможно, просто алфак ужасный, противник этого. Могу бумажные книжки, я вот как представляю, как я лежу на диване, и знаешь, вот ты лежишь на диване, и я, например, хочу лежать как-нибудь на весу дирать книжку, или, ну, я не знаю, и она такая большая, такая неудобная, и, и, типа, она то на одну сторону больше, то на другую больше, и я такая, блин, я не могу. Слушай, я просто, на диване, наверное, сложно понять, но я помню, что, да, для меня вот было неудобство, когда я купила у Брома, у Джеральда Брома, когда вышла их «Потерянные боги», его книжка, когда там пару-тройку лет назад, и я ее купила, и это прям талмуд, ну, это, она прям большая, а мне же было интересно, я же, я в этот момент работала в офисе, и я не могла, ну, как бы, короче, когда я работала в офисе, в основном я читала в метро, ну, в транспорте, там, в дороге, и я же не могла позволить себе, что я такая, значит, еду на работу, возвращаюсь домой, и вечером где-то выкраиваю время, нет, я этот талмуд таскала в метро, и прям, знаешь, такая раскладывала его там, доставала его из рюкзака, такая раскладывала, у меня руки уставали, там, под конец, ты едешь, до 20 минут ее держишь, и у тебя, типа, руки устают это держать, но все равно, я не знаю, вот у меня есть какое-то, во-первых, закладки намного удобнее, когда ты там, особенно если читаешь книжку на английском, иногда ты, я делаю закладки на каких-нибудь словах или выражениях, которые я потом не очень поняла, и такая, ой, потом прогуглю, и вот, например, вот в этом плане мне, конечно, удобнее, я не знаю, мне просто нравится, я, я аутфак, наверное, просто все, я всю жизнь, я в детстве все провела с книжками, поэтому, ну, это интересно, что ты лежишь, такая, с одной стороны, а сначала больше, с другой, на английском, вот когда читаешь, так прикольно, тапнула тебе переводник, и можно в дикшенаре заглянуть, и вообще супер, но это если читать на телефоне, мне кажется, у меня есть просто читалка, которая просто, ну, электронная книжка, но там, конечно, таких функций нет, она попроще, а с телефоном мне читать неудобно, у меня очень маленький экран, меня это бесит, вот, я такая, типа, не знаю, у меня вот этот вот джорни читалок разных, это просто было, просто огромное, я читала на, на плеере каком-то, у меня какой-то, с Самсунгу, потом у меня был другой плеер, потом я такая, о, я такая, я могу на телефон что-то загрузить, при том, у меня был момент, когда я такая загружала книги на телефон, а там была такая тема, что там, блин, Fly телефон, короче, какая-то китайская фирма, я даже не знаю такую, вот, и был какой-то момент, когда я такая, блин, хочу книжки на нём тоже читать, а там не было специальной проги туда никакой, но там можно было текстовые файлы, но текстовые файлы, они больше определённого размера, я разбивала книжку на, на несколько частей, и типа такая, в лагере, в детском, такая, я могу почитать на телефон, господи, мне было бы так лень, мне было бы так, я такая, вот, я просто, вот смотри, сколько ты действий делаешь, чтобы почитать, и я такая просто, вот книжка, всё, но просто прикинь, с книжкой мне ещё бесит, то, что тут постоянно нужен цвет какой-то, а мне не нравится, и потом я для себя открыла, вот эти вот электронные чернила, книги, с подсветочкой, да, да, и я такая, блин, мне нужна такая, и я заказала такую, типа, знаешь, Барнс и Нобел, компания? Да, 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 вот, и вот у них, они выпустили вот когда-то давно ещё книжку, она была вот одна из немногих, которые вот были электронные чернила, но они нифига не продавались в России, и я там тётю в Москве попросила сходить с рук у кого-то там купить, что-то там, мне, мне бросали эту книжку, я такая, я ходила и читала, а потом я поняла, что, блин, я тупица, я, короче, эту книжку носила у себя в рюкзаке, а я-то жила, типа, ну, как бы не в самом тёплом месте, у меня там зимой минус 30, и, ну, разбывает, и я, короче, носила эту книжку, и у меня вот этот экран лопнул. Блин. Ну, слушай, я не знаю, я просто тоже, ну, носила, ну, правда, блин, в Питере, хотя в Питере у нас было минус 30, когда я таскала книжку, но я, у меня вот есть электронная читалка, и она, по-моему, сейчас у меня третья, по-моему, да, третья, но, потому что у меня тоже, как сказать, прошлые умирали неестественной смертью, но не то, что экран лопал, ну, лопался, а я его разбивала, я её как-то неудачно роняла, или ещё что-то, в общем, по-моему, сейчас-то у меня третья книжка, вот, а потому что ты, а ты потом смотришь, и, типа, его чинить, проще новый купить, чем чинить, который будет стоить столько же, вот, и потом я просто выкидывала, короче, книги, ну, электронную, и покупала новую, это вообще, конечно, пиццоз, а с бумажными, вот так не будет, а? Ну, а у бумажных нет подсветки, всё, точка. Ну, ты можешь носить шахтёрский фонарик на лбу. Ты знаешь, как на геймбоях, типа, на геймбоях есть такая специальная штучка, она втыкается, типа, в порт, и, типа, лампочка такая светит на геймбое, и там же нет подсветки. Вот, я не знаю, на самом деле я мечтаю, что если вдруг у меня, была бы, не знаю, тысячеквартирная, тысячекомнатная квартира, ну, или тысячеквартирная недвижимость, в общем-то, тоже, не знаю. Зачем? Так, подожди, ну, в смысле, зачем? В одной комнате у тебя спальня, чтобы ты такая, знаешь, не, чтобы у тебя рабочее место, особенно если ты фрилансер, рабочее место, место отдыха не, не совмещалось, и ты, чтобы ты уйдёшь в спальню, закрываешь дверь, и всё, и ты отдыхаешь, типа, пусть весь мир подождёт. Вот. Окей. Это, ещё, естественно, кровать с ортопедическим матрасиком, вот это вот всё, как бы, чтобы это было. Вторая, ну, естественно, кухня с гостиной, чтобы тусить, когда к тебе друзья приходят, если у тебя есть друзья, конечно, потому что, если нет, то это печально, я сейчас не про тебя конкретно, а вообще про ситуацию, поэтому, вот, это, ну, как бы, кухня-гостиная, уже, как бы, потом, естественно, рабочий кабинет, ну, чтобы ты там работала, чтобы там, у тебя там миллиард мониторов, значит, там, бэт-пещера такая, стол огромный, стул классный, ну, вообще было по уму. А если ты ещё традишку делаешь, то у тебя, с одной стороны, компьютерный стол, с другой стороны, типа, стол для графики, ещё световой этот, ну, который световой экран, который, блин, забыла, как они правильно называются, по-моему, световой планшет, вот. Вот это всё. Типа, чтобы переводить? Да, да, там комиксисты часто... Короче, вот, потом ещё одна комната, в моём случае, мне нужна отдельная комната, в которой будет музей моего задротства, это, в который ты заходишь, а там стеллажи, и фигурки, фигурки, артбуки, фигурки, фигурки, фигурочки, всякие фигурочки, ммм, ещё одна комната, и вот тут вот можно приступить к тому, что ещё одну комнату я бы с удовольствием завела отдельно, как такой, типа, челлаут библиотека, зоун, это чтобы такая, знаешь, была маленькая комнатка, по стенкам были шкафы книжные всякие, а в серединке кресло удобное, с пуфиком для ног, обязательно, чтобы ты ножки мог закинуть. И камин? И камин желательно. Или хотя бы просто место, чтобы свечи красиво расставить, чтобы лампочка такая, вот именно с красивым пожурчиком, тебе сверху светило, создавая такой островочек уюта, и чтобы когда тебе всё заколебёт, когда ты такая, типа, идите все нафиг, когда тебе приходит, значит, фидбэк, ты его делаешь, такой какой-нибудь отвратительный, ты сдаёшь ту работу, и тебе нужно отдохнуть. Ты идёшь в это место, запираешься там, читаешь книжку, блин, и тебе хорошо. Ну, отдыхаешь. А тренажёрный зал тоже в комнате. Ну, короче, если подумать, если подумать, я тебе могу прям, как это сказать, собрать пачку. То есть, да, если бы у меня был замок, я тебе клянусь, у меня, я придумала бы там каждую, что сделать в каждой комнате. Ну, слушай, вот ты смотри, если бы у тебя был замок, тебе же пришлось бы иметь каких-то людей, которые бы приходили, убирались от дома, потому что... Это ровно то, что сейчас происходит. Это ровно то, что сейчас происходит. Ты что думаешь, я сама дома прибираюсь? Нет. Блин, я так потому скучаю, не говори, не говори. Я, блин, после того, как я переехала в Швецию, я просто, ааа, нужно самообираться, а до этого просто, просто несколько лет такая, да, да, клининг сервиса, спасибо, пожалуйста. Подожди, а в Швеции нет клининга? Тут же есть клининг в Швеции, но ты реально хочешь платить такие огромные деньги? Я не знаю. Тут же тут людей чего-то стоит всё-таки. Ну, блин, в России что-то стоит. Я понимаю, что в России, конечно, клининг стоит очень дёшево, и мне... Ну, в России это как-то вообще, мне кажется, можно было бы и подороже. Вот, но я просто, как сказать, слегка заглаживаю свою совесть, успокаиваю, что я понимаю, что когда я там плачу две с половиной тысячи клинингу, и мне приходит... Ну, понятно, что у меня квартира маленькая, поэтому это, ну, было бы больше, было бы дороже, но тем не менее. Мне приходит женщина, четыре часа мне надраивает, как бы, хату, и причём я ей прям сочувствую, потому что на кухне... Я не знаю, я человек бардак, то есть, типа, кухня, несмотря на то, что я не готовлю там практически ничего никогда, но тем не менее, у меня почему-то она засирается. И вот эти бедные женщины, они могут посуду, вот эти... И я просто обель... Ну, слегка заглаживаю свою совесть, я им обычно просто чаевых потом сверху накидываю, которые вот идут чисто им, а не сервису, и мне от этого слегка спокойнее. Ну, я не знаю, вот сколько, просто, сколько стоит клининг в Швеции? Ну, вот так вот. Вот он меня знает, ты серьёзно? Да? Слушай! Да! Да, я серьёзно! Так, давай. Я не знаю, я даже не узнавала, потому что это, типа, ну, это дорого, это дорого. Как бы, ну, смотри, матрас доставить, типа, ну, просто доставка, стоит 8к, рубасов. Ага. Ну, представь, сколько стоит 4 часа уборки? Так, смотри, так, я зашла в гугл, ввела туда клининг в Швеции, тут мне выдал какой-то сайт, там, и всякое, и вот написано, уборка, а нет, ну, уборка помещений в Стокгольме, полная занятость, тыры-пыры, 1800-2300 крон, я не знаю, сколько это было. Подожди, это уборка помещений? Ну, вот, я просто... Вот, 17 тысяч рублей. 18 тысяч рублей, неплохо, неплохо. Нет, ладно, я знаю, что Скандинавия, это дорогая страна, просто, наверное, там и зарплаты побольше. Откуда мне знать, я там не жила? Слушай, мне, я вот не знаю, но мне кажется, плюс-минус все примерно одинаково получают. Ну, блин, наверное, вне зависимости от сферы, мне кажется. Ну, я не знаю, мне почему-то кажется, что, наверное, все равно должна быть какая-то разница, хотя... Нет, ну, есть разница, но, типа, такая. Да, на самом деле, когда вот у нас, у нас просто в России, как мне кажется, очень некорректно относятся к вот такого рода специальностям, да, там, типа уборщица, там, сантехник, тыры-пыры, а я считаю, что это святые люди вообще, или там нянечка какая-нибудь сиделка. я не знаю, кто с ним так относится. Ну, может, и относятся. Но у нас в целом, ну, типа, в России, как бы, ну, это такая тема, как бы, только к кому относятся, тут, типа, как бы, уровень счастья у людей, как бы, типа, и люди отрываются на других людях. Ты уехала в Швецию в поисках счастья, я так поняла. Ну, да. Это прекрасно, это прекрасное стремление. Ну, честно, пока мне тут нравится больше, чем где-либо. Честно, если честно так говорить. Да, в смысле, а что такое? Да, Я просто вот как раз, несмотря на то, что я вроде как недалеко, вот в Швеции я не была. И теперь, наверное, не знаю, когда побываю, хотя у нас тут из Питера, что называется, на паром сел, как бы, до Стокгольма доехал, но что-то раньше я сдупила. Ну, раньше просто до того, как мы в ковид, в ковид здесь все заперли, с двадцатого года, я в основном просто могла выделить время и финансы только на поездку, вот так вот раз в год, это вот на Трэнконь, что ты едешь, ты там, ты едешь там, ты берешь отпуск на две недели, ты туда едешь там на неделю, на сколько-то, чуть больше дней, тратишь там все свои деньги. И вот, и поэтому я не очень много путешествовала, сейчас, конечно, сидя вот в двадцатом, двадцать первом году дома, я считаю, что это была ошибка, и надо было больше путешествовать, и надо было хотя бы, ну, типа, до Финки же я регулярно доезжала, что мне мешало до Швеции доехать, ну, вот, в общем, тут я верила, верите на слово, что там классно. Вот я не знаю насчет, ну, Швеция, тут прикольно жить, я не знаю, как прикольно насчет туризма, потому что туризм и жить, это, конечно, разные вещи. Да. Вот, ну, вот конкретно у меня в городе, это просто такой чил, просто ты выходишь на улицу, видишь, что все просто чилят. У нас же тут еще море рядом. Холодное. На берегу. Да ну нормально, ну, люди купаются. О май. Ладно, хорошо. Ну, ну, у нас тут теплее, чем в Москве, ну, просто, чтобы ты понимала, вот, в Мальме теплее, чем в Москве. В среднем. Угу. Окей. Тут как бы зима такая, прям, правушка зеленая. Учитывая, что в этом году погода была какая-то страшно ужасная, в плане веселилась как могла и пыталась всех нас сжечь, просто спалить нас всех. Жарящий. Мне кажется, и Москва там такая, типа, вот сейчас вот при фразе теплее, чем в Москве, москвичи после этого лета такие, в смысле, в смысле сколько? Плюс 50 у вас было? Не, ну, это я про среднюю температуру, вот, в плане лета было прохладнее, чем в Москве. У нас как бы, типа, как бы, а? Уравновешенно. Я бы сказала, комфортнее. Понятно. У нас эта сторона комфортна, ребята, вы там в своих экстремалочках пар здесь. В общем, мы поняли, лучшая реклама, лучшая реклама Швеции сейчас, потому что, что, типа, там на Чили, причем, можно переезжать в город, как, Мальмо? Мальмё. Мальмё. короче, третий, по-моему, я думала, это Мальмё, ну, ладно, я просто не знаю, это Мальмё, я думала, на Аугай, ну, окей, вот, на Мальмё, и там, во-первых, все чилят, а во-вторых, нормально все с климатом, ребят. Все, мы поняли, куда нам надо стремиться. И тут скоро русские понаедут, и, ну, нет, русские, наверное, да тут и так, как бы, мне кажется, много русских. Да мне кажется, их везде много. Ну, так что такое? Вот, возвращаясь, ладно, посмотри, бумажные книжки, хорошо, мы поняли, что бумажные, мы, 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 Татьяна Александровна, поняли, что бумажные книжки, это для тех, кто ищет трудности, типа меня, а ты за прогресс. Что насчет традишки в рисовании? Ой, не говори мне ничего. А я уже сказала, а я уже сказала. Блин, традишка, я ненавижу традишку, я просто ненавижу традишку, я ненавижу традишку. Так, ну ты делала традишку, я помню, у тебя были какие-то традишки. Я делаю все еще. А, то есть ты делаешь до сих пор. У меня есть скетчбук, я иногда там что-то, каля-маля, но я в основном, я сейчас пытаюсь себе сделать такую тему, что знаешь, пожалуйста, Саша, перестань бояться пустого листа, просто рисуй что-нибудь, что-нибудь каля-маля, пожалуйста, хоть что-нибудь делай, а то, знаешь, вот всегда хочется иметь такой красивенький скетчбучечек, такой, у-тю-тю, а-та-та, смотрите, ребят, как я красиво рисую, каждая страница произведения искусства, смотрите, вот что-то такое хочется делать, как обычно, знаешь, ага, или сейчас я типа такая, приручаю такая, купила себе ручки, рисуй ручками, купила себе цветные ручки, чтобы было приятней, знаешь, там розовенькая, зелененькая, ну это очень, учитывая твой стайлак, когда ты сказала цветные ручки, я такая, в общем-то, я не удивлена, учитывая, ну что твой CG, оно прям, а я могу, кстати, что-нибудь поскинуть, а ты можешь что-нибудь и поскинуть, что-нибудь и поскинуть, показывать, показывай, а что же мы там, это, сейчас, ну подожди, я сфоткану, а мы ждем, мы ждем, вот мне просто нравится, мне просто нравится, человек такая, ненавижу традишку, но делают традишку, такая, с уважением, а я тебе покажу, а, у меня еще, короче, лайфхак, если кто-то такой же человек, как и я, и типа боится рисовать скетчбуков, лайфхак для вас, ребята, берите и начинайте не с первой страницы, а где-нибудь в серединке или с конца, и рисуйте вообще на рандомных страничках, и тогда вообще. Вот этот же лайфхак Карла Уортис говорила, что она такая, да, она такая, у меня тоже есть, говорит, боязнь такого, типа чистого листа, и поэтому я для себя вывела такую, типа штуку, она просто открывает где-нибудь в рандомном месте, там, в середине, начинает с середины, и такая, уже пофиг, вот. Блин, ну знаешь, сейчас из этого лайфхака не могу найти картинки. Ничего, нормально, мы, а мы никуда не торопимся, мы подождем, мы подождем. Вот. Мне бы тоже, конечно, хотелось, чтобы мы, ну блин, я руками рисую еще хуже, чем в CG, что называется, так что, ой, это прям, а учитывая, что я это делаю редко, это каждый раз просто как первый раз, ты открываешь скетчбук, и такая, с какого конца держать карандаш, и потом вспоминаешь, типа, вот острым карандашом тыкай, что называется, острым концом тыкай в бумагу, вот это вот все. Ну мне, конечно, я помню, что я смотрела, вот как раз, когда я впервые, вот я познакомила сказ на троянг коней, там дальше с Эвеном Амундсеном, и ты смотришь, и ты смотришь его скетчбук, и такая, что ты такое? Ну то есть как? У него вот, вот у него вообще просто все хорошо. Да с ним все понятно, все понятно, мы сцена видели его рисунки, да, все тут все видели, как бы, там сразу понятно, что человек скетчует нормально, все, никаких проблем нет. Сейчас, погодите, я сбегаю за скетчом. Абсолютно, гадю. Прости, прости, прости. А у нас что? Зато мы сейчас видим, пока, пока Саша бежит за скетчами, мы видим прям пачку того, что, и после этого человек говорит, что она непродуктивная, вам как? Вам как? Мне кажется, человек немного лукавит, на мой взгляд. Я бы называла, это лукавит. Вообще рисую раз в год. Я что-то после неверия меня так забросила, айпадик, я такая прям, блин, ненавижу айпад, так неудобно. У меня так его, знаешь, типа временами. Я могу на нем только делать, короче, что-то типа, ну графики или скетчей. Я на нем, типа в цвет или в какое-то подобие рендера, мне неудобно. Мне прям неудобно. блин, ну да, я согласна, как бы, в этом плане не хватает шоткатов, не хватает, чего не хватает, памяти. Я лично люблю очень много, очень много слоев делать. Я такая, пожалуйста, свои. И нет, не так уж много и получается. Но сейчас намного лучше, а вот когда у меня был старый, это был просто капец. Вот. А у меня еще, ну как, он у меня не маленький, у меня средний, который там 11 что-то там дюймов, ну такой средний. И, а я же привыкла, я всегда обычно работаю, когда вот на фотошопе, в фотошопе, в компе, я работаю с двумя синхронизированными окнами. Ну вот то, что сейчас появился там этот референс, а-ля. Но на айпаде вот это референсное окно, оно тебе закрывает, оно тебе закрывает там пятую часть картинки. Меня это бесит, мне тесно. Я прям чувствую, как мне физически просто тесно. Поэтому вот. Я, кстати, как-то сказать, не хотела ничего говорить, но, по-моему, я узнаю этот нос, который ты сейчас скичишь. Ой, ничего не знаю. У меня будет такую штуку, говорю, ребят, скидывайте свои фотки. Ребята такие, ну ладно, на. Я думаю, о, там какие-то рандомные. Этот нос, этот нос я узнаю из тысяч, ребята. Вы не знаете, чей это нос, а я знаю, чей это нос. Он очень похож. Пока только нос, к сожалению. Просто очень, ну ладно, не очень характерный. Нос-то так, нос как нос, но тут очень хорошо вышел, прям очень похожий знакомый нос. Вот. Пока ты ищешь, у нас тут вопрос, естественно, вопросы пока в основном такие, типа, а-ля, ну, прорисовать. Короче, было бы круто услышать о художественном, карьерном пути до сегодняшнего дня? Какие были подводные камни? Были ли какие-то сложности? И если были сложности, как ты их, как ты с ними справлялась? Вообще, как ты все это преодолевала? И сейчас Саша такая, не было сложностей. Да, вот помните, говорили о том, что я удачливый? Так вот, я удачливый. У меня, ну, как были, ну, блин, короче, сейчас, сейчас я скину тебя. Давай. Как это все выглядит обычно? Ну, что-то такое. Так, ты мне скинула сейчас-то в дискордец, да? А я тебе скинула? А я не знаю, куда ты скинула. Ты куда-то скинула? Вроде тебе, а вроде в дискорд. Скинула дискорд. Да, сейчас мы тут это, просто нам нужно тут немножко разэтовать. А, это твоя собака! Это твоя собака! Вот. Как вот? Блин, твоя собака очень хорошо узнается, и мне нравится, не знаю. Не знаю, Так вот, отвечаем на вопрос. Да. Карьерный путь, вот это все. Я, типа, такая, поступила в универ, и такая, блин, вообще, поступила в универ, но думаю, потом, может, получится поработать, пока в универе учусь, все такое. Но, типа, потом я поняла, что, блин, я тупиться, нифига так не получится, и так лучше не стоит делать. Бросила универ, и по, просто совершенно, просто, просто, блин, я хотела сказать по-английски, типа, luckily. Ну, говори по-английски. Я не знаю, как это сказать. Ну, короче, мне повезло, и у меня, короче, живет тетя в Москве. Я учила, я сама из города маленького, не в Тюганск, учила, пыталась поступить я, ну, поступила я в ЕКБ, вот, и я такая, ну, не я, мне кажется, моя мама спросила, или что. Короче, моя тетя согласилась приютить меня в Москве, пока я, типа, ищу работу, где-то в игровой индустрии, и одновременно с этим она еще мне нашла работу, сидеть на телефоне в контактном центре. И я такая уже составила трехлетний план, как я сижу в контактном центре, как я первое время зарабатываю себе на планшет, а тогда, типа, айпадов еще не было таких, но были Surface Pro или что-то такое. И я такая, и я, короче, у меня там уже план, то, что я сижу там работаю, отвечаю на телефон, а там такая работка вообще не пыльная, типа, ты сидишь просто отвечаешь на телефон, и ты можешь рисовать в это время. И я такая, эпично вообще, будет у меня Surface Pro, и я буду рисовать тебе портфолио, и потом найду себе работу, и такая, короче, все спланировала, такая, три года, и будет у меня работа, ребят, вообще. Как пишет мне какой-то, блин, я не помню, как там все произошло, но, короче, пишет мне какой-то чувак, я на время, в это время еще типа работаю, такая, блин, это не подходит, это не то, я, типа, никак. И мне, короче, пишет чувак, работал в RG Games, и говорит, йо, ты че, привет? Я такая, йо, пытаюсь найти работу, бла-бла-бла, и он такой, йо, отправляю в RG Games, и я говорю, блин, да там написано три года опыта, три года опыта, это у меня ноль, спасибо, но это не про меня. Он такой, да ты че, дура, отправляй, я такая, окей, отправила, сделала тестовое, сказала, блин, ребят, я за любые деньги готова работать, возьмите, пожалуйста, меня взяли, и я такая, вот еще одно доказательство того, что просто, ну, иногда юные подавану спрашивают, ну, до сих пор, они же смотрят, у нас же до сих пор в вакансиях очень часто из-за разряда, нам нужен художник, там, столько-то лет опыта, и регулярно все равно спрашивают про, типа, а ничего, что у меня там опыт, а можно ли без опыта работать, тыры-пыры, вот это все попасть, потому что, ну, людей-то волнует, вот, вы получили еще один ответ на то, что если вы нормальные руки откуда надо, и вот это вот все, то можно, нормально, опыт работы, такой, вот, да, можно, но еще, ну, еще если вы готовы в целом работать за небольшие деньги, или вы, за бесплатно я бы никому не советовала работать. Нет, за бесплатно, не работайте, пожалуйста, за бесплатно, за бесплатно это вообще не очень, потому что, блин, надо как-то, ну, блин, хотя иногда, я понимаю, что вот мы сейчас говорим, типа, готовы работать за небольшие деньги, но я иногда смотрю, у меня есть примерно в голове такая, такая вилка, знаешь, сколько примерно, ну, понятно, что, да, в Москве, в Питере, это немного другие цены, там, по России тоже другие, но сколько примерно должен зарабатывать джун, и иногда я смотрю и понимаю, что, ну, у нас компании платят, бывает, ну, прям, ну, слишком мало, даже для джуна, а с другой стороны, смотришь в другую компанию, и она, на мой взгляд, типа, платит слишком много, я такая, а вы не офигели ли своим джунам столько платить, они должны сначала пострадать, ну, типа, иронично, в смысле, они должны, не надо страдать, вообще желательно, конечно, не страдать, если можно не страдать, не надо страдать, вот. Да, лучше не страдать, но можно и пострадать в целом, но лучше не надо. Ну, это так легко, лучше, чтобы страдания были контролируемые, когда ты такая, типа, откидываешься, смотришь на картинку, такая, так, можно немного пострадать, что не выходит, но, в целом, сейчас я соберу себя в кулак, волю всю свою и все остальное, и все нормально. Вот, так, значит, руки джамп был, и как ты из руки джампа перескочила на фриланс? Просто в какой-то момент тебя, тебя утомило, ты выросла, или тебе, там, что вообще, как, как получилось, что ты такая, типа, но меня уволили. Так, 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 в смысле, тебя уволили? Ты же крута, почему они тебя уволили? Потому что я мразики, не знаю. Так, у меня теперь, так, если меня смотрят представители руки джамп, я готова с вами сделать отдельный эфир на вопрос увольнения людей, в плане того, что мне... Просто не надо. Мне просто интересно, ну, типа, почему увольняют людей? Вот так. Ну, блин, ну, я, я, знаю причину, давай не будем обсуждать. Хорошо, ладно, просто, да, когда ты говоришь, ну, то есть, не, ладно, я тоже, меня в своей жизни тоже сокращали, чё, нормально сокращали меня тоже. Было такое. Ну, не потому что я мразь, а потому что у нас бюджет сократили, вообще все сокращали, и отдел сократили. Вот, поэтому, такое. Не, я, короче, на тот момент, типа, уже такая, надо искать работу. Я уже такая подумала, блин, куда бы намылиться? Куда бы намылиться? Такая, подумала, такая, окей, меня уволили, я такая, отлично, я как раз думала искать работу. Спасибо. И, типа, потом я написала в графит, и они такие, окей, сделай тестовый, я такая, окей, сделай тестовый, они такие, окей, пойдет, и взяли меня. Ой, классно. Вот, вот, собственно, человек просто этот, человек облитый, божественным, не знаю, маслом Зевса, Посейдона и Афродиты, не знаю, проскальзывает просто, вообще, через все невзгоды жизни, такая, типа. Ну, да, мне, ну, блин, это реально, вот, о работе, это реально очень много удачи, как бы, это реально очень много удачи. И, забавно, что вот как раз, когда меня уволили, я потом такая, буду участвовать в конкурсе, я не знаю, помнишь ли, ты знаешь, был такой конкурс, типа, Комик-кон, и там типа надо было иллюстрацию рисовать. Их было даже несколько. Да, и, короче, в тот год нужно было нарисовать зомби, зомби-супергероя. Ага. Вот, и прикол в том, что я просто такая, я такая, все, работа, не от меня есть время, я так просто, я так отдалась в этой конкурсе, я такая, блин, сейчас нарисую вообще, хотя я супергероев не люблю, и там вроде даже и призов никаких не было, насколько я помню, но я просто такая, е, хочу, хочу. Вот, и я, короче, поучаствовала в этом конкурсе, а там даже победителя не объявили. В смысле? Прикинь, даже не объявили, у них даже нету никакого приза, ребят, просто напишите победителя, ребят, просто напишите, просто выберите кого-нибудь, тут у вас даже призов нету, ребят. Я помню, не, я помню, я сама участвовала в конкурсе, но в тот момент, там была тема, как раз типа микс из двух, ну типа из двух каких-нибудь героев. А тоже типа Комик-кон? Да, 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 я участвовала два раза в нем, один раз вот я закончила, это был у меня Сейлор Дэдпул, потому что, да, я рисовала, мне кажется, да, я помню, да, я рисовала смесь Сейлор Мун Дэдпула, и мне кажется, до сих пор я смотрю на эту картинку, и мне как-то, знаешь, ты на нее смотришь, такая, блин, а не погано, вот не погано, ну нет, не погано, да, и сто лет, ну не суть. А второй раз там была тема, по-моему, тебе нужно было поместить героев то ли в сеттинг другой, то ли во время другое, и я пыталась рисовать, блин, или это был не Комик-кон, не, по-моему, это все еще был Комик-кон, там можно было, по-моему, этих героев фильмов брать даже, и я, в общем, пыталась рисовать Дог Браун из «Назад в будущее», ну типа в будущем, там, сеттинге Коу, там, но там у меня что-то вообще какое-то говно ужасное получилось, насколько я сейчас вспомню, это прям реально, прям, ааа, ээ, и я вам так ничего не закончила, но если честно, мне казалось, что у нас там были какие-то победители, так что, если они даже победители, это прям подстава-подстав. Это вообще, это просто, они мне сердце разбили. Ааа, черти, вот черти, мы все, мы... Ко мне на работе нет, объяви, объявления победителей нет, зачем, что делать, как же... Да, я на самом деле, я как бы, в принципе нормально отношусь, когда в конкурсах нет приза, потому что, ну, ты обычно... Как это отлично. Вот, потому что обычно ты, ну, как бы я, я не знаю, как ты, я в конкурсы, когда ходила, я ходила не за призом, а у меня были, типа, свои цели, которые я там пыталась достичь. всегда так и должно быть, я у... Ну, мало ли, вдруг, ну, многим людям нужен приз, особенно если какой-нибудь приз классный, в духе, там, крутой планшет, или поездка, там, не, ну, я согласна, вот бывает такое, когда, типа, ты такой только начинаешь, или там, я не знаю, не бабла, это такое, блин, класс, сейчас как поучаствую. Ага, потом приходит, круто, забирает себе приз. И, да, в общем, такое, но, ну, блин, ну, то, что нет победителей, вообще-то... Я, я, я просто, я, вот, сейчас я тебе просто как раз вспомнила, это период жизни, мне так захотелось поделиться, так захотелось прям, а там так много классных рисунков было, прям, ну, прям вообще капец какой-то, я не знаю. Я, мне кажется, сейчас вот я смотрю, у нас же тоже есть, правда, вот таких вот именно мировых, их как-то очень мало, потому что раньше были там вот и Комиконы, Доминанс, там, и еще, а сейчас, по-моему, такой арт-стейшн, ну, сейчас только арт-стейшн и этот, как его, арт-вор, вроде бы. арт-вор, точно, точно. Вот что такое-то. Да, 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 точно арт-вор. Да, я же... Подожди, я два раза участвовала? Один? Два? А я не знаю. Я участвовала, по-моему. Я просто люблю конкурсы, и люблю делать все самое, последний момент. Ага. Вот ты из этих. Я из этих, да, я такая, о, знаешь, типа, ты такой сидишь на конкурсе, посмотрел всех людей, и такой, типа, ага, я примерно знаю, кто тут что нарисовал, а потом самый последний момент, приходит какой-нибудь, я не знаю, ну, кто крутой? Я уже не знаю, кто крутой. Все крутые. Ну, ладно, какой-нибудь, Эван Амонсон, пусть Эван Амонсон придет, и ты такой, ой, да я тут, у меня там было свободных 3 часа, я тут решила нарисовать, вот, ребят, на тебе. И ты такой, блин. Но все равно в итоге он не выиграет, потому что, не знаю почему, потому что ты пропустил еще каких-то крутанов. Я из тех людей, которые в конкурсах любят смотреть, все, кто что рисует, я такая, ага, ты нарисала это, ну, давай, давай. Я раньше как-то любила, а сейчас я говорю, я, наверное, просто либо ленивая стала, либо что, либо я просто не могу рисовать, если мне не платят за это. Я сейчас как-то прям конкурсы прям все пропускаю. Ну, у нас на самом деле в Кантаче, мне правда, мне нравится, что там вот ребята делают, а-ля там этот концепт артист РПГ, вот этот вот у нас большой. Я считаю, что это довольно прикольно, но я бы, конечно, не ввязывалась, потому что мне лень, ну, я ленивая, все, это, возможно, старость. Это, наверное, это старость, но это очень, как бы, вот. Ну, это, конечно, конкурсы, это всегда такое бывает, просто долбанет, что-то такое, каких-нибудь таких тем, которые бы меня в последнее время очень сильно зацепили, и я такая, да, прям хочу участвовать, да. Ну, вот пока, короче, так вот, так вот. Мне спрашивают, показать Северд Пула, блин, аж найти надо. Ой, это же, сто лет назад было, лео. Так. Сейчас, ребята, я покажу. В секунду. Давай, давай. Блин, ну, конкурсы, это, конечно, такое. Я не знаю, у меня они всегда очень много сил забирают. И лучше, и вот, вот, несмотря на то, что, как бы, мне призы не особо и нужны, но все равно, каждый раз такая, блин, хочу выиграть все-таки хоть немножечко. Так, что я... Знаешь, что самое худшее? Это когда, это когда есть, типа, тебе показывают не только тех, кто выиграл, а тех, кто типа, как бы второй отборочный тур, знаешь, или типа такое, это такой сможет, блин, даже туда не прошел. Ты такая, блин, я лузер. Вот, так, я не знаю, сейчас, что-то я тут немного потерялась, но сейчас, короче, должно быть видно этих... Да что ж, да что ж такое-то, алло. Вот сейчас должно быть видно людям в трансляции моего этого сейлопедпула. Я надеюсь, все. Тут что-то я, у меня просто куча вкладок, и я потерялась немного. Ну, сейчас все. Уайт. У тебя там, наверное, еще 20 мониторов. Всего два, всего два. Да, у меня монитор, у меня типа настроено, ну, вот в АБСе, типа, отдельно мониторы, отдельно браузеры, я такая, что-то потерялась. В целом, у меня два монитора, но я, конечно, не отказалась бы от третьего. Подожди, а у тебя, у тебя синтик или? Нет, у меня просто, я, я как-то вот, не могу я с ним сродниться. Вот что, синтик вообще просто, богомерзкий синтик. ты, так, ты из-за, так, ты из-за этих, которые считают, что синтик богомерзкий. Так, нас, нас много, нас много, ребята. Расскажи, почему тебе он богомерзкий? Слушай, ну, блин, мне кажется, это, конечно, просто зависит, реле очень сильно от человека, потому что некоторые люди реально вот ищут вот этот какой-то traditional feeling. Блин, простите. Типа, типа вот, вот некоторые люди очень сильно скучают по традишке, а я человек, который ненавидит традишку, я такая, блин, да что же, это у меня рука, что ли, что это заграживает? Вы о чём вообще? Вот эти вот провода какие-то, вот эта огромная махина, и ты такой сидишь за ней, тебе такой, такой, короче, просто неудобно, неудобно. Но у меня ещё есть такая тема, что мне дико некомфортно иметь что-то перед глазами. Я вот такая, типа, имею что-то перед глазами, вот, монитор, и мне прям как-то больно, знаешь, смотреть. В смысле, вот близко, ну, или как? Да, 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 мне, типа, некомфортно. И вообще, я же, я же, синтик-то себе такая купила, как раз, когда делала вот этих вот чувачков, которые тебе, если мне нравятся. Вот, и я, короче, как раз их пыталась на нём делать, и спасибо, я опять была очень удачливая, у меня, короче, синтик оказался сломанной, я такая, боже мой, я его возвращаю, мне не придётся мучиться и пытаться учиться на нём рисовать, потому что это боль. Слушай, вот ты сейчас сказала про сломанный синтик, у меня такое ощущение, что за последний, наверное, полгода, год, вот, буквально, у меня не так много знакомых, которые там покупают синтики, но вот буквально, короче, чуть ли не каждый, вот, кого я слышу, типа, мы купили синтик, и там какая-то беда, то есть, типа, каждый первый буквально синтик бракованный, и они их либо возвращают, ну, по гарантии, там, ждут новый, либо там ещё что-то, и у меня вот, ну, то, что ты сейчас говоришь, я такая, в смысле, и у тебя тоже, то есть, что, вакуум, что с вами не то, ну, то есть, лучше, но она в целом как-то херово работает, этот синтик, у меня знаешь, какая была проблема, вот знаешь, с синтиком идёт такой, типа, пультик, и ты на этом пультике можешь задавать клавиши, да, и я такая, окей, ну, очевидно, что я хочу делать, какие клавиши мне нужны, приближение, правильно, зум, и чё ты думаешь, не работает зум на этом пульте, прикинь, он просто, типа, просто не работает, я такая, окей, а там же в фотошопе есть разные варианты, как зазумить, правильно, есть разные шуркаты, я такая, окей, допустим, стандартный зум не работает, там ещё есть три ещё варианта каких-то, и я их все попробовала, и ни один из них не работал, ты прикинь, и я такая, типа, ну вы чё, ребят, ну вы чё, ну лаком, ну алё. Я просто ещё вспоминаю, скажем так, у меня в голове счётчик, сколько он стоит, ну потому что, ну не синтики вообще, особенно большие, но они стоят, ну просто, ну кипец, типа, три почки можно продать, чтобы один синтик купить, вот, и это что-то как-то совсем прям досадно, ну это очень странно. Угу, угу, и типа, блин, ну короче, это, это, нет, вот. Просто мне кажется, просто на, на, обычном планшете без экрана тупо быстрее рисуются, ну типа, тупо быстрее рисуются, потому что у тебя маленькая поверхность, и тебе не нужно там вот этой вот рукой, что-то там куда-то много двигать, ты такой сидишь, и как бы, это идёт плюсы в твоём положении тела, у тебя нет боли в спине, тебе не приходится как-то рукой, короче, всё лучше, всё лучше. Всё лучше синтика, как бы, да, традишка лучше синтика, судя по всему. Блин, традишка лучше синтика, это стоп-ротс. Ну да. Это стоп-ротс. Ладно, ну, может быть нет, но я не знаю. Ну, мы, нет, мы поняли, что мы, мы назовём это, это вкусовщиной, что все люди разные, всем нравятся разные, поэтому... Само собой, я как бы говорю, это типоисходизмное нелюбви к традишке. Да, поэтому мы понимаем, что традишка это просто, ну, не твоё, не по душе тебе, и поэтому мы будем считать, что в твоём случае действительно, если даже традишка лучше синтика, то вы представляете, насколько синтик, это не очень, как бы... Блин, это была боль. А у меня ещё, меня ещё дико бесило, то, что там цвета, вот, калибровать нужно было его, и я такая, типа, блин, всё равно, что-то не то получается. Ну, короче, как-то, как-то, взаимная у нас неприязнь друг к другу с синтиком. А у тебя монитор, у тебя один или два Моника? У меня два. У тебя два Моника. А ты их калибровала под, ну, чтобы они были? Вот, потому что я тоже нет, ну, типа, я немножко поднастроила. А я просто не понимаю, зачем. Ну, короче, я наоборот, у меня на самом деле, когда я поняла, что я не могу настроить абсолютно идеально два монитора разных, чтобы они были абсолютно прям идентичные, я себя, наоборот, как-то убедила в том, что, наоборот, неплохо, что они чуть-чуть разные, потому что я... Не, по-моему, это хорошо. я буду смотреть картинку на одном мониторе, переносить на второй, и что, если она на обоих этих, на обоих, господи, мониторах будет смотреться нормально, это значит, что, в принципе, большинство людей тоже с разными мониторами, она плюс-минус будет смотреться окей. Я себя так утешаю. Я так же мыслю. Я еще проверяю на телефоне. Ой, на телефоне я обычно закидываю, у меня на телефоне сейчас такое сочное, яркое, контрастное, прям муа! Я такая... У меня, кстати, в этом плане айпад дико бесит, потому что айпад, он делает все цвета суперсветлыми какими-то, я не знаю. И вот именно рисовать на айпаде мне не нравится еще из-за цветов. Говорит человек, который сейчас рисует на айпаде. Да? Как ты... Как ты... Как ты... Знаю, о чем говорю, Татьяна. Так, это безусловно. Так, в туше, туше, туше. Мне просто, я на айпаде цветом реально не могу рисовать, поэтому я рисую там ЧБ, скетчи, потому что лайн классно, вот лайн очень, я прям, я рабочая сейчас, скетчи, всякие концепты, прочее делаю на айпаде, потому что лайн классно, а вот цветом не знаю. И поэтому я тут, я доверяю профессионалу. Мне не нравится. А тебе вот работа кистей не нравится? Типа, не как фотошопинг? Да нет, я загрузила свои кисти, они работают, в принципе, достаточно нормально. У меня есть другие кисти, причем довольно классные, но мне именно, блин, как вот объяснить, то есть, это у меня такое ощущение, что, блин, что я постоянно мажу мимо, короче, я не знаю, как это объяснить, но оно как-то вот все не на месте. Ты пытаешься, как бы, не знаю, там, ну типа рендерить, вот уже вот цветом, ну, во-первых, да, мне не очень нравится, ну, то есть, из-за того, что нет клавиатуры, нет вот нормального, пипетка дольше, то есть, у тебя прям есть же те, чтобы сделать, ну, чтобы пипетнуть, тебе же нужно прям задержать, то есть, это у тебя просто доля секунды, но это все равно как бы не так. не надо же. А у меня, а у меня, ну, блин, вот я секунду. Смотри, как бы я завидую. походу, дело, мне нужно просто перенастроить. Так, так, я сейчас подожди, вот я сейчас пойду. Слушай, а еще на тему клавы, тут же можно клаву подрубать. Да, только я не хочу покупать клаву еще. Да. Мало того, что когда я такая, ну, вообще, мне, если честно, мне не нравится политика, политика Эпла, потому что ты должен быть очень богатым, чтобы пользоваться Эплом, то есть, ты должен вообще денежки на ветер кидать, вообще просто должен, без всяких там сомнений, потому что я, например, пришла покупать планшет, и мне такие, типа, ну, старых, ну, новый там, не с рук, ничего, и мне такие, вот там новая модель, и для него, естественно, перо нужно второго поколения, которое стоит два раза, да, в два раза дороже первого. И я такая, ладно, окей, потом у тебя есть варианты чехлов, типа, просто чехол дорогой, а нормальный чехол прям очень дорогой. И ты такая, типа, нормальный чехол, китайский, заказываешься зомби. Ну, такой, вот, не, я просто один чехол заказала, сломала, теперь купилась и другой. У меня уголочки отвалились, я не знаю, как так получилось, у меня отвалились уголочки, но я человек, который Халк ломать, я ломаю все, абсолютно, вот, я такую читалки, я свои электронные книжки, я их тоже разбивала, и, видать, это моя фишка. Вот, а потом, значит, они такие тебе, а еще пленочку надо, я такая, идите нахер, обойдусь без пленочки. Вот, потом еще чего-то, и, короче, вот, чтобы, в общем, быть владельцем айпада, тебе нужно быть успешным, успешным финансовым человеком. Что вот, меня эта политика бесит. Что и клавиатуру, да, это все можно купить отдельно, но это все еще такое вообще ни разу не дешевое, и, как бы, я такая, мэ, мэ. Ну, да, это надо, надо какой-то, все-таки, не просто так, для порисовать, а, может быть, как-то, если ты работаешь, на нем может иметь смысл, не знаю. Ну, да. Я его купила с, именно с, как-то сказать, с пониманием, что это будет для меня такая игрушка, и, собственно, без всяких таких серьезных каких-то вещей, и, если честно, я потом даже скорее удивилась, когда я поняла, что я могу на нем делать хотя бы рабочие скетчи, и, то есть, ну, он мне отобьет свою стоимость, по сути, вот, ну, пригодится хоть для чего-то, а так, в целом, реально, большую часть времени я на нем, там, кино смотрю, и вот это вот все, и все, в комиксы читаю иногда. Ну, это да, такая, ну, слушай, а там же вроде, сейчас нормальный какой-то фотошоп есть, кстати. Там есть, из последнего, ну, как бы, да, вроде есть фотошоп, но я его не ставила, из последнего я себе, что называется, поставила, но еще не пробовала, это для скульптинга программу. Ой, че, а ты еще не пробовала? Ну, как бы я ее открыла, я посмотрела, по, 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 по это, шарик такой там немножко покатала, это такой очень урезанный зибраж, такой прям кастрированный, но, я не знаю, наверное, надо прям заморочиться, чтобы сделать что-то серьезное, а мне как-то, опять-таки, лень, я такая, вот работаю, я работаю много, и после работы я понимаю, что у меня, мне мозг, он просто не хочет напрягаться, я даже пытаюсь там персональные работы делать, и мне мозг такой, ой, иди нафиг, давай мы просто посмотрим какое-нибудь кино, и потупим, я такая, не, ну, давай, че, ну, ладно, хорошо, уговорил. Да, мне кажется, что, в Риле просто из-за работы, имеет смысл, это как-то, если хочется рисовать, то может рисовать как-то в традишке, чтобы уж совсем, типа, менять, я не знаю, слушай, ну, ты прям, вид деятельности. Я так понимаю, что ты после работы, вот стримы свои стримишь рисовальные, не, я после работы не стримлю, нет, у меня сейчас еще, ну, типа, я супер неуверенна из работы своей, я такая, блин, работа, я, короче, у меня, у меня все в ней, поэтому еще я стримливаю только по выходным. А, то есть ты, это именно твое такое расписание, типа, ты сделала себе такое. Ну, если это можно так назвать, то, конечно, мы можем так назвать. Мы это так назовем, ну, что ты, ты выделяешь себе день, когда ты не работаешь, когда ты стримишь, я называю это расписанием, плюс-минус. Окей, окей. Режим. Ну да, да, ой, страшно звучит, то да. Слушай, я когда-то недавно написала в этом, что я сломала режим, я-то имела в виду режим, типа, сна и отдыха себе, но это звучало, типа, я в очередной раз сломала режим, и я такая, так, майор, майор ФСБ, который меня сейчас сломал, это, я про сон, я про сон. Вот. где, спрашивают, где можно посмотреть стримы Саши, а вот найдите твич. Найди. Да, это, это такой, типа, квест. Никогда не найдешь, никогда не найдешь, там все очень, очень замаскировано, специально, чтобы люди не нашли. Вот. А у меня такой никнейм, да никогда в жизни не разгадаешь. Вообще, и несмотря на то, что я в описании к этому стриму выложила ссылку на твой инстаграм, а на твоем инстаграме есть ссылка. В общем, короче, проявите немного смекалки и пойдите по ссылкам, и вы найдете, вот, стримы Саши, вот они там есть. И самое такое, что вы офигеете, вот вы сейчас туда придете, если прямо сейчас, у вас возникнет непреодолимое чувство дежавю, потому что сейчас идет двойной стрим, и туда, и сюда. Вашу маму и там, и тут передают, что называется. Слушай, что ты делаешь еще, кроме рисования? Потому что у меня создалось ощущение, что ты, ладно, стримишь хорошо, но это тоже рисование, технически. Что ты делаешь еще, кроме рисования? У тебя должна быть, я не верю, что у тебя нет жизни. Блин, ты что забыла? Я же тебе говорила, мое персоналити, это типа, я рисую, собака, что тебе нужно? А игры, игры. Блин, кстати, вот тебе вопрос, ну не только тебе вопрос, вот еще ребятам, которые смотрят, всем вопрос. Вот вы что думаете, вот если работать в игровой индустрии, да, это нормально в игры не играть, или, ну, такое? Вот вопросик такой. Чатик тоже может отвечать, если что, на этот вопросик мы ждем. Слушай, я считаю... Я считаю так, что непосредственно, ну, короче, смотри, если ты работаешь в игровой индустрии, особенно если ты какой-нибудь там 3D-шник или технические специальности, или там, ну пусть даже концептер, я считаю, что это очень желательно в них играть. Это как бы не обязательно, но очень желательно, чтобы понимать вообще, что, как сейчас происходит. Но, если по всяким причинам там нет времени, силы, тыры-пыры, в игры можно не играть, но при этом я считаю, что обязательно все равно следить за индустрией. то есть там, читать какие-нибудь там медиа, да, игровые, или смотреть там, подписаться на какие-нибудь там игровые студии, смотреть там трейлеры хотя бы, или хотя бы иногда смотреть там летсплей, да, или еще что-то. Ну, короче, именно все равно быть погруженным в эту среду, если ты в ней работаешь. Это в том числе, оно все-таки помогает, мне кажется, в работе. то есть прям вот ручками-ручками играть, ну, прям не то, чтобы обязательно, но я считаю, что это желательно, и, ну, я не знаю, для меня это иногда такое переключение мозга просто, ну, такой отдых. Но, поэтому я, я в такие прям серьезные игры, которые требуют мозгового погружения, я играю в них крайне редко, ну, в принципе, игр, в которые я прям хочу играть, выходит довольно мало, вот, в год, поэтому у меня тут как раз все норм. А в целом я такая, типа реально, чтобы сделать перерывчик, там пошла, там в Дон Старф дрова порубила, или там в Хейдес, в Хейдес попегала по этому локации, или еще что-нибудь в таком духе такое, коротенькое, и не очень напряженное, в плане именно мозгами. Вот, но я считаю, что как-то все равно быть погруженным, интегрированным в среду надо быть. Вот. Окей. С этим. А ты, а ты вообще игнорируешь, судя по смеху? Нет, отвечая на вопрос, я очень люблю игры, я просто, это еще, как бы, я очень их люблю, я прям, но я не то, чтобы часто играть. То есть, у меня как бы, иной раз я бываю, схожу с ума, я такая, все, мне надо играть, надо играть только эту игру, надо ее закончить прямо сейчас. Ну, типа, играю по возможности, потому что все-таки работаю за компом, за компом же и сидеть, это как-то, иной раз тяжеловато. Но, типа, я очень люблю игры, я очень люблю, ну, если говорить про жанры какие-то, то я люблю RPG-шки старые, люблю стелс-экшен, и люблю, люблю souls-like игры. Видно? Вот, сейчас, что это такое? Тем, вот, те, кто любит souls-like игры, я, что называется, мое почтение, потому что, я, ну, я понимаю ценности, что называется, игры для жанра и все такое, но, это, конечно, не мое, потому что, я не настолько задрот, я не могу, мне, я такая, типа, эти игры просто слишком сильно унижают меня, я и так могу найти себе в этой жизни немного унижений, в других местах, Да, они что унижают? Ну, я не знаю, они меня унижают, все souls-like игры, ну, ладно, все, в которые я играла, собственно, Dark Souls и Bloodborne, я пыталась, и они меня унижают. Вот. Это прям... Sorry. Да, пожалуйста. Блин, короче, есть, ну, типа, не все, конечно, игры, которые они делали, так можно играть, но многие из них, типа, еще один лайфхак от меня, пожалуйста, обращайтесь, вы можете просто играть, и, типа, вызывать людей к себе, и это делает игру намного легче, тут как бы, там нет, типа, простого уровня сложности, но это именно то, что может сделать игру легкой, прям очень сильно, и, типа, без всякого унижения. Я не люблю зазывать к себе людей, просто, когда играю, я человек-сингл, во всех смыслах этого слова, бадум-сс, бадум-сс, вот, мне, да, и мне что-то как-то такое, ну, в общем, да, это просто, я поняла, что не мое, но я смотрю на людей, которые прям, ну, которым нравится, такая, ребят, мое почтение. Вот, нам отвечают на вопрос, кстати, вот что, мне кажется, можно не играть, но надо быть в курсе, как это все устроено, что важно, там, механика процесса, и знать игры, чтобы понимать про новилки, или отсылки, ну, типа, вот, заказчик ссылается на какую-то игру, и хорошо, когда ты уже в курсе, и вот другой, есть вариант, что нет времени играть, да и желание, честно говоря, тоже, хочется отдохнуть от монитора, я изредка смотрю спидраны, летсплей фоном, так что художник, ничего, никому не должен. А, ну, типа, окей. Ну, да, ну, типа, да, но просто вопрос, ну, хотя, не буду даже задавать вопрос, хотел задать вопрос, зачем, что тогда там делать, но с другой стороны, я понимаю, типа, не так уж много вариантов, где зарабатывать, например, художником. Да, типа, слушай, ну, сейчас, сейчас, мне кажется, все-таки мы вступили в новую эру, потому что даже там пять лет назад, если честно, никто бы не, ну, мне кажется, было сложно представить, что будут существовать всякие успешные там, патреоны, или еще что-то, ну, то есть, что художник может делать просто свое какое-то вот, айпи, ну, или просто вот какие-то свои арты, ему будут на патреоне донатить, и это будет окей. То есть, раньше же таких сервисов их тупо не было, а сейчас они есть, и это, да, это прикольно, вот так что, ну, тут другой вопрос, ты иди еще, по идее, стань, как бы, что называется, успешным, на этих ваших патреонах. Это да, это знаешь, как типа, я вот не знаю насчет патреон, но, например, например, я знаю про OnlyFans, то, что там типа люди, которые туда идут, ну, это уже, конечно, совсем другая тема, но ладно, что-то похоже. Ну, окей, Люди, которые туда идут, такие типа, видят всех этих людей, которые типа могут нормально жить на это, они как бы идут и надеются, но на самом деле там типа, по-моему, только один что ли процент, три, пять, ну, короче, какой-то очень маленький процент людей, которые реально типа зарабатывают большую часть всех денег платформы, а все другие люди даже типа на обычную дневную ставку обычного человека не зарабатывают. Мне на самом деле кажется, что и с художественным патреоном то же самое, ну, то есть мы, конечно, видим очень много таких историй успеха, а-ля, но в целом при этом есть огромное количество историй там середнячковых или истории неуспеха в духе там, не знаю, 20 баксов на патреоне в месяц, это этот потолок. Ну, наверное, я просто как бы, ну, не знаю, вот, не знаю, мне кажется, чтобы иметь какой-то успешный патреон и при этом изначально не быть каким-то суперизвестным чуваком, и при этом не со всеми суперизвестными чуваками такое тоже, конечно, работает, то есть с некоторыми работает, например, читая Илья Кувшинов, типа надо именно делать это своей работой, то есть ты реально пахаешь и безоставляешь какой-то контент, либо это какой-то проект, который или интересный, например, комикс, какой-то анимационная игра, ну, то есть что-то, что интересует людей, там, книжка, что-нибудь, либо это что-то обучающее, но, блин, это надо иметь, как бы, реально призыв такой, это, это не получится так, что вы такие, да, блин, сделай патреон, просто вы на картинке выкладываете, давайте мне свои деньги, это типа не вариант, мне, кстати, вот писали патреон, у них есть такая тема, что они предлагают каким-то креаторам, типа их курировать, и типа они тебе там подскажут, что как лучше сделать, например, и ты такая будешь вести патреон, и они такие, делай так, мы тебе там поможем, бла-бла-бла, но, как бы, я просто лично понимаю, что это работа, это, это надо что-то делать, а иметь просто пустой патреон, где-то туда, early access, постишь, ну, такое, ну, 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 зато, ну, а ты могла бы, опять-таки, вот с твоей продуктивностью, я, знаете ли, могла бы, но я не призываю, я, не-не-не, я из этих, я из этих, я только делайте, что хотите, лишь бы вам было, что, лишь бы вам было хорошо, вот. Ну, да, это вообще работа, мне сложно это представить, наверное, особенно, если там делать это, мне кажется, как вторую работу, сложно. Не-не. И ещё, мне кажется, психологически, наверное, ну, для меня, как я это представляю, психологически, мне было бы тоже, наверное, не очень комфортно, или не то, что не комфортно, короче, мне кажется, что наступают такие когнитивные в какой-то момент, наверное, искажения, наверное, у многих, а может, не у многих там, ну, я точно помню, что такое было у, художника, у него ник Зеронис, который полк вон, вот, на нём это было просто прям для меня иллюстрация вообще очень того, что я сейчас пытаюсь объяснить. Короче, чуваки начинают фигачить на Патреон, и когда вот начинают приходить деньги, они, в общем, прогибаются под аудиторию и начинают делать не то, что они хотят, и не то, что они изначально там даже, например, как-то планировали, а именно то, что хочет делать аудитория, и в результате теряют себя, как бы это сейчас пафосно не прозвучало, и выгорают, и вот это вот всё. Я помню, что у Зеронис у него как раз было такое, что он в какой-то момент он, значит, понял, что за not safe for work имиджи платят там больше, и он как-то больше скатился вот в такую а-ля эротику, тыры-пыры, а потом в какой-то момент сказал, что чё-то я вот понял, что всё это не то, всё это чё-то как-то мне это, уже не туда я свернул, и в общем, забил на всё это дело, и перестал. Ну, блин, это конкретно просто, видимо, не его было, потому что даже много людей, которые просто любят это пилить, например, какой-нибудь неспейн. Не-не-не, то есть те, кто любят это пилить, это я не к тому, что... к тому, что он начал именно подстраиваться под аудиторию, а потом понял, что это, да, не его, вот и всё. Нет, те, кто изначально любят это делать, тоже вообще вопросов, как бы, никаких нет, и делайте на здоровье, к чё уж, что вы шли. А мне кажется, такое, типа, давление в целом, типа, вот ты выкладываешь куда-то, оно в любом случае есть, типа, выкладываешь в институт, такое, блин, блин, надо сделать... Вот у меня там как картиночка была, вроде много лайков получила, надо сделать что-то такое же, или как бы сделать что-то такое же, чтобы получилось много лайков. Ну, мы социальные существа, в этом плане это нас подводит иногда. Ну, а ты и то... Ну, знаете ли, я видела, как сказать, все побежали, это сейчас, ну, я без осуждения, это скорее иронично, все побежали, и ты побежала, потому что леди-то Димитреску-то в белишке-то, помню, было такое. Блин, я таких женщин просто люблю, ты чё? Слушай, ну да, она, конечно, классная, несмотря на скандал с паугиатом, то всё равно я её, когда в трейлере увидела, всё равно я играть, что называется, всё равно не стала бы, но я, когда они первый трейлер с ней выложили, я такая, о, ребята, вот это вы попали в сердечко. Нет, это вообще... Но, правда, после того, как я посмотрела, типа, что в игре, ну, я не то, что поиграла, там чуть-чуть пару раз поиграла, но вообще это мой муж играл, и я, типа, очень расстроилась. Зря они так много посвятили ей в компании маркетингу, я подумала, что сложилось впечатление, что игра прям о ней, и когда получаешь такой совсем маленький кусочек её, и дальше какие-то непонятные чуваки, ты такой, блин, можно ещё? У меня просто ощущение, что вот это вот, они много ей посвятили маркетингу, не потому что они сами хотели, а потому что интернет сам просто взял эту женщину, поднял её на свои флаги бесконечной любви, и там уже просто, мне кажется, команде маркетинга вообще ничего не нужно было делать, и они, мне кажется, такие сидели у мониторов и просто смотрели на эту реакцию, и такие, типа, что-то мы не ожидали. Мне кажется, вполне можно было ожидать, мне так кажется. Ну, типа, блин, ну, как бы, она, типа, объективная, симпотная, она же не какая-то там, типа, совсем нестандартная, она просто большая, как бы, ну, типа, показываешь красивого персонажа, ну, типа, чё ты ожидаешь? Слушай, ну, блин, мне кажется, ну, там, ну, она, красивых персонажей, как бы, везде дофига, если на то пошло, но именно с точки зрения, какую волну любви словила леди Димитреску, это, ну, мне кажется, это всё-таки какое-то скорее, ну, для меня это было вот более, как-то такой необычный момент, потому что, ну, да, всё-таки, мне кажется, да, они не ожидали, ну, может, мы не знаем, мы не знаем, мы можем только предполагать, вот, но она классная, да, 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 так что... Ой, да, может, ещё один нарисовать в Анна-Арте? Да, слушайте, останавливает, потому что ты мой. Будет же такая идея нарисовать её в ванной, типа, знаешь, на Твиче модно, типа... Хаттап эти? Да, да, и нарисовать, также в её кровавой ванне, стримящей. Вот. Мне ещё, мне просто, мне ещё нравится её дочери, но у меня просто дочери, вот то, как они выглядят, у них, конечно, бесконечно мой... Они использовали то, от чего я просто такая, ребят, продана, когда у красивых женщин рот перемазан в кровище. Вот это вот всё. Я такая, так, ребят, вы просто сейчас по всем моим любовным этим, любовям проходитесь, потому что красивые женщины, криповые такие, упыршие, перемазанные в кровище, проданы, проданы. Но играть я всё равно не стала, поэтому... Поэтому я просто смотрела. Вот. Такое. Блин, ну мне как-то вот сюжета как-то, не знаю, скучновато было. Особенно смешно, когда ты, типа, знаешь, она же тебя преследует по дому. Медленно очень. Да, она, типа, вообще не страшная, как будто даже, типа, ну ты знаешь, что ты вообще на изичах просто уйдёшь у неё. И самое смешное, это когда она тебя преследует, там, знаешь, рядом где вот магазин у чувака, ты просто стоишь в двери и она такая ходит и, типа, тебя не видит. Это такое, блин, ну не знаю. Я смотрела только, получается, ну, летсплей, вот этот вот кусок. Ну, то есть, нет, я на самом деле смотрела довольно много летсплеев, но просто я посмотрела вот с ней кусок, потому что она самая интересная. А да, а там дальше начинаются уже как бы вот... И если честно, я понимаю, что нельзя сравнивать то, как ты смотришь или то, как ты играешь. Это вообще разные ощущения. Но мне было смотреть так скучно. Я просто такая, типа, ребята, это очень скучно, очень скучно. плюс-минус, да. И с этим рыбочуваком, который потом там по мосткам бегаешь, тоже почему-то было так скучно. Я такая, блин. Нет, ну, как бы, да, я согласна. Ну, типа, мне в целом резики не нравятся особо. Никакие. И я такая, типа, ну, ну, норм. Когда играешь, конечно, напряг чувствуется. О, да, играть, это вообще абсолютно другое в этом плане. Вот, ну, кстати, вот ты говорила, что, ну, играть, ну, сидишь там за монитором и то, и то. А как насчет консолей, когда ты из-за монитора переваливаешься в удобное креслице или диванчик, закидываешь ножки и такая... Ну, и такое бывает, но я же не одна живу. И что, значит, что креслице занято вечно или что? Да. А в второе креслице? Типа, еще консоль купить? Серьез ли? Ну, типа, еще один телек? Как ты тебе это представляешь? Ну, да, ну, ладно, хорошо, расписание. Не, ну, конечно, можно договориться и то, сего, но, типа, это зависит от того, что ты сейчас в данный момент играешь. Вот, например, я очень, очень хочу, я как бы начала играть, например, Диск Элизиум, я очень хочу его пройти, но я просто понимаю, что я просто не смогу сидеть и читать вот это все. Я тоже недавно начала играть Диск Элизиум, прям вот на дне. И я жду, я жду на свитче версию. Ага. У меня просто нет свитча, поэтому я не жду на свитче, мне не пофиг. Вот, как раз вот тоже задают вопрос такой, если выбирать что-то одно, то Steam, Xbox или PlayStation? Зачем выбирать? Если можно... Подожди, Steam, Xbox или PlayStation? Да. Алло, где Nintendo? Вот. Вопрос, пропускаем. Пропускаем. Вот, вы получили ответ на вопрос Nintendo. Кажется, ты что-то теряешь. Кажется, ты что-то упускаешь в этой жизни. Я не знаю, я просто... Я, как бы на стороне... Я никак не могу принять сторону Nintendo. Мне, ну, как бы, ладно, что игры меня... Даже не то, что меня игры там особо не завлекают. Ладно. Я смотрю на эти цены, и я такая, ребята, 8K гейминг, это уже не смешно. Ну, то есть, цены, конечно, на нинтендовские игрушки на свитче. Я такая, ну, не знаю, ну, я... Ну, что-то как-то... Ну, да. А что, вот ты, и в Зельду никакую не играла? Нет, мне как-то... Нет. Я смотрела, но не играла. В прошлом поколении, ну, если не брать ПК, потому что на ПК-то все равно в основном всякие, ну, самое разнообразие это игр всяких, это все-таки ПК. Хотя сейчас вот Xbox со своими геймпассами уже перетянули на себя слегка, одеяло. Ну, короче, в прошлом поколении я была на стороне PlayStation, потому что их эксклюзивы это просто... А потом они выпустили этот дизайн, и ты такая, да куда мне это ставить? Вы что, издевайтесь, подзориться? Да я бы как бы... Ну, знаешь, я бы поставила, что называется, и спрятала бы за шторку, потому что, да, это новая пятая PlayStation, она не вписывается в мою комнату, как бы вообще, но это не важно. Ты же её не купишь просто так? Во-первых, ты её не купишь, потому что дефицит, ну, то есть, как бы... Вот реально, они что, издеваются, как бы уже прошёл сколько? Год больше? Сколько уже времени прошло? Ну, нет, мне кажется, как раз год, чуть меньше года. Чуть меньше года. Да, и типа, и Рили всё ещё это невозможно найти в продаже, типа, ну, как бы... У перекупщиков сколько угодно. Вот. Может купиться, типа, за 100к, и ты... Ну, там, за чутка. Ну, вот сейчас вот я прям сейчас захожу, у меня просто на сайте NVIDIA, это не реклама, потому что, это такая, так вся реклама, потому что у меня на сайте, типа, я подписана, когда... Ну, то есть, я подписана, что, типа, когда консоль появится в продаже, чтобы я её купила, мне пришло уведомление. Нужно ли говорить, что ни Xbox, ну, ни PlayStation в продаже нет. Написано скоро в продаже, но на это скоро, я смотрю, наверное, вот с момента, как релиз, короче, вышел. И я даже знаю, что вроде те, у кого был предзаказ, у них тоже даже предзаказы прям очень-очень долго вообще идут, выдаются. Так что да, да, и поэтому какая разница, ты всё равно не можешь её купить. Ну, и в этом поколении Xbox своим геймпассом и покупкой всяких студий, типа, там, Bethesda и прочего, он, конечно, переиграл. Переиграл как дешёвку просто, Sony. Победил. Переиграл и убеждал. Просто это как-то, как-то очень грустно по отношению к, тем играм, которые вышли. А, да как-то не вышла почти. Камон. Ну, лучше, я просто такая, короче, как я вообще обнаружила, что они всё ещё не продаются. Я как бы изначально не собиралась экран покупать. Я просто такая, блин, хочу в Demon's Souls поиграть. Ну, хочу в Demon's Souls поиграть. Demon's Souls-то только на пятой? А, только на пятой? Да? Ну, типа, ремейк, ремейк. Да, я поняла, да, я поняла, что ты про ремейк, не про это. Ха, я думала, почему-то они, они просто сейчас говорят про много игр, типа, там Харайзена, что он будет и на четвёртой, ну, в том числе, потому что пятых ты хер достанешь. А так, в основном, я просто смотрю, что все игры либо переносятся, либо, да как-то просто не выходят. И я такая, да как бы не сильно-то мне сейчас новая консоль-то и нужна играть. Ну, типа, да. Может, стимдек закажешь, да? Ну, а может, ой, что-то я сомневаюсь, я, скорее всего, думаю, просто, как-то сказать, мне же всё равно за компом сижу. Поиграла, потом раз... Слушай, можно открыть для себя игры Нинтендо. Я не хочу. Сесть и поиграть, смотри, Зельда, Маджора, Маск. Вот ты любишь вся... Мрачненькая, да, ты же любишь мрачненькая? Я люблю разное. Ну, наверное, мрачненькая, в том числе, конечно, в основном, наверное, да, я не знаю, если так посмотреть, если там смотреть на мои любимые игры, это всякие там Ластафасы, Масс Эффекты, Дизонорды, они, конечно, не сказать, что они радужные и позитивные, если на то пошло. Вот, ну, это такое. Я не люблю, на самом деле, игры с открытым миром большим. Как бы это сейчас странно не прозвучало, для меня это прям... Ну, это нормально. Не? Я люблю хорошие... Я знаю, короче, то, что я знаю, что у Зельда, куча фанатов, все хвалят, у Свитча, вообще у Нинтендо много фанатов. Но я вот как-то не смогла, не смогла туда проникнуться этим всем. Так что, увы, увы. Вот буду сидеть... Вот в Дисквализм начала играть, просто, ну, в компе, за компом. Так вот. Да, ну, читать, конечно, много надо. Я знала, что я иду. Я вообще очень хочу. Я прям не могу, но я просто понимаю, что нет. Я просто пока в нее начала играть, если честно, я понимаю, что я только начала. Но тебе не зашло все еще? Мне пока не зашло. То есть, тут такая штука, что я... А у меня иногда такое бывает с разными продуктами, то есть, независимо от того, что это игра, там, музыка, кино или что, когда ты начинаешь там в это играть, короче, потреблять вот этот вот продукт, и ты смотришь, и я вот как бы головой, разумом, я очень, я понимаю, за что этот продукт любят, почему он хороший. Поняла. Но вот как-то меня он как-то не цепляет. Или, например, бывает обратное, когда ты что-то смотришь, ты понимаешь, что этот продукт как бы объективно не очень хороший, у него есть какие-то минусы, вот это все, но вот что-то он как-то вот с тобой резонирует, что ли, я не знаю. Вот, и пока вот, возможно, я проникну с дискоэлизиумом дальше, меня не парит читать совершенно, то есть я как бы нормально все, с чтением все хорошо, но как-то я вот то ли темп игры какой-то такой, то ли что, я, короче, пока не прониклась, но я только вот в начале, причем, ну, я более-менее в начале, и меня когда спросили, а ты убилась на галстуке, я такая, в смысле убилась? Блин, я убилась, я убилась. Они такие, ну как, ну типа галстук висит, ты его что-нибудь, я такая, нет, ну типа я его даже не, ну висит и висит, они такие, почему у тебя не было желания взять, ну типа взять галстук, я такая, я человек, который разбрасывает носки, последний, ну и вешает одежду на стуле и прочее, меня последнее, что мне показалось странным, это висящий галстук где-нибудь на люстре, вообще пофиг, ну там на вентиляторе, вообще пофигу, короче, да, я тот человек, который не убился в галстуке. А? Ну ты там убиваешься только, если ты типа решил играть как собак, так что, может быть, ты бы ее не убилась. Может быть, я не знаю, я просто такая, ну типа, проигнорировала его и просто пошла дальше, как бы, и все. Вот, так что, посмотрим, посмотрим, я просто понимаю, ну, как бы я знаю, что эта игра вообще у многих людей вызывает любовь, и это действительно там ажиотаж, у нее там на горах пыры-пыры, посмотрим, я еще, ну как бы дам ей безусловно шанс, я буду в нее играть дальше, но пока, не ненавидьте меня, пожалуйста, фанаты диска Элизиума, пожалуйста, не надо, это вкусовщина. Пока вот мне не очень, если честно, зашло, не зацепило прям с первого раза. Вот, посмотрим. Подожди, а ты сколько уже поиграла? Ну, мне что-то пару часов там наиграно, около того. Окей. Больше, чем я? Учитывая, что ночи, они очень медленно ходят, это пару часов, наверное, если бы можно было как-то убыстрить их ходьбу, возможно, это было бы где-то час. Подожди, а у тебя серые или зеленые глаза? Я не помню сейчас, ты мне спрашиваешь. Я выбрала чувака посерединке, ну, короче, когда ты выбираешь. Ты, ты, у тебя... А, у меня, господи, у меня, ты сейчас... Блин, вот ты знаешь, у меня серо-зеленые глаза, у меня светлые серо-зеленые глаза. Окей. У меня они не серые и не очень зеленые, они посерединке. Окей. Они как... Как талая грязная вода. Или не талая грязная? Я просто что-то... Мы говорим про Лизу, и я начинаю вспоминать... Да, сори-сори. Да, чувака из игры, это какие там глаза, что вообще происходит. Вот. А ты про меня спрашиваешь, вот так вот, вот так вот. Сори. Ничего, нормально. Мне нравится, у меня удачный, как бы сказать, сейчас будет минутка самовосхваления, но я считаю, что у меня охуительный цвет глаз. Извините за... Pardon my French, потому что они иногда еще в каком-то таком освещении, они бывают прям такие светлые, прям вообще прям суперсветлые, и мне это очень нравится. Да, да, да. Хотя... Блин, я всегда завидовала светлым глазам, это прям завидки. Я не знаю, а что завидовать? Мне кажется... Редко. Карие глаза. Красиво. Красиво, да. Не, ну красиво это да, но мне кажется... Есть такая тема, то, что когда светло, типа, ослепляет. солнце. Ну, мне кажется... У людей со светлыми глазами бывает такое, что, ну, вот на улице светло и больно смотреть. Ну, мне кажется, да, но мне кажется, это просто у всех нет, ну, типа, солнце, оно светит и тебе ярко, и ты такая типа... Вот. Ну, не знаю. Особенно зимой, если ты еще с зимой, снег и солнышко, и ты такой типа... И оно отражает тебе все в глаз. Вот. Ну, не знаю. Ну, я не знаю. У меня просто, У меня по логике, по всем этим... Ну как, типа карие глаза, они же больше передаются, типа, ну, то есть это более текунирующий ген. Но это странно, потому что у меня у мамы карие глаза, а у бати типа серо-голубые. А у меня получилось, что у меня глаза светлые, но, видать, от мамы у меня просто зеленухи где-то передалось или еще что. Ну вот, короче, по логике вроде у меня должны были быть карие глаза, но нет, нет, мне повезло. А ты по-моему похожа? Я очень похожа на маму. Очень сильно. Ты была, знаешь, путаешь? Путается там что-нибудь? Нет, я... По мне очевидно, кто мои родители. Если смотреть на... Если смотреть на фотки, то такая так, ну, понятно. Эти явно к соседям не гуляли. Эти явно... Явно были здесь. Я похожа на маму и на батю немножко. Вот так что нормально все. Вот. Норм, норм. Ну, вообще, вопрос... Все началось с вопроса про типа что ты вообще делаешь, что ты вообще делаешь. Ну, в общем, это все. И все. Так, подожди, так. Кино. Ладно, сейчас мы пойдем перечислять. Лена, давай не будем. Давай не будем позорить меня. Давай не будем. Что ты не смотришь кино? Ну, смотрю. Ну, типа, ну, и что? А в чем позор? Ну, а что тут сказать? Ну, что сказать? Что сказать это? В смысле? Понимаешь? Это мне... Вот меня так... Меня интересует, как сказать, персоналити за этими картинками. Потому что так вот бывает, общаешься с человеком, думаешь, что он нормальный, а он потом раз и говорит, а мы любим фильм «Пятьдесят оттенков серого». И ты такая, так, все понятно. Я, наверное, устала уже рассказывать эту историю, но я ее расскажу. Давай. Когда я такая, типа, общаюсь с девчонкой, такая общаюсь, такие, типа, такие, ё, такие, думаю, ну, вот, подружусь с девчонкой. Сходили с ней, потусили, и она такая, такая милашка вообще. Такой болтажный, она такая, ой, знаешь, а вот мой самый-самый любимый фильм, вот такой классный фильм, очень люблю его, класс, очень рекомендую. Называется «Севский фильм». Посмотри его обязательно, мой самый любимый фильм, люблю его пересматривать, очень классный фильм. И я такая, конечно, я посмотрю этот фильм. Прихожу я такая домой, смотрю этот фильм. Ты смотрела когда-нибудь «Севский фильм»? Это чёрно-белый какой-то такая треша, или нет? Наверное. Блин, ну, насчёт цветов это я не запомнила, конечно. Вот, у меня такое ощущение, что я знаю название, но я не смотрела. По-моему, как раз и знаю из названия, что это какое-то, что-то такое кринжовое трешачино, возможно, я ошибаюсь. Ну, это, короче, такой типа арт-хаус. Короче, про чувака. Блин. Ретайр. Блин. На пенсии. Порный актёр на пенсии он как бы уже не работает. Ну, типа, раньше работал порный актёр. К нему приходит такая чувиха и говорит, блин, тут такой какой-то проект. Слушай, я не очень хорошо помню этот фильм, так что... Ничего. Не ручаюсь на стопроцентную достоверность. Вот. И, короче, говорит, давай вот заплатить тебе нормально. Вообще, такой супер проект. Давай, иди. Он такой, приходит какой-то особняк, типа на этот проект, и там дальше начинается просто какой-то сюрил, просто ужаснейшее вообще какое-то ультра-насилие. Сейчас, ребят, типа, если вы чувствительны к этому, закройте свои ушки. Да. Раз, два, три, четыре, пять. Всё говорю. В конце фильма он, типа, заканчивается тем, что он, типа, насилует свою жену и ребёнка. Ну, и во время фильма тоже происходит куча всякого ужасного. Угу. Конец. Окей. Ну, вкусы весьма специфичны, я могу сказать. Это как бы... Оу. Я просто из тех людей, мне искренне нравится, я понимаю, ну, я искренне нахожу очень много позитивных в плане прикольных моментов в человеческой многоножке, особенно в первой. Блин, ну, это, ну, забавный же фильм. Да, да, а третий ещё более забавный, потому что в третьем они начинают в самоиронию. Я... Подожди, в третьем же, там же... Гусеница была человеческая в третьем. Я не уверена, какие именно я смотрела. Ну, первые, это просто самая такая... Она, типа, камерная такая, вторая, там такой... Такие, типа, на серьёзных щах, да? Да, да, первая такая на серьёзных щах, камерная, вторая, она тоже на серьёзных щах и там такой ужасно кринжовый актёр, главный, он такой толстый, у него глаза такие на выкоте, но он прям, он очень характерный, вот прям, как бы, как персонаж выглядит очень характерно и очень кринжово, не суть. А в третьей действие происходит в тюрьме, соответственно, у них такая эскалация, как бы, этой человеческой многоножки, и в третьей дело происходит в тюрьме, и там уже они просто... Ну, вот, слушай, ты понимаешь, что там сама ирония, они уже стебутся, то есть это уже просто стёк, и там появляется человеческая гусеница, и я такая, ребят, продано, просто продано, спасибо. Очень смешно. Вот, но это такое, да. Но я, конечно, никому не советую, не рекомендую, я просто такая, да, мои вкусы бывают весьма специфичны, я могу спокойно смотреть, спокойно хвалить человеческую многоножку. Вот. Не, ну, типа, блин, иной раз, иной раз, иной раз посмотреть, что это такое, очень даже нормально. Какой-нибудь, блин, смотрела ли такой фильм «Бивень» называть? Да, Боже, очень нравится, очень нравится. О, классный. Я в целом, я в целом всегда любила какие-то, знаешь, нездоровые фильмы, какие-то, я не знаю, какие-то рисковые темы, или какие-то, ну, я не знаю, мерзкие, что-то такое, мне вот всегда нравилось. Вот, когда я, когда я была малая, знаешь, по, блин, СТС или какой-то канал, короче, по СТСу, по-первыхому, по-моему, были показы, типа, таких фильмов, типа, модное кино, по-моему, называлось, по СТС. И там, короче, ночью показывали фильмы, типа, которые там пальмовые ветви выиграли, что-то такое, но они такие, типа, не детские. И вот там, знаешь, какой-то Педро Альмадовар показывали. И вот там, когда я видела фильм Алтбой, и я такая... И я такая... И типа, ну, типа, и классно в этом, как бы, не какой-то шок-контент, а типа... Он тяжёлый фильм. Да, он тяжёлый. Вот я люблю, вот, ну, сейчас я не уверена в своё люблю, но я любила что-нибудь вот такое, знаешь, неоднозначное. Вот, не, мне нравится. Я говорю, мам, посмотри вот эти фильмы. Мама такая, мама, хорошо. Я просто очень много смотрю кино. Вот, я не знаю, вот ты, вот ты когда рисуешь, именно работаешь, ты, типа, работаешь в тишине или там под музыку или вот подо что? Слушай, ну, и кино я точно не смотрю. Мне кажется, вот именно кино смотреть, это как-то слишком, потому что вот, знаешь, ну, сериал, это всё-таки часто качество продукта, это всё-таки не так, что у тебя каждая, каждый кадр это такое, что-то прям супер вдумчивое. Я вот кино стараюсь не смотреть, вот, ну, типа, я, я вот раньше, вот, очень часто я смотрела какие-то сериалы, сейчас я это из раза в раз делаю, потому что у меня, короче, дикие проблемы с концентрацией. То есть раньше мне сериалы и вот всякое такое, там, аудиокнижка очень помогала, то есть я такая просто вхожу в поток, вот, и ты такой, типа, вхожу в поток и сидишь, работаешь, и вообще, ты одновременно смотришь что-то прикольное, ну, не обязательно даже что-то прикольное, просто что-то смотришь и одновременно работаешь, и ты такой, блин, да я просто двух зайцев, хьяк, всё просто, ну, победитель по жизни, а потом мне, короче, это перестало работать и, 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 типа, это просто перестало работать и иной раз мне даже, я такая начинаю что-то смотреть, я такая, да вроде норм, вроде как бы нравится, но меня это ещё больше отвлекает, короче, со временем это просто, не знаю, стало тяжело это делать, вот, и с музыкой, с музыкой такая же тема, она меня отвлекает от работы. То есть ты в тишине работаешь? Ну, не всегда, по-разному. Сейчас я, кстати, пыталась смотреть сериал, блин, как же он называется? Хейст? Или как-то, там где чуваки такие в красных компезах, и они, типа, совершают ограбление. По-моему, Мани, нет, не Мани Хейст, или... По-моему, Мани Хейст, как-то так. Просто Мани Хейст, по-моему, вот, потому что Хейст, я не знаю, хотя, подожди, ну да, мне кажется, это Мани Хейст, мне кажется. Не, да, Мани Хейст, ну, по крайней мере, да, Netflix говорит, что это Мани Хейст. Я, я видела, как его, ну, на Netflix а-ля постер, но я не смотрела, поэтому не знаю. Вот. Я просто как раз болтал, ну, блин, я просто включаю как раз какую-нибудь болталку. Типа подкастик? Ну, да, ну, просто с каким-то типа а-ля подкастик, их тоже там надо слушать. Ну, короче, ничего такого информационного я вот как раз не включаю, именно что, потому что я не могу, я не воспринимаю информацию в этот момент особо, и поэтому для меня какие-нибудь сериалы, ну, желательно такие, не очень хорошие, а просто средние. Ну, Мани Хейст тебе пойдет. Вот. Просто чтобы такое, что там на заднем плане бла-бла-бла-бла. Да, да, да. Вот. Какое-то время я, ну, то есть иногда, я в основном слушаю, еще бывают всякие новостные выпуски, вот это вот все, но... Чтобы пострадать? Да, но в какой-то момент я поняла, особенно вот в этом году, там вот в конце зимы, весной, вот в принципе и сейчас, я понимаю, что у меня, я вот когда включаю, там я смотрю новости, например, там днем, или там вечером, или в конце недели итоги, и у меня такой просто тлен, короче, начинается, потому что, потому что я такая, вот че происходит, как все плохо, ну, то есть, аааа, и я иногда прям, несмотря на то, что, знаешь, это такой, такая штука, ты как бы, тебе от этого плохо, но ты все равно продолжаешь смотреть все эти новости, чертовы, но иногда я прям осознанно пытаюсь себя заставить сделать перерыв, такой, типа, не читать новости хотя бы неделю, там, хотя бы пару-тройку дней, потому что, ну, иногда это очень тяжело бывает, это потому что сидишь такая, типа, помогите, че происходит, все так, да, мне кажется, это реально влияет, и вот, ты не первый человек, который это говорит, и я такая, блин, я даже не буду спасимым, наверное, да, ну, если ты в Швеции на Чиле, мне кажется, так и надо продолжать, все правильно делаешь, что называется, вот, не, ну, слушай, я когда, помню, в Беларуси была, я такая, что ты там посматривала, что в России происходит, или ты такая, нет, ну, потом в Беларуси-то и другое свое началось, ну, да, я сидя в России, посматриваю, что там в Беларуси, и такая, типа, ага, да, 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 вот, так что я, да, иногда, и вот, ну, просто когда вот в периоды спокойные, вот как раз новостные выпуски, какие-нибудь там, не знаю, дождя или еще чего, это нормально заходит, то есть, они просто что-то там, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, вот на заднем плане бузят. Но именно когда новости становятся прям горячие и там жесткие, я такая, ой-ой-ой. Всё, спасибо, спасибо, надо делать перерыв. Нас спрашивают... А, да, окей. Нас спрашивают, играли ли в Loop Hero? Loop Hero. Что-то знакомое. Это какая-то тоже довольно, я так понимаю, ставшая довольно популярная пиксельная игра. У меня в голове стоит картинка с пикселями. Пиксель-арт. Но я в неё не играла. Ой, подождите-ка, а это не та с офигенным артом, там ещё типа, которые... О, там же русский или не русский, может, это просто русскоговорящий художник рисовал, я подписана на Поблос. Пикселяртный такой этот парень. Да, там всё очень красивенько. Да, ну мне кажется... Нет, я не играю, потому что я такая подумала, блин, такая, блин, прикольно вроде выглядит, а потом почитала и поняла, что на такое мне сейчас что-то не очень хочется играть. Ну, да. Я тоже подписана на Поблос. Я, по-моему, этого чувака, я тоже сейчас не помню, как у него ник, но я его, по-моему, увидела то ли в мифбуках, то ли где, ну, короче, вот... Да-да, было что-то такое. Да, ну или где, в общем, в этих вот самоздатовских наших россиянских артбуках я увидела, я, соответственно, подписалась на него, потому что, конечно, его пиксель-арт это просто... И прям отвал всего. Да-да-да. Ну, твои картинки для этих артбуков тоже отвал всего, но для меня они, в первую очередь, отвал всего с точки зрения идейности. Дожди, я же там вообще... Блин, мне сейчас нужно вспомнить, что я вообще делала. Дожди, а из штата... Дожди, штат же там... Ты не путаешь ничего? Нет. Блин, блин. Нет, ну, будет... Чего, подожди? Будет неловко, если я попутала, но, по-моему, там рисовала, нет? Я рисовала, но вот я помню, что вот вывел буки, у меня какие-то прям вообще такие так себе картинки там. Нет, не вывел буки. Буки я один раз, по-моему, рисовала. Вот. Такую самоубийственную картинку. Да-да-да. Вот, всё, ничего я не путаю, запугала меня. А, ну, ладно. Нет, ничего я не путаю. А ты, кстати, я помню что-то, что ты что-то вроде обозревала? Ага. Ты продолжила или нет? Ну... А, это я чувствую боль, я слышу боль какую-то, ладно, опустим. Да, просто, как говорится, годы идут, а мне всё ещё приходят всякие комменты. Ну, короче, я же после этих обзоров говна отхватила просто страшно в свои... Ну, типа, что это? Хабалка пришла обсирать вообще, люди картинки рисуют, а она их там обсирает, вот это вот всё. И буквально такие комменты недавно... Ну, то есть, четыре года прошло практически, а вот коммент такой вот недавно получила очередной. Типа, да чё, вот это всё? Я сижу такая, ой, да идите вы нахер, я же, ну, как бы, в мифбуке я там, наоборот, хвалила. Я ругала артбуки за, в основном, ну, там, тот же бестиарий, я ругала вообще не за картинки, а за качество непосредственно книжки. То есть, там, печать, то, что он разваливался, и за тексты. У меня половина обзора, это дебильные тексты я зачитывала, потому что это просто... И у меня там фраза из разряда, это был бы хороший артбук, но художникам всё испортили организаторы этими текстами. Вот, да. Блин, ну, типа, ну, это же продукты, это же люди, ну, типа, люди же это покупали, как бы... И именно это моя мысль была. Вот, да, это просто боль к тому, что я, как бы, и сделала, ну, потому что мне хотелось высказаться, но потом я получила в свою сторону очень много вот таких вот а-ля оскорблений в духе, что, короче, если я обсираю картинки, ну, то есть, да, если я критикую там или говорю, что они плохие, то я вот такая вот вообще хабалка, и то, что я матерюсь, и ла-ла-ла, и я такая... Ну, я же вначале предупреждаю, что тут будет вот всякое, и поэтому, если вы, типа, чувствительны, вы просто выключайте и смотрите вам, что надо вообще. Вот, да, ну, я... Но это как ты новости смотришь. Типа, типа, вот, да, я делала у тебя обзоры, но с тех пор... Это тогда же был такой всплеск на эти книжки, вот, и прям было два года, там, два, когда вот прям выходило много самоздата, а сейчас просто этого нет, ну, очень мало чего. Зинов стало много, но за ними я не особо слежу, какие-то маленькие всякие фанатские. А именно вот таких вот артбуков не стало, и поэтому нет, я сейчас не делаю эти обзоры, просто потому что я не знаю, может, я просто пропускаю, но я не знаю, типа, по-моему, просто тупо нечего обозревать. Вот. А тогда, нет, ну, что ты мне... Потому что я помню прям, где эта картинка была... Да, да, нет, эта картинка нормальная, просто те, что в... Напугала меня. В иглбуке у меня там так себе, а в ведьмочке на артбук так вообще... Мне кажется, так моя картинка не понравилась организаторам, что меня даже больше и не звали. Я просто нарисовала картинку, и у меня такие... Нарисуй ведьмину шляпу. Я такая, я не хочу рисовать ведьмину шляпу. Я такие, нарисуй, не похоже на ведьму. Я такая, у меня она ведьма в голове моей. Они такие, не похожи. Я такая, не буду. Я такие, ну, ладно. И больше не звали. Блин. Мне вообще... Я по отзывам... Ну, в принципе, я это и по своей немножко работе с организаторами, именно рисуя картинки, скажем так, зацепила. Это то, что вот у них иногда фидбэк, с которым ты... Ну, как художник, ты с ним не согласен. И иногда кажется, что они слишком сильно влезают в твою картинку. Ну, типа, блин, это же твоя картинка. Ну, это моя картинка. Что вам вот это все? Блин, ну, там просто, типа, уровень художников же разный достаточно, насколько я помню. Ну, типа, как бы... Да, но с другой стороны, возможно, сейчас тоже... Ох, деформация. Ну, как бы так... Тут такое, смотри. Как это называется? Я сейчас достаю свою... Медленно достаю свою корону и надеваю ее на себя. Но что-то мне кажется, что вот на каком-то вот моем уровне сейчас я уж как-то способна... Тем более, если я ввязалась... А я ответственная женщина. Если я ввязалась в артбук, я постараюсь сделать хорошо. Ну, так бы хорошо, как я считаю. Но мне кажется, на моем уровне я уже как бы способна сделать картинку без, скажем так, чужих фидбэков, если на то пошло. Картинку, за которую будет, ну, не знаю, не очень стыдно, по крайней мере. Вот. Так что такое? Мне было как-то... Не, ну, мне-то тоже так кажется. Но мне просто пофиг, кто что говорит. Я такая, блин, норма... Вот ведьмочкин артбук мне очень нравится, что я сделала. Я такая, блин, ребят, мне нравится. Ведьмочкин, кстати, классный был. Вот. Ну, вот он у меня есть. Я на него не делала обзор, но он у меня есть. И вот он... Прикольно вообще. Ну да, там много прикольных. Да, он еще мне нравится тем, что он тематически, ну, вот он как первый из этой серии, там, Ведьмы, Русалки и что-то там, Крисмас, по-моему, еще что-то было. А мне еще нравится формат, то, что он квадратненький. Он квадратненький, и мне супернравится то, что вот в отличие от всех остальных артбуков, где у тебя, получается, страницы на иллюстрацию, а-ля страницы на скетчи или еще что-то, то есть то, что вторая... Ну, он такой более дизайнерский интересный, потому что вот эти все пропсы, как это все размещать, вот как-то мне... Ну, мне это показалось, скорее, классным, классным, да. Просто вот на иллюстрации, там, где скетчи, блин, многие люди мне, я уверена, просто отдельно нарисовали скетчи, потому что, ну, типа, блин, ребят, ну, как бы несмотребельно скетчи, ну, Рилли, ну, камон. Причем тебе еще нельзя туда скетчи именно с точки зрения этапы, тебе нужно отдельно рисовать скетчи, и для меня это всегда было странно, потому что я такая, блин, у меня, типа... А мне кажется, этапа как раз-таки интересная, наоборот. Вот, у меня там, типа, несколько скетчей композиции, по-моему, это намного прикольнее, чем то, что я там, не знаю, вымучаю сейчас, высослю из пальца, из локтя и прочего, ну, в общем, ну, как бы ладно. Ну, че уж, че уж, вот. Но такое. Мне кажется, сейчас я бы, наверное, не вписалась ни в какой такой вот проект, просто потому что, опять-таки, мне лень, и я такая, спасибо, я поработаю, а после работы я просто буду молча смотреть в стену, вероятно. Или в ТикТок, и все. Ну, да, ну, такие темы, ты знаешь, как конкурсы, они просто тебя заставят что-то делать, типа, не лениться. Ты такой подписался и такой, блин, зачем же я это сделал, но делай что-то, и потом такой, ладно, гей. Ну, в тот момент это для меня еще сделать иллюстрации вот в какой-то такой проект, это был для меня еще хоть какой-то шанс, знаешь, реанимировать свой ArtStation, например, потому что, ну, ты же работаешь, у тебя же НДА постоянное. Просто НДА, все под НДА, и у тебя просто нечего выкладывать, и своих у тебя работ как бы, ну, персональных ты тоже как-то не делаешь, а тут так хоба, и получается... Еще и книжечка? Еще и книжечка, еще и работа в портфельчик. Диво-дивное, что называется, чудо-чудное, прям. Ну, да. Но я бы тоже уже не вписалась. Типа, я всегда, у меня, знаешь, вот есть вот эта тема, то, что ты такой, типа, ты вроде как бы... Как сказать, как это называется? Как это называется? Паралич перфекциониста. Ага. Я вот на все эти проекты, у меня, я столько разных идей начинала, я такая, бля, это не круто, это недостаточно круто, и в итоге я делаю самое скучное. Просто потому, что я уже под конец настолько устала, что я такая, да пофиг. Типа, Риле, да пофиг. Да. Это, это вот весь, весь мой путь как художника. Типа, вот ты говоришь, что, типа, вот, продуктивно всякие стадики, вот это все. А я стадики делаю, потому что я просто боюсь начинать что-то. Я тупо боюсь что-то делать. Я такая, блин, вот сейчас я что-то начну, я же не смогу. Вот у меня, у меня, у меня, короче, вот особенно такая тема, когда мне нравится какое-то, типа, произведение, типа, сериальчик, и я такая, блин, может, фонартик сделали? Он такая, блин, да я же не смогу. Вот, ровно та причина, ну, ладно, это одна из причин, почему я тоже как-то, у меня очень редко, я, в принципе, очень редко рисую фонарты, потому что я редко, во-первых, хочу их рисовать, но когда я хочу, я начинаю, и вот у меня именно то самое, что я начинаю и понимаю, что я не могу выразить в картинке, грубо говоря, вот ту любовь, там, да, к персонажу, или там восхищение, или еще что. Потому что получается, ну, типа, все не так, все не то, это недостаточно, вот это я могу понять вообще прям. Мне вот особенно такая боль происходит, когда это какой-то, знаешь, не, как это сказать, не 2D-шка, типа, какой-то анимационный проект или игра, а когда это, типа, реально какие-то актеры, и ты такой, типа, и что, и как мне сейчас это рисовать? Типа, мне что, надо их по кожам и делать? Что мне сейчас делать вообще, алло? Я вот так завидую людям, которые, типа, передают персонажа, но при этом, как бы, они, ну, не то, чтобы это один в один, но ты все равно, как бы, узнаешь персонажа, вот это мне очень нравится. Это да, это да. Можно так же, только без страданий. Можно, 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 я знаю, что можно, и тебе можно, у меня не получается, но тебе можно. А, мне можно, окей. Я разрешаю, я вообще, изи, разрешаю, вот. Вот у меня вообще, типа, в целом проблема к передаче людей, я как бы, когда делаю стадик, я всегда такая, типа, я просто за основу беру, мне пофиг, похоже или нет, я просто свет беру. При этом ты всех рисуешь похоже. Да не знаю, о чем ты? Да я, так, это не вопрос, это, как сказать, я тебя не спрашиваю, чтобы ты мне отвечала, не знаю, я тебе говорю, это, это утверждение. Потому что, когда ты, когда ты нарисовала Виктора, который, Моро, Моро. Блин, он меня так кринжит вообще. Ну, он, он, я с ним на тренка не лично общалась, он, конечно, такая булочка, но он такая специфичная булочка. Вот, и он, он... Интересно. Ну, как тебе сказать, ты с ним тусишь? Блин, я даже не знаю, как описать это ощущение. Ну да, он такой, он специфичный парень, он даже что-нибудь такое скажет, и я не совсем понимала, как там на это реагировать. Ну, с хорошим. Вот, но в целом он все равно с ним, ну, как-то с ним, не знаю, не напряжено было тусить, но вот именно тусить, я не знаю, как с ним работать или еще что. Вот, но он еще красивый чувак, писос просто, ну, на мой взгляд, на мой вкус, он очень красивый чувак. И вот он как раз тогда, вот, был у него этот аутфит, и ты вот его нарисовала, и я такая, ааааа, какая красота! И очень похожа, ну, прям очень похожа. Да, там стилизовано, но очень похожа, и я такая, блин, как круто! Вот, так что я не знаю, что ты там, это все. Ладно, ладно, поверим, поверим. Ну, типа, я сделаю вид, что я поверила, но сама про себя буду думать противоположно. Я не заставляю тебя, вот, как бы, ты можешь со мной не соглашаться, это нормально. Я просто свое мнение от этого не поменяю. Это, это норма, вот. Мне тоже иногда говорят какие-то вещи, в которые я не очень верю, потому что я тоже этого не вижу. Ну, то есть, я смотрю, я этого не вижу, например, в своих, там, картинках или еще где. И я такая, ну, как бы, окей, ладно, считайте так, но, но мое мнение от этого все равно не изменится. И это нормально, и это нормально, вот. Ну, дык, ну, дык. В интернете мы давно учу. Ой, это да, это да, в интернете, ну, как-то мы видели некоторое, некоторое дерьмо в этих ваших интернетах, поэтому, ух. Ой, да. Ну, я смотрю, у тебя тоже, в основном, всякие НДА, потому что, ну, ты как-то выкладываешь все больше именно персональных штук. Да, может, что-то там и не по НДА есть, я не знаю. Потому что у меня что-то, как-то, ну, возможно, я ошибаюсь, но у меня вот ощущение, что ты как-то вот в основном выкладываешь персональные штуки, а рабочие нет. И мне просто вот любопытно, любопытно, в чем, в основном, как бы, вот, я как фрилансер, я концепт-артист, я как-то вот в основном все-таки концепты делаю, ну, и что-то в последнее время, вот, вот весь этот год, кроме персонажей, я не делала вообще ничего. То есть у меня только вообще строго персонажи и разные, там, скинчики и прочее. А у тебя, как фрилансер, у тебя более разнообразные штуки, или ты тоже вот как-то по чему-то отдельному так специализируешься? Я, как фрилансер, делаю все подряд, что попросят. Ну, если меня, если меня, если меня прикалывает. Да, ну, как бы, это в основном какой-то, какой-то простенький концепт-арт, знаешь, такой, типа, ну, простенький, ну, прям простенький. Потому что в концепт-арт я так себе, типа, ну, не то, что так себе, то есть что-то в своих сфере интересов я могу запилить, и как бы будет и нормально. Но, когда это касается, типа, такой работы, когда ты такой, я не знаю, сделайте нам, пожалуйста, персонажа сай-фай с пистолетом. Сай-фай. И я такая, пока, я пистолет не умею делать. До свидания. Вот. И, типа... Подожди, ты не из этих такая, так, сейчас я буду преодолевать, и буду преодолевать. Нет? Нет? Ты такая, до свидания? Ну, типа, честно говоря, меня и не просили. Ага, окей. Ну, типа, когда меня, типа, когда мне говорят, типа... Как это сказать? Блин. В целом, ну, типа, тебе же, когда предлагают работу, тебе говорят, ну, проект какой-то примерно такой, плюс-минус. И ты такая, окей. Тебе не то, что нам сильно расписывают особо. Ну, зависит от работы, конечно. Но, в целом, да. Как бы, я бы отказалась, если бы мне сказали, я и давай делай. Но, блин. В основном, это простенькие концепты, короче, иллюстражки какие-то. Типа, то, что не под НДА, мне кажется... Ну, я уже так запастила. Вот то, что я для Близзардов делала. Для... А, я, блин, честно, я даже не отслеживаю, что у меня там под НДА, под ННДА, потому что... Мне, как бы, ничего шарить и не хочется, честно. Не то, чтобы я какое-то дерьмо делала, просто это скорее... Ну, типа, а зачем? Как бы... Я не знаю, мне... Мне шарить... Мне так есть в картинке. Мне просто шарить что-то под... Ну, именно рабочее очень приятно, потому что, как бы, что называется, шарить, ну, типа, свое, если я это делаю, это я и так могу. А мне реально прикольно как-то загружать то, что ты делал для кого-то. То есть, у меня в этом году, ну, я, типа, выкладывала пару рабочих проектов, и я понимаю, что вот, наверное, в какой-то другой ситуации я бы их никогда не выложила. Ну, когда вот я несколько лет работала в офисе, и там вообще ничего нельзя было выкладывать, и у тебя просто, ну, типа, НДА со всех сторон, а тут тебе, наконец-то, можно... То есть, я, с одной стороны, я смотрю на картинки и понимаю, ну, что они такие, ну, как бы... Но ты можешь вылазить и сказать, что вот, это работа, я изделия, это работа. Я не знаю, мне как-то это приятно. Я не знаю, почему. Возможно, у меня то, что флешбеки от того, что долго ничего было нельзя, а теперь, наконец-то, можно. Да, наверное. нет это по-любому приятно но типа просто у меня так очень у меня очень много работы которые дело это какие-то пичевые проекты которые ну по-любому типа если они их не выпустит ну и в любом случае пич это скорее всего ничего из этого не останется даже если что-то возьмется это все будет не так как бы типа даже не нужно рассчитывать на это и как бы время проходит и обычно это уже никому ничего не нужно знаешь ты такой посмотрела такую блин я как-то мне уже не нравится знаешь в духе на просто у меня как бы не было особо таких крутых каких-то проектов которые вы такая блин хочу поделиться типа ну да у меня больше что такое иллюстративное знаешь ничего интересного короче простите работа была а твоя работа выдуманная такая диполя что женщина что ты не ну я имею ввиду типа у меня у меня у меня работа это я скорее типа про игры у меня работа такая-то типа не редко задействовало какое-то именно производство игр это что-то больше это что-то больше маркетинговое либо это что-то больше сторону видосов ну это же в таком духе блин ну это же не делает твою работу мини реальный то есть на и я про то что свет не это не сошелся что это вообще работа реально у меня сейчас тоже ну то есть грубо говоря там я какое-то время работала ну то есть мой последний проектом спире был и там тоже очень много всего что я сделала оно такое супер сырое это прям такой сырой продакшн даже такой типа ля немножко пред продакшн да и я понимаю что я это не вы ну наверное я это не выложу потому что даже если тайтл типа супер супер громкий супер крутой ну просто сами как бы концепты они вот это именно это вот тот это именно вот этот сырой голый в то что ты делаешь на работе такая типа рутинная какая-то штука это не те красивые картинки которые как бы все наверное хотят видеть или там в общем не знаю это же мне кажется от них уже наверное ничего не осталось потому что за полтора года что и не работаем там разработка то идет и наверное тоже все переделали но ну это просто какие-то ну особенности работа но это же не значит что эта работа хуже или там не такая я бы наоборот такое выложила мне кажется такого как раз таки как раз и прикольно я не знаю ну просто я смотрю ты смотришь на них такой типа ну четыре паттерна пола варианта панели на стене ты выкладываешь такой ну типа ну лично мне как кажется прикольно когда ты выкладываешь сразу несколько картинок и даже если они прямо с разных проектов просто какая-то мелочь но ты типа но это это вместе выкладываешь и она как-то работает да такое надо только вместе выкладываете в общем пока что называется рано потому что может нам и ничего и не ничего не разрешат выложить никто не знает мы пока не знаю вот но в целом я думаю что это с точки зрения единственное что меня грубо говоря сподвигло бы это выложить это в разряд из разряд даже не выложить знаешь а в духе читаем лекцию про бытие концепт художника в индустрии и показываем им что на самом деле такое бывают концепты на этих ваших трипл эй то есть не вот эти ваши картинки которые вы думаете которые красивые а вот это вот вот у нас 3d-шная стена и ты рисуешь на не 45 панелей вариантов вот это вот реалии ну кто-то там все-таки красивые да и рисуют да нет и ты и ты конечно надо рисуешь красивые но не ну не так но не так ну такое очень часто красивые просто и не надо это же не маркетинг ну да зависит проекта если это что-то стилизованное то блин иногда надо типа нарису чтобы там понятно как затекстурить было там же часто такое живописное текстурирование всякое происходит не знаю я не особо много знаю кухни производства всего этого я честно такая думала блин может получиться каким-нибудь женам пойти здесь куда-нибудь тут же есть несколько компаж которые делают такое ну есть там она трипл эй но другие там тоже нормально да с ним ничего не получилось нет тут есть этот массив а вот мыси в массив я такая у меня просто там я не знаю работает ли сейчас мы по крайней мере раньше знакомых ну бывшая коллега там работала да вот но что-то не получилось что-то эх эх я в принципе мне кажется блин сейчас на рынке игр столько именно появилось разные стилизации стилизованных игр тот же этот валорант например с их концептами которые такие очень прям стилизованный и вот это все что ли не с этим вал валорантом просто каждый стрим ой а ты у тебя прям как валорантия такая да спасибо я этого не говорила я просто я это привела как пример стилизации так я этого не говорю вот ну я считаю как я мог сказать что да мне кажется если тебя взяли на валорант и такая типа ща бать покажет вам как тут делать ща настилизуем экшена вот такое о не меня на самом деле ужасно бесит когда приходит кто ну и начинают сравнивать я не знаю тебя не бесит и такая единственная то не такая единственная такая кого-то не бесит кого-то не бесит я знаю что кому-то пофиг меня песен ну мне плюс-минус пофиг но именно с волорантом просто потому что это постоянно звучит и типа блин ребят я так рисовала до вашего валоранты это не то чтобы сильно уникально к тому же пожалуйста остановитесь типа вот именно про валорант почему-то наверное потому что правда правда сильнее задевает я не знаю наоборот мне кажется правда то нельзя мне как-то правда наоборот меньше задевает чем когда в какой нибудь штукой которые я не считаю неприятная правда знаешь вот так скажем не знаю не знаю но круче на про валорант меня немного бит хорошо ладно поэтому пожалуйста все кто нас слушает мы запомнили что проявить уважение к художнику не начнет проявляем уважение художник проявляю художники тоже люди они требуют в смысле им тоже необходимо уважение поэтому пожалуйста если вы захотите написать что-то и сравнить с волорантом задумайтесь и остановитесь не делайте так вот не я думаю люди могут чего угодно списать просто просто будь блин опять я английском хочу сказать договорить мы переживем очень держите в уме что немножко на наела в целом пишите имейте право я не против нет безусловно право имеют но теперь когда вы знаете что эта штука бесит можно как-то себя и останавливать иногда вот это знаешь это стоит на той же серии там ну наверное совсем вот тогда есть люди которые вот ты если не знаешь можешь искать ну или тогда вот с той же самой формой имени ты можешь как бы что-нибудь сказать и и пока ты не знаешь что человеку это неприятно ну как бы о спокойно это все пишешь а потом ты узнаешь что человеку неприятно и мне кажется это вполне легко себя как бы останавливать и но больше так не делать если это прям совсем что-то уж нам не знаю какой-нибудь там критичную но мне на ум не приходит блин у некоторым людям пофиг они такие типа знаешь а мне пофиг и чё это плохо имя иди выйди нафиг это плохо мы таких людей как это не будем поддерживать и уважать и любить мы не будем да вот согласно то что же серии даже с теми же феминитивами например я понимаю что я знаю что если человек например ну предпочитает если он мне говорит что он предпочитает там их использовать я их использую ну вот эти которые скажем так современные там новодельные то в разговоре с этим человеком я буду но использую что мне как бы не сложно окей но при этом например если ко мне там придут и будут называть меня как авторка я попрошу так не делать если человек продолжит это делать я такая ну блин ну что ты за человек такой фу ну мне кажется толки использовать ну типа даже сегодня принятия не нравится но если это при этом не о тебе говорят потому что блин не знаешь как эти пронаунсы таки то как ты себя хочешь к тебе обращались это габлин нет пожалуйста с этим пронансом то же самое если человек ну типа главное про это знать потому что да если проект не знаю что как как то что происходит а так мне просто не сложно это же просто речь это же просто слова поэтому такое не требует вообще ничего усилий у меня такой дождь пошел мы сидели и было все нормально а теперь он просто еще и смотрю и он еще такой то в одну сторону то в другую судя по всему там какой-то не выходить я не собиралась я не собиралась в принципе еду еда у меня есть я продержусь до завтра блин у нас тоже стиму и такие вчера пошли рыбачить деньги я такая ну как я не рыбачу ты не подумай а я бы тебя не осудилась и что я не про то что не про суждение про то что лишнего не подумайте это не про меня как бы не стесняйтесь если вы рыбачьте но я такой не люблю я там просто на стучке сижу там выгорит играю рисую чё и там даже как короче не пробачили ничего ну ладно то есть ты так типа за компанию морально поддержать ходишь ну да да мне просто да у меня некоторая часть семьи она очень любит вот эту всю рыбалку охоту тыр-пыры а я тоже это не очень понимаю вот и ну да наверное я тоже наверное даже за компанию не пошла хоть фиг его знает фиг его знает вот ну типа разве разочек-два можно рыбачнуть что ты пробовал эти или поняла что это не твое или ты просто как бы даже не пыталась я не хочу ну типа зачем мне рыбачить если я не ем рыбу а ты не ешь рыбу я не ем рыбу и типа я такая мне не очень хочется рыбу я все наручно убивать окей все из тех людей я не вегетарианец но убивать никого не хочу я хочу чтобы за меня убили вот так все чужими руками ок все нет я поняла просто ну вот стало интересно потому что я обычно делаю какие-то выводы про ну про многие занятия я делаю выводы именно когда вот я начинаю это делать и понимаю что это как бы ну что-то ощущение мое мне не нравится и перестаю это делать вот я думала вдруг с рыбалкой у тебя было так что именно что ты начала поняла что это не твое нет с другой стороны рыбы можно не убивать ее можно просто оставить и она сама умрет а но ведь тебе же нужно ее растормошить там вот эту потрошить ну она уже будет мертвая к этому моменту ну против блин запах рыбы это же очень противно хотя тут морская конечно но не знаю но а зачем я же не ем и просто вот и все вот и все окей все вопрос не все я уж ему тебя без претензий нет я люблю рыбу поэтому я не вот вот следующий раз иди пробачь я не хочу я мне же лень я этот я пойду как-то я рыбачу не хожу на охоту строго в магазин вот понимаю я добываю мамонта когда человек 21 века методом покупки его за деньги в магазине потому что такое мне кажется если бы я сейчас поехала вообще куда-то вот на природу на какое-то такое времяпрепровождение у меня было бы либо мне кажется я бы либо просто это был бы такой тюлень и отдых то есть именно не рыбалка вот тюлень и отдых ты просто там не знаю лежишь плаваешь и или просто лежишь либо это пленэр но так как с вероятностью 99 процентов вряд ли я когда-нибудь поеду на пленэр ладно 90 процентов потому что ставим небольшую вероятность подожди а что-то родишка не твое что ли слушай пленэр уже ты раньше молчала нет во первых не то что традишка не моё традишка то фиг с ним у меня пленэр это такие вьетнамские флешбеки ужасные со времен моего худилища это просто пипец это это травма это травма не хочу знать все это просто из разряда ты короче когда у меня же не было ни художественной школы ничего я же вообще супер резко решила идти поступать на художника и так как ну на вышку я бы ясень пень не поступила я поступил поехали нет как бы я такая типа здрасте я вот типа таня и взяла в руки карандаш 2 месяца назад ну такое да я решила поступать в ближайшее там к нашему городу худилище и и соответственно то что я туда поступила это чудо было это чудо чудо просто это мироздание такое это судьба как бы проведение вот это все божественное и значит ты значит там учишься и ты понимаешь что ты просто тупой что ты ничего не знаешь ты ничего не умеешь вообще ну то есть там то люди уже после художественной школы в основном все они уже что-то как-то шарит немножко а ты прям вот первые там курсы было очень тяжело потому что ты прям тупой ты ничего не прям как джон сноу вообще ничего не знаешь и в конце года у тебя значит летний этот месяц это пленэр и с первого скажем так у меня с ним не задалось сразу ты значит идешь собираешься тебе неудобно ну то есть ты тащишь этот этюдник оно неудобно ты идешь со своей группой в какие-то там не знаю в ближайший там лесок и ты это все делаешь ну то есть начинаешь там рисовать ну или там живопись писать и и она вообще не было то есть она у меня не получалось еще больше чем не получалось мои обычные как бы соответственно учебные работы то есть это было просто ты понимаешь что ты и так как бы у тебя ничего ты там еле там стройки на четверка как-то вообще еле-еле перебиваешься а тут совсем плохо прям вообще в общем как говорится ну и плюс и неудобно и то что люди там как бы ходят иногда бывает знаешь ты стоишь там художники и там люди какие-то гео вы художника я нарисуйте в общем короче мне было со всех сторон некомфортно там ладно мы это закончили я получила там еле натянуто какой-то трояк на первом курсе и короче и дальше получается с каждым годом мне вот это время не нравилось больше и больше и самые самая штука была смешная ужасно это у нас получается ну я в училище научилась пять лет потому что так почему-то сложилось и значит с четвертого на пятый курс у нас был последний пленэр за которой оценка шла в диплом и как бы соответственно надо было хоть как-то сделать и значит мы делаем этот пленэр сраный я все очень плохо я еще запевал я уже тот момент работать начинала поэтому естественно вообще забила на все и у меня все получается естественно ужасно и мне ставят двойку ну то есть которая в диплом естественно не может пойти поэтому мне надо пересдавать а я этот в этот момент уже просто я этот пленэр уже в гробу в белых тапках видела просто мне уже хотелось взять все эти работы с пленэра скомкать их запихнуть всем учителям во все места просто это ненависть была это вот рейдж это как рампэйдж как в gta у тебя начинается режим просто я значит заканчиваю мне ставят двойку я такая ну и идите вы нахер и мне такие ну татьяна вот у вас там значит вот вы летом надо будет поработать значит пописать там пейзажик а как это это уже тебе эти по следующий год уже да да это не такие вот типа и летом ты рыпыры и в сентябре ну у всех кто там не сдал или у всех там у кого там сессии с летней там будут пересдачи короче в сентябре у вас там какого-то числа будет пересдача ну то есть вот вы пересдадите мы поставим вам ваш честно заслуженный трояк вы пойдете я стою и понимаю что я не буду это делать ну то есть я не хочу ну типа мне пор отчислять меня хоть прям сейчас я типа я не буду делать идти в жопу я при я и так и говорю ну то есть я не говорю учителям идите в жопу я говорю что извините я этого делать не буду ну типа все у нас там классный руководитель у нас был самый адекватный но в целом он как бы скорее всего он в тот момент заподозрил что это именно та сеть ну именно именно тот случай когда как я сказала я так и сделаю ну то есть вы не сможете меня вообще никак вообще ничего не сможете сделать я вот все сказала значит проходит лето я естественно ничего не делаю я уже мысленно знаешь морально готовлюсь к отчислению просранным там четырем годам жизни вот это вот все подожди так ну ты там два года четыре года уже учил да да и место всего пять вот да у нас у нас почему-то наше живописно-педагогическое отделение у нас было пять лет образование вот и значит у нас сентябрь мы начинаем учиться якобы естественно я уже мысленно уже не там ко мне препод говорит ну вот татьяна у вас такого-то там числа пересдачи я говорю я не приду я ничего не делала у меня ничего нет и я не буду ничего сдавать такой ну как так я такая вот я же сразу вам сказала что ко мне вообще и чуваки они до последнего думали что я это все шучу потому что наступает день пересдачи я просто ухожу я ухожу на работу у меня после ухудилища у меня была работа уже я ухожу на работу мне звонит препод он такой татьяна вы где я такая меня нет я на работе я ушла такой комиссия была вами очень недовольна это когда да ну то есть было бы странно если бы она была мной довольно я такая на учебе у меня уже отчислил такой но пока нет татьяна приходите завтра там пока там в девять утра у нас пары начинали с восьми утра он мне сказал приходить и в 9 утра мы с вами поговорим я пришла в 9 утра и мы конечно долго говорили что называется в основном конечно говорила я в основном я, конечно, орала, ругалась и плевалась, рассказала ему, где я вижу его систему, вообще, где я вижу систему образования нашу, академической живописи, где... Подожди, я хочу больше деталей. Как это было? Абсолютно, то есть я там не материлась, но я как бы такая, типа, в гробу я видела это ваше, что у нас, типа, у нас система говно, вы же понимаете, нас, вот, 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 посмотрите, у нас работа развешена по аудитории, я такая, вот, посмотрите, мы учимся 4 года, вы что считаете, что это нормальный уровень? У нас вместо того, чтобы учиться, там, нормально... Да, я такая, а у меня в какой-то момент, я помню, что на 4 курсе я прям, у меня был такой инсайт, я бы сказала, я просто в какой-то момент захожу в аудиторию и понимаю, что все, что мы делаем, это очень плохо. Это просто плохо. Ты смотришь, и ты понимаешь, что только у пару человек что-то нормально, а тут мы учимся 4 года, и все плохо. Вот. И я такая, и пленэр ваш, мне нахер это полный нерв, почему я должна делать? Вот он не получается, вы знаете, что он не получается у меня, что мне он не нравится, я не хочу его делать. Ну, типа, вы что не могли? Ну, вы же, вы же знаете, что я уже нахер не буду никаким художником, короче, не буду никаким художником. И система образования плохая, и мне не разрешают рисовать то, что я хочу. И учат меня, ну, то есть, я понимаю, что я сам, ну, как бы, причем нужно понимать, что первые курсы я прям, я прям вджобовала, я прям работала. И я такая, типа, я отстаю, ну, то есть, учителя постоянно не дают мне делать то, что я хочу. Когда я делаю то, что я не хочу, у меня не получается. То, что я тут вджобовываю, все равно ничего не получается, я говно. Художником не буду, система плохая, все зашорено, мы все отстаем там, типа, на 50. А у меня в тот момент уже появился интернет, поэтому я потихоньку начала узнавать, что такое, типа, знаешь, вот это картинки из большого мира, вот это все си-джитеры, пыры. В общем, да, я много чего высказала тогда в этом духе. Он такой, ну, Татьяна, нет, ну, с одной стороны, я, конечно, с вами согласен, вот вы уже 4 года проучились, ну, надо же добить этот год. Я говорю, кому надо? Мне уже ничего. Он такой, хорошо, давайте так. Это суперспокойно. Господи, ребята, Владимир Петрович Тукмаков до сих пор в моем сердечке, если вдруг кто учился в Краснотуринском художественном училище, знаете, это самый клевый чел там был. В общем, он суперспокойный, он со мной разговорил. Он такой, хорошо, Татьяна, ну, ладно, ну, понять, надо что-то делать, мы не хотим вас отчислять. Я такая, почему? Отчисните меня уже! Он такой, понимаете, жизнь расставит все на свои места. Вот я понимаю, что вы вот сейчас вот смотрите на людей, ну вот, но мы не знаем, кто из них станет художником, кто не станет. Жизнь расставит все, но нам кажется, что, ну, как бы у вас нормально. Ну, типа, давайте мы как-то вот продолжим учиться, закончим это все дело, чтобы вы получили диплом. Я такая, ну, я не буду сдавать пленэр. Он такой, хорошо, а если мы сделаем так, мы, значит, поставим вам натюрморт, ну, с какой-нибудь там, с веточками, рябинками, тыры-пыры, вот вы напишите натюрморт, и мы вам его как пленэр, типа, зачтем. Вы на это согласны? Я такая, на это я согласна. Хорошо. Все что угодно, только с тобой бы не идти в эти леса чертовые, на речки, на эти поляны, в город или еще куда-нибудь. Да, давайте. Вот. И я так и сделала, мне поставили эту тройку несчастную. Ну, короче, понимаешь, это четыре года, это были для меня постоянные страдания. И потом вот этот вот финальный, короче, вот этот вот срач. И поэтому у меня до сих пор я вот, даже иногда, если я вижу там, знаешь, какую-нибудь красивую природу, и мне думаю, блин, вот бы классно там, ну, типа, зарисовать, у меня вот тут же сразу, у меня будут до сих пор какие-то такие вьетнамские флешбеки. Я такая, нет, нет, пленэр, нет, 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 только не пленэр, нет. Вот такая вот загогулина, короче. Бедняга. Вообще не говори. Вообще, академическое образование, оно очень часто отбивает у тебя, как бы это, ну, теперь я не люблю слово креативность, но можно его здесь использовать. Оно отбивает у тебя это, и оно отбивает у тебя очень часто именно любовь, короче. Ну, вот со мной так произошло, ну, то есть реально у меня академическое образование, оно отбило у меня вообще какую-то любовь к рисованию, к живописи, ко всему этому. И мне после того, как я уже закончила худилище, мне пришлось всему этому учиться заново. Ну, то есть я и рисование училась заново уже в CG. Вообще всему этому училась заново. И, грубо говоря, как-то возрождало в себе вот это вот желание, ну, вот этим всем заниматься дальше. Потому что это, конечно, все убивает. Ну, у меня так сложилось, но не только у меня. Вот. Но, в принципе, препод был прав, жизнь расставила все на свои места. Я одна из крайне немногих людей из нашего выпуска, который и работает художником, и как-то продолжит свою жизнь с этим связывать, потому что у нас не так много людей дальше как-то вот вышло. То есть ты следила как-то? Я, ну, у меня было такое, что первые там пару, ну, первые несколько лет у нас еще были какие-то немножко общения с бывшими одногруппниками. Ну, так, чутка. Вот. И иногда мне просто там кто-нибудь, что-нибудь, я один раз даже приезжала в свои родные, ну, туда приезжала и там встретилась. И мне там немножко рассказывали. То есть не то, что я не особо следила, я там, у меня не было особо там друзей. У меня не в школе особо друзей не было таких вот прям. Ну, их в худилище не то, чтобы прям там. У меня было пару человек, ну, вот не так, что, типа, ты прям дружишь со всеми, тебя все интересуют, нет. Но в целом, да, немножко знаю, но так вот, мэ. Так что вот, вот такие вот, что и теперь, да, вот у меня вьетнамские флешбеки, возможно, поэтому я так не люблю инвайронменты, это как бы тоже, возможно, ну, как, нет, я не люблю инвайронменты, я нормально их рисую, но, возможно, может быть, поэтому я выбрала, путь персонажника изначально, потому что для меня инвиры этот слишком напоминал тунер, я не знаю. В общем, да, тебя спрашивают, ты рисуешь стандартными кистями вот сейчас вот на айпаде, или это какие-то свои? Ну, вот в данный момент я рисую стандартной кистью, да, но вообще у меня есть много разных. название как бы на экране, типа, смотрите, Max Pack, Разум, Ink Pro, ну, в целом это все, да. Какие-то с фотошопа я пыталась, но нет. Мне недавно как раз тоже скинули, вот как раз рассказывали про вот эти Max Pack, кисти для Procreate, и очень хвалили, очень хвалили. Слушай, ну, приятные, но, честно говоря, у нас с ними не срослось. Я какие-то частично кисточки взяла оттуда, но совершенно не использовала вот, вот как предполагается их. Я пыталась, типа, вот что-то ваку... Сейчас я покажу даже, наверное. А, покажи, а, покажи. Подожди, есть у меня тут что-то? Ну, подожди, это Max Pack или нет? Потому что вот у Кайла были тоже кисти, вот, акварельные, и я сейчас что-то... Ну, да, это, типа, акварельные кистюшки, вот такие, с такой приятной текстуркой. Но, как бы, оно очень кафово, но, типа, тут реально надо рисовать как акварелью, чтобы получалось что-то прикольное, либо что-то сильно стилизованное, знаешь. Потому что вот надо наслаивать как-то, если ты, конечно, хочешь делать что-то цветное. Но что-то такое простенькое, стилизованное, типа, вполне прикольно. Кайфович, кайфович. Ну, вы... Я просто не знаю, любишь ли ты такое делать, поэтому я не могу стопроцентно... Я не... Как бы, я реально... Вот у меня, что называется, три кисти в этом... Три кисти в айпаде, которые я использую. Одну для скетчей и именно концептов, а вторую для такой, типа, или чёрной графики, типа, вот как я инктобер делала, ну, такие, там, не рапидограф, но что-то типа такого, вот, аля. Потому что как-то, да. Ну, я не очень много, всё равно, в принципе, я не очень много рисую на айпаде, потому что, да, в основном я всё-таки рисую работу, и это работа в фотошопе, а после этого я такая, айпад, покажи мне кино, и всё. Какое, какое такое рисование? Я думала, что... Я вообще надеялась, что, может быть, в 2021 году у нас уже всё будет попроще с этим ковидом и пандемией, и я буду куда-нибудь ездить, и буду его использовать именно как такую, а-ля, ну, вот, да, там, переносной скетчбук, а то, глядишь, прикинь, и пленэр начну делать. Ух, нет. Но, ну, ну, но нет. Блин, с тем, как он бликует, это, конечно, такое, я думаю, тебе графика только... Я никогда с ним не ходила на улицу. Ну, в смысле, на улицу, именно вот на улицу под солнце. Я вот в кафешке был такой, сидела вот так вот, чтобы прям под солнце... Не знаю. Поэтому, опять-таки, поверю профессионалу. Блин, ну да, вот я тоже его не особо выношу. Вот единственное, я помню, когда он мне пригодился, это, когда я уже на дизерт-фесте какого-нибудь уже устала, я такая, блин, отстаньте от меня, и сижу такая, все вокруг что-то тусят, и я такая сижу на фесте и такая, что-то там ковыряю в моей патике. Говорят, с матовой пленкой не бликует. Ой, ой, ой. Мне кажется, матовая пленка будет скажаться... Ну, комикска. Саша не одобряет. Саша не одобряет матовую пленку. А Таня, как бы, хер его знает, поэтому Таня тут молчит и ничего не говорит. Не знаю. Не знаю. Мне просто кажется, что если бы я смотрела какое-то кино или еще что, наверное, мне было бы не так ярко и насыщенно. Не знаю. Да, там, короче, матовая пленка... Ну, типа, цвета немножко... Немножко не совсем то получается. Вот. Но, типа, у меня основное недовольство пленкой в том, что она очень... Ну, мне так показалось, что она изнашивается. И мне не нравится, как она там... Типа, зачем? Мне нравится, когда гладенько. Типа, нафига мне стачивать мое перо? Ну, да, наверное. Ну, зачем? Ну, за тем, что потом новое купить. А, ну да. А сколько она стоит? Восемь тысяч или сколько? Ой, ну, я не знаю. Нет, по-моему, вот, которая второго поколения дороже в России. Ну, по-моему, что, тысяч 11, что ли? Ну, короче... Ну, в общем, дофига. А за 11 не покупала. Нет, 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 нет. В общем, дофига. В любом случае, дофига. Вот. Ну, типа, да, как бы... Нет, спасибо. Да, мне, наверное, тоже... Ну, у меня вот этот вот обычный планшет вакуум, он тоже гладенький. Но я помню, у нас как-то на работе закупили... Вот когда появились эти планшеты с такой матовой поверхностью, шуршащие как раз типа под бумагу. У меня это... Подожди, это где появились? Это 150 лет назад вакуумовские были. То ли четвёртый, то ли какой-то там у них Интуус. Ну, это давно. Это реально было давно. И они у них появились, и, собственно... А, по-моему, это были четвёртые. Это ещё было до того, как они переименовали бамбу в Интууса, Интууса в Интууса Про. Ну, в общем, 100-500 тысяч лет назад. Подожди, что? Бамбу в Интуус переименовали? Да, бамбу. У них же как раньше была линейка вакуум Интуус. Потом они сделали вакуум бамбу. А потом они в какой-то момент решили, что мы сделаем всё заново. И они выпустили новую линейку бамбу. Ну, то есть, они убрали... Короче, то, что раньше было бамбу, они стали называть Интуусами. То, что раньше было Интуусами, они стали называть Интуус Про. Вот. А потом они ещё какие-то выпустили. В общем, зачем это всё, я не знаю. Ну, в общем, там всё, конечно, путаница. Вот. Ну, в общем, у них был, по-моему, как раз четвёртый. Это вот был старый четвёртый Интуус. У него была такая шуршащая поверхность. И пока я не протёрла вот это гладкое пятно на рабочем месте, меня это прям бесило. Потому что оно ты вот как бы... Ну, вот это сцепление фиг с ним, но вот он шуршит. Ну, то есть, прям слышишь, как оно шуршит. И это причём не бумажное шуршание, а какое-то такое, типа... В общем, было ужасно, мне очень не нравилось. Вот. Блин, ну вот как бы у меня такие же чувства. А мне тут пишут, что, типа, плёнка на iPad, Paperlike, типа, 2К за одну штуку. Что? Что? 2К! Вот, это вот то, про что я говорила, что мне не нравится политика Apple. Потому что... А это, по-моему, не Apple-овский продукт. Ну, ты всё равно, типа, несите деньги, несите деньги нам все свои. Блин, ну, я... Нет, нет, я из этих. У меня тоже, я не клеила никакую плёнку. У меня, скорее, просто опасение, что, учитывая, что я уже пару раз роняла iPad... Ну, это типично вообще для меня. У меня, скорее, опасение, что, типа, зачем клеить плёнку, если, скорее всего, разобью кран? Да, и так, и так. И так разобью. Вот. Ну, 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 тут, скорее, царапинок, типа. Да, как бы, я не знаю. Я, наверное, не так часто пользуюсь, поэтому я пока не заметила. Понятно, что. Пользуешься в кровати, какие тут царапинки могут? Я думаю, я тебе по утрам за завтраком я смотрю тик-ток. Ты понимаешь, тик-ток? Я смотрю тик-ток. Так, подожди. Я смотрю тик-ток. У тебя тик-токов? Нет, я не снимаю тик-токи, я смотрю тик-токи. Нет, я знаю, но ты смотришь, ну. Да, я, как бы, я бы не... Next level. Я не знаю, когда я доживу, типа, доживу ли я до этого next level. Вот, но я просто смотрю чужие тик-токи, я сформировала себе... Ну, то есть, там, естественно, когда ты заходишь в тик-ток, ты сначала орёшь от того, насколько там всё срато, ужасно, просто пипец. А потом постепенно ты обучаешь ленту, и она, наконец-то, даёт тебе всякие красивые штуки, наконец-то. И вот теперь у меня просто хорошая лента, я её так за завтраком листаю, смотрю. Иногда в неё проникает тоже какая-нибудь мракобесная ересь, но это как бы ладно, бывает. Вот, и всё. А потом, значит, в основном, потом у меня iPad, значит, лежит днём спокойно, тихо, никому не мешает. А вечером бывает тоже перед сном, или там ещё что, я лежу в кровати и смотрю с него киноху перед засыпанием. Вообще нормально. Использую, что называется, полный функционал. Молодец, хорошо потратила. Это отлично. Главное, что он про. Да, да. Как бы используй функционал на все деньги, как бы, что называется. Ну, что делать? Браво, браво. Вот. Блин, капец. Ну, типа, come on. Ну, блин, ну, ну, вот. А мне не стыдно. Мне не стыдно. Ты, конечно, можешь попытаться сейчас... Слушай, я тоже им редко пользуюсь, так что, типа... Говорит человек, который сейчас... Я ещё раз напоминаю нашим зрителям. Сейчас рисую проклеить. На iPad. Посмотрите на это. Да? Ну, это сейчас. Это сейчас. Я недавно его откопала. Я такая, йоу. Блин, вообще, перед тем, как я начала работать... Я же, типа, тут недавно работу нашла. Постоянную. Вот. Перед тем, как я начала работать, я думала, блин, буду делать ковры, может. Знаешь, вот этот тафтинг? Да, это... Он сейчас модным каким-то стал. Много людей стало делать их, нет? Так это классно, доступный сэксперимент. Нет, я к тому, что... Нет, я не против. Я к тому, что это вроде как... Ну, то есть сейчас-то... Этого раньше не было, а тут-то хоба, и это появилось. Да-да-да. Да, это прикольно. Я думаю, блин, делать какие-нибудь крэйзи ковры, прикинь, вообще, тема. Но, блин, для этого нужна мастерская. Для этого нужно рили-место. Ты же... Там же, короче, нужно же его проклеивать. Вот это всё. А, типа, в хате своей это делать как-то... Ну, такое. Она же, типа, ядовита. Ты сейчас тоже постепенно, я так понимаю, приходишь к той мысли, что тебе тоже нужна тысячекомнатная квартира. Блин, ну нет, мне не... Ну, мне как бы в целом, если бы я хотела, я бы уже могла сейчас этим заняться, потому что у моего мужа Женька у него-то есть гараж. Ну всё. Можно же в гараже этим заниматься. Там и беспокоить никого не будут, ядовитые поры, типа, и норм. Ну, кроме тебя, ты, главное, это... Ядовитые поры, главное, чтобы тебя не беспокоили, а так такое. Ну, типа, да. Ну, блин. У меня вопрос к тебе такой, он, знаешь, он немножко коварный, но ты можешь на него не отвечать. А случаем, скажем так, тебе не Кеосы написали по поводу работы, ты не с ними стала работать? Нет? Нет? Ну, кто? Кеос Мэйсонс. Нет? Это кто? Значит, не с ними. Значит, не с ними. Нет, подожди, но это кто? Это тоже аутсурс студия, тоже дают работу. И платят деньги. А, окей. Вот и всё. Блин, я как-то их пропустила, именно себя. Нет, просто... Я, типа, даже не слышала никогда. Ну, как бы это не суть. Они среди концептеров, они больше среди 3D-шников известны, нежели концептеров. Короче, просто они, да, они некоторое время назад спрашивали, что нужны именно стилизованные... Ну, чуваки, которые делают стилизацию, типа, концепт-артисты. Я такая скидываю, такая, ну, вот смотрите, вот смотрите, какая классная, классная женщина. Смотрите, вот-вот. Я вот не знаю, было бы прикольно, но нет, судя по всему, нет, нет. Не, я сейчас работаю в Ayrship. А, Ayrship Синдикат? Прикольно. Ну, классно. Какое-то... Мои эти... Мои пожелания, чтобы всё было просто прям супер. Надеюсь. Но как хобби, мне кажется, делать ковры, это тоже вполне варик. Да, так, блин, кому... Вот, вот, типа, надо ступороцом видеть какое-то отвлечение, правда? Но пока это... Пока у меня, как я сказала, персональный тяга, я только рисую, и у меня есть собака, всё. Кстати, про собак. Да, про собак. Йоу, ребят, знаете что? Короче, мне тут недавно пришло, знаете что? Кнопки для собак. Видели когда-нибудь видосы, где собаки жмут кнопки и с помощью них говорят? Нет. А? Нет? Да, блин, да, come on! Да, не видел, в смысле, нет, не видел, в смысле, жмут. Блин, у тебя не та лента тиктока. Да, да, у меня не та лента тиктока. Не та она. Не та. У меня там рисуют, поют красиво очень, и рукодельничают. А вот у меня люди в чате говорят, что видели. У меня люди в чате тоже говорят, что видели. Короче, это только я не видел, извините, пожалуйста. Так, очень, рассказываю сути для людей, кто не видел. Это, короче, новая тема, новое сообщество людей, которые вот это все тестируют, типа. Ты берешь, начинаешь все с одной кнопки, и постепенно, ну как бы, и постепенно, ситуационно, типа, используешь ее. То есть ты на эту кнопку записываешь слово. Как бы ты можешь что угодно записать, но рекомендуют начинать со слова, типа, ну, гулять. Когда ты идешь гулять, любое слово, которое ты используешь. Вот, и ты постепенно, его постоянно, когда ты идешь гулять, ты же это каждый день делаешь с собакой, и ситуационно собака понимает, что это значит. Ну, в целом, конечно, хорошо с собакой в целом уметь диалог какой-то, постоянно с ней говорить, чтобы она как бы больше слов начинала понимать. Вот, и ты постепенно добавляешь вот эти кнопки, то есть там, вода, например, или там, играть. И постепенно ты добавляешь, добавляешь новые какие-то значения, и вот собака их использует, и потом, там, собаки какого-то, я не знаю, 80-го уровня, у них прям такая гора этих кнопок, и они такие берут и пытаются что-то сказать с помощью них. Звучит, звучит классно, прям. Ну, то есть, типа, надо понимать, что часто это какой-то рандом, то есть, иногда ты не можешь сказать, ну, типа, что именно собака имела в виду под этим, но часто это прям очень, очень, как бы, часто можно заметить, то, что это реально имеет какой-то смысл, то есть, она реально пытается что-то сказать, реально, типа, например, если, блин, я не помню, Банни, что ли, эту собаку зовут? Блин, короче, не помню имя собаки, я тебе могу потом скинуть, посмотришь. И вот там собака, например, видит кого-то на улице, она такая, типа, окей, сказала. Или там, батя сходил, пошёл, покакал, она такая, о, батя покакал. И ты такой, типа, ну, явно понимает, пёс, что происходит, правда? Ну, короче, вот. Ну, это, блин, это тоже ещё, ну, нет, это вообще круто, но это прям требует, как сказать, мне кажется, что я вот из кучи там, да, собаковладельцев, которых я знаю, далеко не каждый вот прям именно упарывается вот в такое прям совсем воспитание, дрессировку в плане, многие даже к кинологам просто не ходят, ну, даже для каких-то базового, базового воспитания. Ну, мы, мы и не ходили. Ну, вот. Мы потом уже попробовали пойти, чтобы поправить какую-то штуку, ну, да, ну, блин, прикол в том, что, типа, во-первых, это прикольно, собака кнопки жмёт. Я, короче, не уверена, что мой пёпсель Рилли будет это делать, потому что, ну, так сказать, непонятно, что там у него с уровнем интеллекта. Ну, надо попробовать. Да, да, да. Как бы, прикол в том, что собакам-то самим это интересно. интересно делать. мой пёсель, у него прям, у него вот есть вот эта проблема, то, что он, короче, такой, он не может сам себе найти занятие. И он даже не понимает то, что может сам что-то делать. И вот даже сейчас, типа, как бы, я начала с того, что я в целом научила уезжать на кнопку, и у многих собак, знаешь, как происходит, они понимают, что кнопка даёт им вкусняшки, и они такие ходят, и постоянно жмут на кнопку потом. А прикол в том, что несмотря на то, что вот мой пёс, это, короче, мопс, и у них, типа, с едой прям, для еды всё вообще сделает, просто что хочешь. Вот, он быстро понял, что надо нажать на кнопку, но даже после того, как он понял, что это ему даёт еду, он всё равно не ходит, и не подходит, и не нажимает её сам. Может, он не голодный? Ты что гонишь? Мопс не голодный? Нет, он голодный, он голодный. А вдруг наелся? Ну ладно, нет, что я своего пса не знаю, что ли? Что ты мне тут рассказываешь? Я предполагаю. Ну, короче, и типа, он тупо просто не может, он такой, блин, Саша, без тебя я никто вообще, я подушка на диване. Для тебя я сделаю, что хочешь, но сам головой думать, что-то делать? Возможно, это его хитрый, коварный план по тому, чтобы помогать тебе чувствовать себя нужной. Если бы. Блин, я бы очень хотела, если бы так и есть, но это реально, это реально просто такая есть у собак, домашних собак тема, типа, это не совсем здоровая, когда они, вот ты уходишь из дома, и собака ничего, она даже не будет пить. Даже, типа, даже если хочет, она всё равно не пойдёт и не попьёт, она будет тебя сидеть и ждать. Потому что она не знает, что такое жить без хозяина. Блин! Да, и у моего, короче, ещё такая тема, называется separation anxiety. Это, короче, когда ты уходишь, оставляешь его, и он, типа, начинает дико нервничать. И вот, короче, объединяя вот эти две штуки, это, короче, недееспособная подушка общества. Может, и получается. Нужен психотерапевт для собаки. А мне кажется, такие есть, нет? Мне что-то кажется, есть такое. Мне тоже кажется, что есть. Но, типа, мы как-то пока сами, ну, типа, посмотрели видосы, смотрим, как это можно поправить. Пытаемся. Ну, это, ну, вот, например, в духе сепарейтинг, ты, типа, особо это не можешь поправить, это навечно, короче, у собаки. Это просто надо, знаешь, купировать. Ну, то есть, если вдруг ты собираешься, там, не знаю, куда-то ехать, ты не можешь его оставить, например, там, на передержку, тебе надо его с собой брать, а то будет грустно. Нет, мы его оставляли на передержку. Ну, по крайней мере, по крайней мере, когда были в Беларуси, мы его, короче, оставляли, это такая передержка, ты знаешь, вот есть такие отели собак, где-то типа клетки для собак, они их выводят погулять, но это в целом клетки, получается, отдельные. А вот мы его оставляли в таком домике, это, короче, семейный бизнес, и вот у них просто дом, есть двор, и там собаки просто как бы почти в свободном выголе, там, конечно, сложных собак отделяют, и они типа собаки живут вместе с хозяевами. То есть, например, Соня спал с хозяйкой, она сидела, работала за компом, он у неё там на коленках лежал, ему вот именно нужно присутствие человека, не обязательно это, чтобы были мы. То есть он такой, как бы, ему в целом, типа, мне это очень радует, то, что вот, если типа кто-то его украдёт, он не будет страдать, потому что он в целом любит людей. как бы меня это честно радует, потому что часто у собак есть такая тема, что ему вот типа какие-то конкретные люди, но он всё нормально. Я помню, мы как-то его оставили с братаном моего мужа, и мы такие приезжаем, после сколько, нас две недели не было, такие приезжаем домой, и он даже не проснулся, и мы такие, алё! Ну типа, камон! Саня! Он такой, я моргнул, вы только вышли, я моргнул, вот вы уже здесь, чё, чё бухтечко? Санёк нормальный чел, а чё? Мы нормально, у меня есть еда. Ну это самое главное, вообще. Ну типа, да. Я в этом плане понимаю, понимает, еда это прекрасно, великолепно, лучшее, лучшее, что изобретено природой, это еда и сон, и сон ещё немножко. Вот. Подожди, а как же игры? Это после этого, между пожрать и поиграть, догадайся, что я выберу, я вышиваю. Ребята, я слишком люблю, я слишком люблю еду. Возможно, где-то внутри меня мопс живёт внутренне. Блин, вот у меня тоже такая тема, я не знаю, как у людей обычные бывают, вот это. Но у меня, короче, есть такая тема, типа, я, у меня еда с эмоциями очень связана, типа, когда плохо, мне нужно пожрать, когда хорошо, нужно тоже пожрать. И, да? Нет, я к тому, что, говори, я просто вздохнула, думая мысль. Да, ну, типа, это не самая здоровая тема, но, типа, блин, а чё делать-то? Вот, и, короче, я поняла, что для меня лучший выход из этой западни, когда ты такой, блин, еда. Я, короче, пошла, я такая, блин, возможно, я немножко в аутистическом спектре, потому что меня есть одно и то же каждый день, дико успокаивает. Я ем одно и то же каждый день. Я это тебе даже завидую. И тогда я не хочу есть, и тогда я не страдаю, я такая, блин, какой релакс. Я тебе даже завидую, потому что для меня наоборот. Я, как бы, ну, то есть, у меня был момент, когда я прям сильно была настроена на похудение, и поэтому я больше контролировала свою еду, в плане ограничивала. Ну, короче, ты жрёшь реально каждый день, у тебя куриная грудка и овощи там, ну, там, короче, супер одинаково, вот реально, у тебя одинаковый завтрак, там, коньичница, там, с хлебушком, потом вот, куриная грудка на обед, там, и вечером ещё, всё одинаково. И я понимала, что через какое-то время, то есть, ты не испытываешь голода, то есть, ты ешь нормально, ты наедаешься, у тебя довольно разнообразное, ну, всё равно, там, питание, ты там, разные овощи ешь, но всё равно в целом оно одинаковое всё. Я такая, господи, я уже не могу, я не могу смотреть на эту грудку куриную, в гробу я видела эту грудку, уже всё. Поэтому, я прям наоборот люблю, вот, поэтому я не люблю всякие там, типа, вот как диеты, которые тебя в чём-то ограничивают, потому что, значит, что у тебя всё равно будут какие-то ограничения, какие-то повторения, а я предпочитаю иметь возможность прям выбора. И у меня это не с эмоциями связано, а с тупо, как это, я просто тупо люблю пожрать. Я, я с детства люблю пожрать и сладенькое. Прям пожрать и сладенькое, это моё. Вот пожрать и сладенькое, ну да, я просто этот, человек смертный грех обжорства. И этот, и гнев, и зависть, конечно, ещё немного, ну и лень. В общем, все собрала. Блин, ну типа, я завидуюсь. А мы не все такие? Да все, конечно, конечно, все, я подозреваю. Может сказать, плюс-минус меньше, плюс-минус больше, но в целом все. спрашивают у тебя про, типа, твоих любимых художников. Я не знаю, возможно, тебя уже 150 раз спрашивали про это, но было бы классно, если бы ты вот тут ответила. любимые художники. Окей, окей. Обычно я говорю, блин, ну типа, чё, сходите в инстаграм, посмотрите, на кое подписаны. Ну, окей, из любимых художников мне очень нравится Джеймс Джин, прям, блин, прям вообще все стадии его карьеры просто это любовь. Прям, не перестану, не перестану любить никогда, его все артбучки очень классные, хотя у меня есть только один. Вот, Джеймс Джин, это прям конфетка, лапочка. Еще один мне очень нравится, я не знаю, как произносить, его зовут Джоао или Юао, Руас, я напишу тебе. Окей. Пиши, я потом просто скину. Я скину, ссылку даже скину, так можно? Можно, я разрешаю тебе, что же я, что же я, человек-то по-твоему злой, что ли? Нет, я человек простой, добрый даже иногда, все, ссылка в чате теперь, для всех желающих. Вот. Вот. Вот эти ребята, ну, типа из современных, из несовременных, мне очень нравится. Блин, забыла, как его... у меня очень плохо слышатся именами. Даже этих двух очень тяжело было вспомнить. Намэ, по-моему, намэ называется. Мэ... Блин. короче, чел, которому говорят, что типа из-за него колорблок появился. По-моему, из Нидерландов он. Сейчас, напрягите. И выглядит картину у него как квадраты, такие разные квадраты. Я... Фиг... Фиг его знает. Блин, ну... Я не знаю. А... Раз... Я не знаю. В Нидерландах еще есть дом, который типа основан на... Ладно, я поняла. Я сейчас это... Мне даже не стыдно, что я не знаю, но... Но я не знаю. О май гад. Подожди. Я теперь... Блин. Позор. Вот я знала, что будет такой вопрос. Он всегда есть. Правильно? И ты не подготовила. И ты не подготовилась. Нет, я вообще не подготовилась. Я вообще не подготовилась. Более того, я еще... Я еще типа... У меня сегодня была днем типа встреча, и я болтала, и блин. У меня теперь вообще... Я вообще максимально неправильно подошла к этому стриму. Простите. Вообще... Мне кажется, ты отлично к нему подошла, поскольку ты великолепно справляешься на протяжении трех часов, между прочим. Подожди, три... Что? Я думала, час только прошло. Ага. Мандриан. Мандриан. Я же говорю, М. М. Пит Мандриан. Окей. Не, ничего не кликает. Вообще ничего не кликает. Вообще ничего не кликает. Мне очень нравятся, конечно, его самые известные штуки, но, блин, мне очень нравится смотреть как бы вот сам процесс, то, как он к этому пришел. Я видела все картинки, как сказать, работы я видела, но что называется, увидела и забыла. Все, я поняла. Google. Вот, и типа очень-очень нравится смотреть его процесс. У него есть, короче, некоторые картинки, блин, типа environment, и вот у него есть какая-то карти... Блин, как бы сейчас найти? Вот сейчас пытаюсь. У него есть такие работы карандашом, где он там нарисовал дерево и то, как нарисованы у него вот веточки. Блин, ты прям видишь вот это вот начало, то, как он мыслил и потом пришел к тому, что у него, ну, по итогу получилось. Типа вот эти вот квадратики. Он же там не просто квадратики делал, у него там какая-то мысль была, которую я уже забыла. Простите, пожалуйста, идите в школу искусства, если хотите что-то знать подробное. Сейчас я просто пытаюсь найти именно эту картинку, о которой я говорю. Блин, может, кто-то, кто слушает, знает, о чем я говорю. Если кто... Пожалуйста, если вы знаете, то, пожалуйста, сообщите нам. Вот, я просто... Вот он из той серии знает, что он там, что Ротко, что очень много супрематистов каких-то там, ну, вообще много кто, на которых я смотрю и такая, так, ребята, я не отрицаю вашу важность для истории и мировой культуры, ваш вклад, вот это все, но это просто не мое. Я из этих, я стараюсь, мне вот, репина, пожалуйста, можно выдать там. Вот что-то такое можно... Бо, я, короче, нашла. Я, короче, нашла. Так, я тебе... Простите, что не в чат, я просто... У меня свой стрим открыт, я боюсь, у меня взорвется... нормально, мы сейчас это, мы разберемся тут. Ага. И то есть, смотри, смотри вот на эти деревья, и теперь смотри на эти, и смотри на то, что он потом рисует. Ну, типа, ты такой, окей. И мне вот нравится видеть этот процесс, мне в целом нравится видеть... Я человек простой, я, честно, предпочитаю что-то попроще, но, типа, это очень прикольно, очень интересно. Вот, из чего-то такого... Мне очень нравится Тоби Склан, я прям вообще... Так, ну, наконец-то пошли имена, которые я знаю. Он мне очень нравится, Тоби Склан. Сейчас, кто бы еще такой? Мне очень нравится иллюстра... Вы знаете, типа, как это называется? Золотой век, американской иллюстрации. Лейн Дейкер какой-нибудь? Вот всякий Лейн Дейкер, не только он, но там очень много было крутых, и вот ты видишь то, как они стали переосмысливать композицию, типа, это прям, это прям очень прикольно. Всякие, всякие прям необычные решения, такие, очень классно, очень классно смотреть, типа, как они играли со стилем. Это прям очень, не знаю, я прям очень люблю так простенько, стиленько, красивенько, молодцы. Я не знаю, мне сложно назвать это просто. У меня просто сейчас буквально под левым локтем артбук Лейн Дейкера, я его последние пару дней что-то прям сильно пересматриваю много, и ору, потому что очень классно, очень классно, очень, очень прям... Вот что часть рисунков мы не увидим просто из-за типа гомофобии того времени, потому что они были уничтожены. Ну... Какая боль. Увы. Да и просто, мне кажется, иногда мне кажется, что относительно традишки мы много чего еще не увидим, потому что художники имели свойство, там, не знаю, выкидывать, орвать, сжигать, терять, вообще-то такое, но... Тут такая штука, что, блин, я не знаю, возможно, со мной, но вот для меня вот это вот, ну, если мы берем дату Келли Эн Дейкера, для меня это вот как-то непросто, вот тоже, да, он типа стилизовал, это такая работа, я не знаю. Можно говорить, что стилизация это просто, но мы это понимаем, что это непросто, это вообще непросто. Что я говорю, как бы простота в своей, как это сказать, минималистичности, но я, может, сейчас найду какой-нибудь какой-нибудь пример, который это хорошо иллюстрирует. Да, потому что я смотрю на него, мне он очень нравится, я прям каждый раз такая типа, да что ж ты, черт, да как же ты это так, да ёп, да ёп, ну что ж ты со мной делаешь, ну я не могу, не очень-очень хорошо. Вот, например, смотри вот это. Так, смотри вот это. Ну, как классно, как минималистично, ну типа... Такое, такое я, такое я люблю, вот такое я больше люблю. Ну, как классно, как типа, типа композиция, цвета, линии. Эх, как сказать, мастера прошлого. Вот, но на самом деле, я вот, если говорим про, например, там линии и прочее, естественно, все знают Муху, Альфонсо Муху, да? Блин, мне у Мухи очень нравится его, не вот эти известные, а вот эта вот его серия, славянская какая-то. Я не помню название серии. А мне нравится то, что я, то есть все мы его знаем, типа, ля, живописно, цветные картины, тар-ля-ля, а потом я купила, ну, тоненький такой, типа, сборничек, именно его рисунков, то есть его графики. Я от нее ору сильнее, чем от его вот прям известных работ, потому что это... Покажи что-нибудь. Блин, ну она у меня живьем, в смысле, в камеру я ее сейчас буду показывать. Кстати, про графику, кстати, про графику, Серджио Топи, ребят, Серджио Топи, камон, если не знаете, гуглите, смотрите, наслаждайтесь. Знаю, я недавно продала артбук его. А что так? А что продала? я на самом деле устраивала чистку, что называется, небольшую, и я понимаю, что в какие-то моменты, знаешь, у меня все еще нет многотысячекомнатной квартиры, место нерезиновое, и я просто перебирала, и я поняла, что некоторые там артбуки я не доставала уже очень давно. То есть, опять-таки, ну вот Топи как-то один из них, я в какой-то момент я вот его купила, я много смотрела, но в принципе, да, у него работа с композицией прям шикарная, вообще прям... Но, ну что-то я такая, блин, кому-то она явно нужна больше, чем мне, и поэтому я просто продала, и все. Хорошо, тогда такой вопрос, какой артбук больше всего достаешь? Так, если брать вот вообще, какой я больше всего достаю, блин, это, конечно, периодами, периодами... Ну ты подумай пока, ну ты подумай. Периодами. Я могу сказать, конечно, какой мой любимый, это, безусловно, Dishonored 2. Это прям, это прям точно, это прям вообще... А вот так достаю... Ну так, блин, я когда просто работаю, я регулярно использую артбуки как, ну, такое пособие, поэтому можно сказать, что Mass Effect, наверное, который именно The Art of Universe я достаю довольно часто. Наверное... Блин, да, кстати, и Last of Us я тоже достаю, там хорошие эти, особенно такие реалистичные концепты. В общем, да, достаточно много. Ну, последние три дня вот с Линдейкером обнимаюсь. Ой, вот. Хороший, хороший. Так вот, продолжаю художников. Да. Блин, хочу, хочу, хочу артбук Мураты. Роджи Мурата. Очень классный художник. А ты его хочешь в плане того, что его нет, ну, в смысле, ты не можешь его купить? Есть, наверное. Ну, я просто хочу. Я просто не покупаю. А ты купи. Я и куплю. потом, потом. Просто знаешь, типа, у меня сейчас много переездов было в прошлом году как-то. Да, блин, да, с переездом. Это, конечно, я обзавела всякую кучу артбуков именно, когда я более-менее обосновалась на одном месте, потому что это, конечно, тяжеловато перевозить. Да. Так, что-то мне с цветами не нравится моя картинка, которую я рисовала. Простите, Таня. Прощаю. Прощаю. Проща. Ладно, прощаю. Вообще, легко. Вопрос. Я думаю, давай еще пару вопросиков, и я тебя отпущу, потому что ты прекрасно справляешься три с лишним часа, но я... Блин, уже тот случай, когда не гостю надоело, когда тебе надоело. Нет, обычно... Не говорить не о чем. не про... так, нет, не про... Просто тут такая штука, что обычно я просто пытаюсь держать форматы. У меня очень редко там где-то есть там пара четырехчасовых стримов. Обычно я просто пытаюсь три часа держать, потому что это ты вот часто говоришь, а потом вот мы закончим стримы, ты тут же поймешь, что последние два часа ты очень хотела в туалет, или вот это вот все. Короче, вопрос. Блин, мои стримы обычно столько и длятся, поэтому я такая... Да? Ну все, прекрасно. Главное, ну все, главное, что ты... Вопрос. Чего бы хотелось достичь как художнику? Там, создать свой артбук, комикс, выпустить игру, или что-то еще? А? Нет, нет, нет. Блин, это, это такой вопрос. У меня... Блин, я такая скучная, ребят, простите. Я Таню предупреждала. Это говорит человек, который три часа мы тут сидим, и что-то я не вижу, чтобы чат такой... В чате, между прочим, ни одного комментария не было, что ой, что-то гость скучный в этот раз. Нет. А тебе обычно пишут, что ли, фу, как грубо? Нет, мне не пишут, потому что, ну, люди-то разумные, они понимают, что если они что-нибудь такое напишут, куда я их пошлю, и что я с их мнением их сделаю, как бы. Не, нормально, это все. Да что-то... Это ничего не значит. Нормально мы сидим, что-то... Давай, давай. Давай художественные цели, все такое. Блин, честно, вот простите, но Риле ничего такого нет. У меня есть какие-то короткосрочные, какие-то желания. Знаете, типа, блин, хочу как-то стать настоящим концепт-артистом. Можно стать? И хочу стать. И такая думаю, окей, надо пытаться. И вот что-то в таком духе есть. А каких-то таких глобальных, я думаю, у меня такого нет, просто потому что, ну, я не знаю, мне кажется, это из-за специфики моей работы. То есть, как бы, что я делаю? Я, типа, чисто человек, который работает руками, и у меня нет такого, знаете, творческой жилки во мне, когда ты хочешь создавать миры, когда ты такой, типа, блин, у меня есть проект, я хочу, что... Вот, вот, есть такие ребята, которые обычно какие-то комиксисты, или просто, ну, я не знаю, которые делают нечто другое, чем я. Я такой, ну, типа, это видно по моим работам, как бы, что-то больше, не знаю, красивенькие цвета, как бы, так бы, красивее цвета положить, вот это всё. Вот это про меня. И, как бы, я думаю, это обуславливает то, что, типа, у меня нет какой-то такой эпической цели что-то сделать. Как бы, я просто докладно понимаю, что, например, быть ордером, ну, по крайней мере, я вот точно не хочу на данный момент. Может быть, когда-нибудь. И, типа, из каких-то, знаете, целей в жизни художника, я просто хочу продолжать любить то, что я делаю. И иногда это тяжело делать. Типа, когда становится работой, типа, вот, если говорить о какой-то мечте, как художник, продолжать любить рисовать. Так можно? Это идеально. На самом деле, без шуток, мне кажется, это прекрасная цель, потому что, мне кажется, что, когда ты начинаешь именно работать, с точки зрения, вот, когда рисование становится конвейером, вот этим вот просто постоянной работой и всё, очень, ну, не знаю, со мной так было, наверняка, не только со мной, ты реально вот как раз теряешь любовь и интерес, ты перестаёшь гореть, короче, этим делом. И это в том числе приводит к тому, что тебя начинает бесить иногда то, что ты делаешь, ещё сильнее. И вообще, как-то так, типа, мя. Поэтому, нет, я, без шуток, я не считаю эту цель какой-то прям странной. Не, мне кажется, наоборот, отличная цель, такая, вот, вообще, норм. Цель, цель сохранять, как бы, здравый рассудок и любовь к самому делу, это прекрасная цель, как мне кажется, и, в общем-то, достойна уважения. Вот, ну, не знаю. Это был последний вопрос? Так, что, подожди, это был тот вопрос, который я увидела. Сейчас я посмотрю ещё. Сейчас я посмотрю ещё, значит. Ну, вообще, да, блин, вот, я не знаю, как ты, люди в чате, вот, у меня выгорание, это что-то случающее со мной, просто, постоянно. Как бы, я прям, изи. Я просто, не знаю, когда, как-то сказать, когда я слышу, что человек говорит, что выгорание с ним случается постоянно, и изи, и вот это всё, и при этом, вот я смотрю, что, ну, на тебя, давайте уж, коли мы сегодня вот тут собрались, вот на тебя, я смотрю, и если честно, мне кажется, что либо под выгоранием в последнее время люди понимают просто банальную усталость, например, либо, либо, это что, потому что, как бы, вот мне кажется, я знаю, ну, не только про себя, но я прошла через серьёзное выгорание, я знаю ещё пару людей, и это совершенно не то состояние, про которое очень часто говорят, вот когда говорят про у меня выгорание, там, и артблог, или ещё что-нибудь в этом духе, потому что, когда у тебя выгорание, ты вот так вот на стриме, ты сидишь, ты не рисуешь, ты не можешь рисовать, у тебя вообще, у тебя в голове, ты даже садики не можешь делать, у тебя в голове белый шум, просто белый шум, у тебя, ну, вот у меня так было, это очень, это очень похоже на сильную депрессию, если на то пошло, ты просто не можешь, у тебя нет сил. Я думаю, это она и есть. Ну, это частично оно и есть, но, тем не менее, у тебя просто нет сил рисовать. Ну, то есть, их просто нет. Даже если ты хочешь, я их не имею. Я это имею в виду. Не только рисовать, делать что угодно. Вот. Но это как бы для меня эта штука, которая, она, во-первых, она тоже быстро не начинается. И она, ну, это на мой взгляд. Я не психолог, ребят. Если вдруг тут психологи собрались, которые думают, что, ну, типа, которые знают, что я не права, простите меня, пожалуйста. Ну, как мне кажется, из эмпирического опыта. И вот, что эта штука, она не появляется быстро, и она быстро не проходит. Потому что у нас у всех есть там упадок сил, там какая-то усталость. Это безусловно. Это всегда бывает. Но для меня просто выгорание эта штука немного другая. Вот. И я никому её не желаю, если честно. Вот. Но если вдруг, ну, опять-таки, все люди разные. Если вдруг, например, у тебя такой там темперамент или ещё что-то, что ты действительно такая, типа, быстро погружаешься в это дерьмо. И при этом можешь потом из него вынырнуть и продолжить там функционировать и там делать всякие скетчи и вот это вот всё, то, по-моему, это, ну, это даже вполне неплохо. Это прям даже, типа, везунчик. Не. Я из такого не могу выбрать, но, типа, прикол в том, что я как бы, я тупо, как это сказать? Вот знаешь, когда ты себя чувствуешь нормально, ты только садишься, рисуешь, и такой, окей. Типа, это как-то идёт легко. А вот в такие моменты, как бы, ну, просто из-за того, что рисование — это моя работа, я же не могу перестать работать, правильно? Угу. И, типа, ты просто, ну, как бы, научаешься, блин, как это сказать? Ну, нет. Начинаешь понимать, то, что ты на самом деле способен себя заставить что-то сделать, и это, типа, нехорошо, что так делать. Да, это не очень хорошо. Надо понимать, что это нехорошо, то, что не нужно так делать. И, типа, намного лучше и продуктивнее будет взять отпуск и перерыв, и, типа, попытаться выйти из этого состояния как-то, потому что, блин, это ненормально. Но у меня, как бы, как это сказать? Я просто продолжаю делать, и, типа, я не делаю, не делаю что-то такое вдумчивое, потому что у меня просто мозг не работает. Ну, типа, ты просто не можешь мыслить. Потому что ты на работе мыслишь. Что бы я так невдумчиво делала? Что бы я так невдумчиво делала? Ну, типа, ну, например, вот то, что сейчас я делаю, типа, стадик, это, типа, тебе не нужно думать не о свете, тебе не нужно думать не о том, как поставить что-то, что ты сейчас рисуешь. Тебе не нужно думать о сюжете. У тебя максимально отключается голова, но при этом у тебя сохраняется вот эта вот работа, как бы. Ну, типа, рисование, ну, типа, понятно же, со временем рисование становится чем-то механическим. Это как езда на велосипеде И ты, типа, просто вот это делаешь Но, как бы, это, как бы, не прикольно, это никак просто, вот И, типа, я, честно, вообще, у меня нет какого-то секрета, как из этого выйти Это, ну, типа, точнее, он как бы есть, это, типа, надо хорошенько поработать над этим Но для этого нужно не работать, для этого нужно научить себя интересоваться чем-то ещё, кроме этого И, типа... А для этого нужно отдыхать Да, для этого нужно отдыхать Вот, у меня просто, у меня были моменты, да, я на работе себя заставляла, естественно, тоже Но вот именно после работы, я помню, у меня просто есть большие провалы в памяти в те дни Потому что всё, что я могу вспомнить, это просто какой-то белый шум То есть, я понимаю, что я бы даже стадик тогда не сделала Потому что я помню, что ты открываешь фотошоп, ты на него смотришь И, типа, ты ничего не помнишь Ну, то есть, всё, у тебя просто нет сил, вообще никаких Даже на механическую работу у тебя нет сил Ты просто такой, типа... Вот, как бы, ты такая, типа, блин, как ты продолжаешь? Ну, дело в том, что вот я трачу эти силы на рисование, да, как бы А в отделе, ну, в такие моменты, как бы, не в целом по жизни, а в такие моменты И у меня, ну, типа, я просто ничем не интересуюсь Ну, это реально очень похоже на депрессию, типа Ну... Мне кажется, это что-то частичное, оно и есть Я тут не доктор, но... Мы не знаем Это реально, у тебя просто нет сил делать ничего, типа Да Даже те вещи, которые тебе обычно нравятся И, как бы, вот как это работает Вот Да, поэтому, ребята, не доводите себя на такого Отдыхайте... профилактика, главная профилактика Отдыхайте, кушайте, спите хорошо А вот это вот всё Вот Просто, ну, не то, что, пардон, что я, возможно, прицепилась не к месту И, действительно, я могу быть неправа Но просто я очень часто вижу, как в последнее время Вот это слово выгорание очень сильно разбрасывается Тем самым, ну, я не знаю, можно сказать, обесценивая, что ли Всю серьёзность проблемы и глубину вот этого всего Ну, блин, ну ты же со свечкой не стояла Ну, да, безусловно, я со свечкой не стою, но... не стояла, но... Ну, да, это знаешь, как с депрессией, когда люди говорят, о, у меня депрессия Да, да, у тебя, чувак, тебе просто грустно Тебе просто грустно Да, у тебя, возможно, просто там, не знаю Ты просто устал Устался, сахар в крови упал, ты умотался, и поэтому ты... Ну, да, ну, естественно, я могу просто предполагать, делая какие-то выводы на основе, ну, таких каких-то деталей наблюдений Но я всегда говорю, что я могу ошибаться, я, простите, не телепат, и, наверное, это хорошо, а то не хотелось бы, наверное, вот это Так что... Ну, я тогда, я помню, что я прям себя совсем довела, и я уволилась, и я первые две недели просто спала У меня две недели просто лежала и спала И вообще просто... Потом я уехала в отпуск, а потом я вернулась, и я еще долго не могла работать Ну, короче, а потом я дошла до точки, где я понимала, что на самом деле я бы еще с удовольствием полгодика бы не поработала Но у меня уже начинается невроз, что я не зарабатываю деньги, у меня деньги, ну, значка кончается Это значит, что я сейчас в бедности просто умру, там, в канаве с бомжами, и тут ты такой, типа, блин, и тебе все еще не хочется, как-то не может сработать Но при этом тебе уже как бы надо, потому что иначе ты сам себя нервами загрызешь И я такая, ладно, сейчас мы, ладно, начинаем работать, окей, начали, все, пошли работать А вот люди сидят, наверное, сейчас, это, ребята, это ирония, если что Люди сидят такие и думают, ой, профессия художник, сиди, картинки рисуй, что там, типа, классно, красиво, легко А мы тут такие, ааа, депрессия, выгорание, от бога, помогите Блин, мне кажется, с этим особенно тяжело у людей, которые работают удаленно или фрилансеры Потому что на работе очень легко, очень легко, как бы, границы расставлять Очень легко понимать то, что вот, у тебя конец рабочего дня, тебе нужно уйти из офиса, тебе нужно перестать работать И, типа, и на этом все А когда ты дома работаешь, ты такой, типа, как-то меньше есть возможности отделять вот это вот дело И еще есть такая тема, то, что, типа, находясь постоянно в одном и том же месте, это тоже, типа, влияет на нормальное состояние И, типа, для этого очень хорошо иметь офис, но, типа, понятно, что не все мы можем это делать правильно Вот поэтому, кстати, очень важно разносить, если есть возможность, хотя бы комнаты зонировать, чтобы было отдельно, ну, как бы, какое-то ощущение, что рабочее место отдельно от спального От места отдыха, пусть, такого Ну, типа, коркинги какие-то Ну, типа, слушай, ну, в офисе, да, ну, я помню, что было такое, что приходишь, ну, там, ну, не я, а просто, там, ты не выкидываешь работу из головы Так нельзя делать, ребят, так не надо делать Ну, ты, например, смотришь, и там ПМ отвечает в выходные Ну, да, да Или там еще что-нибудь, или там художник что-нибудь там пишет вечером поздно И ты такая, типа, ты что, ты вообще, выходные же, ну, что это вообще? Фу В общем, ну, я согласна с тем, что, да, в офисе проще, ты можешь, вот, ты работу оставляешь за дверями, когда выходишь Фриланс, конечно, такое Но, блин, я ненавижу фриланс, вот, честно, простите Я ненавижу фриланс, это ужасно Блин, почему ты постоянно извиняешься, мне так интересно, ты же не говоришь ничего такого, ты же никого не оскорбила сейчас Ну, я не то, чтобы это имею в виду, я просто это говорю Потому что ты как такой, типа, простите, извините, ну, что это вообще? Ну, это, типа, ну, это, типа, не то, что я имею в виду, или простите меня И мне, типа, я really feel sorry Я не это имею в виду, это я, типа, sorry not sorry, скорее, знаешь Ладно, хорошо, принято Просто на русском языке я такая, типа, простите Понял, принял, понял, принял, вообще без проблем Вот, потому что, ну, у меня все еще, вот я сколько, получается, второй год на фрилансе И я все еще, что раньше считала, что и тут есть плюсы и минусы, и в офисе есть плюсы и минусы И вот до сих пор, как бы, скажем так, я просто больше убедилась в том, что, да, действительно, тут есть офигенные плюсы Особенно, если ты в России живешь, а фриланс у тебя, как бы, на запад Ну, то есть, ты такой, типа, тебе столько денег, в офисе здесь платить не будут Вообще, я просто, знаешь, просто я сейчас думаю о том Ну, я же сейчас, как бы, я же работаю, получается, с американской компанией И я просто думаю, что, ну, в Швеции, короче, налоги это 50% И просто прикинь, сколько денег получает с российскими 6% или сколько там, ну, там, в зависимости от региона Ну, это, если мы говорим про, в смысле, даже когда ты ИП, ты там не совсем 6%, ну, там 6%, но ты же еще всякий Да, 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 ты платишь всякий взнос, но, но, у нас же есть прям, скажем так, даже для совсем Что у тебя там, собака, поди, пришла? Нет? О май гад По звукам, по звукам, как будто собака прыгает куда-то на нас, на нас прям сейчас Хеллоу? Да Окей Вот Вот, короче, у нас сейчас даже для самых таких, ну, то есть, так как у нас в последнее время же очень много всяких разговоров про Ну, короче, атмосфера политизировалась и накалилась слегка Да, и из-за того, что, вот, соответственно, идут всякие разговоры про налоги в том числе Уже, ну, не Не, ну, там много скрытых налогов Да, да, у нас свеча в том, что уже даже для совсем таких, как я, как бы, тупеньких Хотя я и до этого это знала, но, тем не менее Уже есть там куча всяких роликов от людей и от экономистов, в том числе, поясняющих, что в России нифига мы не платим вот эти маленькие налоги На самом деле у нас дофигища налогов, просто они скрыты, мы платим со своей зарплаты вот практически тоже 50%, там, типа, 46, типа, в районе того У меня было Ну, просто в целом жить в России дешевле, квартиры дешевле, еда дешевле Так и зарплаты меньше Нет, я-то говорю про, когда ты боярин, филансер, и ты получаешь доллары себе в карман, я-то об этом говорю Вот, нет, об этом тут безусловно, но если мы говорим просто такой, а-ля, про burning rate, то в целом, да, конечно, здесь дешевле Ну, как бы и зарплата, это здесь, простите мне, 200 баксов не то, чтобы сильно прям редкая зарплата, если на то пошло, а как бы наоборот Так что, да, я согласна, что у нас все ребята, которые так или иначе, ну, получают деньги с запада и живут в России, это, конечно, финансово намного выгоднее Ну, есть, но есть другие нюансы Относительно налогов я просто прям угорала, что, ну, не все это показывают, но я очень недавно делала покупку в интернет-магазине, ты платишь, типа, 2500 рублей И у тебя в чеке просто написано, что на 2000 твоя покупка, а 500 рублей это, там, НДС, там, 20% НДС И ты такая, типа, пара-пара-пау-пау, как бы, ну, ну, ладно, как бы, хорошо, окей, берите мои деньги, черти Ну, блин, да, ну, тут, короче, знаешь, например, я, как человек-любитель покупать в интернете что-то, тут, короче, если покупаешь не из Евросоюза, тут у тебя за посылки нормальный такой процентик 30% что ли, еще плюс какие-то там писечки Ну, покупание, учитывая, что в Евросоюзе, мне кажется, ну, довольно большой, там довольно много что можно купить Мне кажется, можно прикрутиться Как-то так Ну, типа, да Наверное Не знаю Ну, а, как сказать, сейчас, я надеюсь, это не прозвучит кринжово, но просто глядя на твои фотки, на аутфиты твои классные, яркие, ну, как бы, что-то подсказывало мне, что ты любишь покупать разное по интернету И, вероятно, всякую клевую одежду тоже, потому что иногда у тебя прям такие аутфиты, как, как, я не знаю, как прям, муа, с картинки Прям такой, типа Thank you, thank you Кстати, про аутфиты, вот, блин, я об этом еще не подумала, когда ты спросила, типа, какие-то там планы или там мечты, вот это все, ну, или кость, кофе Да, да, да Комментатор спросил Я-то, так о чем, можно же одежду делать, точно Во, вот это может быть прикольно Ну, да, ну, мне кажется, что, ну, как, я не знаю, мне просто кажется, это прям геморрой, то есть заводить свой бренд, то есть одно дело нарисовать и придумать, а другое дело, это же производство Ну, да, ну, это же, типа, все точно так же, типа, как-то, не своими руками надо, это, типа, как это, как это Жарно Как-то там Сейчас это много доступней, по крайней мере Ну, да, ну, да Даже у нас тут, у нас тут в России, ну, и в Питере конкретно, в России вообще, у нас есть там чуваки, у которых ты можешь заказать полный цикл Ну, у них, конечно, все-таки более простое, но я так понимаю, что, наверное, у них можно заказать что-то и сложное Ну, то есть так, что они полностью все это будут производить, а ты будешь, по сути, вот, просто получать, ну, какую-то там Да, 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 то есть тебе даже не нужно уметь вот это все проектировать, ты в целом просто можешь, типа, одабривать вот это такое, типа, окей, сделали, как я хотела, молодцы, давайте, производство Вот был бы папа-миллиардер, было бы вообще классно, просто вообще не паришься, просто кидаешь деньгами везде Ну, типа, да, но мне кажется, ну, не знаю, мне кажется, в целом можно таким побаловаться, это прикольно, можно хотя бы попробовать Я считаю, что это прикольно, потому что я делала очень примитивный, ну, такой заход в эту сторону Я делала просто свитшоты и футболки с принтами, ну, типа, такой мерч Мерчик, и это, короче, это вот классное ощущение, когда вот тебе привозят это все, напечатают, ты достаешь, и ты видишь, что это физическая вещь И ты ее надеваешь, что ее можешь носить, и это как-то вот, ну, типа, классно Это другое ощущение, чем просто, там, от картинок в интернете Поэтому я понимаю это, какое-то вот стремление, и, в принципе, вот Да, блин, ну я, типа, такая девчонка, я, знаешь, я такая, красивые вещички, прикольно И, типа, хочется что-нибудь вообще crazy делать, знаешь, такое Ну, не вообще crazy, когда такое, блин, вот это вообще просто сконструировали, когда там какой-нибудь high fashion А такое, знаешь, что-то простенькое crazy, такое что-нибудь Ой, мне кажется, я бы такая, типа, из ряда high fashion Мне ужасно нравится Не помню, там, не так давно Ну, мои вкусы, в принципе, весьма специфичны, если на то пошло Но вот недавно, то ли у Vivienne Westwood, то ли что у них, там, Белла ходит Она шла такая по подиуму в платье, и оно, значит, такое, такие рукава-фонарики Снизу, типа, корсет, который немножко ассоциативно, знаешь, на доспехи какие-то, на кирасу отсылает Блин И вот тоже там, получается, у неё, ну, и оно так под грудь, но она без белья И там, соответственно, вот под этим белым кружевом, там видно, конечно, грудь Но это всё, вот это платье, оно такое красивое, просто вот И я понимаю, что мои вкусы настолько специфичны, что, будь моя воля, я бы в таком просто по улице бы ходила И такие бы шмотки тоже делала Так а чё? Ну, это, как бы, сложно носибельно в реальной жизни Это всё-таки для, ну, как бы, мне кажется, если я спущусь, гипотетически, предположим, у меня появляется такое платье Я спускаюсь в нём в метро И это уже становится опасно, потому что, мне кажется Чё, сиськи выпучила? Ты чё? Да, именно Провоцируешь наши инстинкты Накинется на тебя какой-нибудь мужик Или, там, бабка какая-нибудь с клюкой начнёт тебе Ах ты, парфурсетка! Вот что-нибудь такое Это такая больная тема, у меня так горит, короче, то, что какого фига мужикам можно показывать свои соски, а женщинам нельзя? Почему? Это вопрос интересный У меня так горит, это капец Я такая, так, гуглю, Швеция, можно ли показывать сиськи? Можно Швеция, судя по всему, идеальная страна для нас, ребята У меня такое, что я иногда, когда летом хожу, я как бы, знаешь, у меня так скорее иногда с другой стороны заход Что, типа, не то, что почему женщинам нельзя, я такая, так, женщинам нельзя прям вот показывать сиськи Мужики, прикройтесь, пожалуйста Мне вот на... Говорю, типа, почему и можно Да, типа, мне вот на это ваше смотреть сейчас как бы не очень приятно Давайте мы просто сейчас вот на это наденем какую-нибудь вот одеждочку и сделаем мне хорошо Не, ну я честно шучу, мне как бы нормально Мне, честно, всё равно, я скорее просто меня бомбит, что, типа, блин, ну по что, типа, в чём логика-то, алё? У мужчин точно так же бывает большая грудь, точно так же И, типа, у женщин бывает маленькая тоже, типа, как бы, люди всё равно не будут ходить без лифчиков Просто на улицах, как бы Ну, без причины, ну, типа, я хожу только, когда очень жарко, ну, вот как у нас летом было, ну, очень жарко Ты не ходишь на... В смысле, вообще без верха? Нет, нет, в смысле без лифчика, нет, 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 вообще, с верхом, но в смысле без лифчика так, что, ну, это видно, что без лифчика ты идёшь То есть это как бы такое А, нормально, типа, от чего имеешь право? Да, да, но есть такой момент, возможно, это, как говорится, что называется, со мной что-то не так, но я, как бы, вечером, вот это снова как бы вечером такое случается, что я когда возвращаюсь вот вечером домой, и я понимаю, что я сегодня иду в очень коротких шортах Потому что жарко, потому что плюс 35 на улице, там, и ты идёшь в какой-нибудь майке без лифака, ну, мне становится страшновато Ну, то есть ты идёшь по улице, там, ты выходишь из метро или просто там идёшь, вот, страшновато Потому что ты понимаешь, что куча людей сейчас всё ещё считают, что если ты вот выглядишь как-то, там, не знаю, шорты короткие надела, значит, с тобой можно что-нибудь такое некорректное совершать И это с точки зрения лично просто, может быть, кто-то не испытывает таких чувств, я не знаю, но я вот вечером, у меня было такое, что мы, значит, фоткались и возвращаюсь, ну, то есть мы закончили А у меня реально, у меня вот была майка и короткие шорты, и мне было немного, ну, не по себе Потому что ты понимаешь, что если вдруг тебе попадётся какой-нибудь неадекватный мужик, твой внешний вид для него, типа, знаешь, спровоцировало Вот, у меня действительно, у меня такое есть, ну, днём-то понятно, днём я просто нормально хожу, а вот вечером я не чувствую себя в безопасности Ну, это нормально, ну, типа, это абсолютно нормально Ну, мне хотелось бы, чтобы так не было Ну, да, я человек, который, блин, короче, когда я была школьницей, и у меня были цветные волосы, были розовые волосы Ну, типа, мой город такой не особо большой, ты там уходишь, наслушаешься, и я думаю, у тебя тоже сейчас какие-то цветные волосы, да? У меня сейчас такие, типа, белые, серебристые, вот эти вот цветные О, так ещё и серые волосы себе Да, ведьмаку заплатите чеканной монетой, о-о-о Нет, про волосы тут более-менее практически никто не смотрит, на меня, конечно, я вижу странно смотрят Сейчас уже нет, но раньше такое было Просто я иногда выгляжу как чёрт, я это так называю, типа, что поздравляю, сегодня в одеты как чёрт, потому что иногда я одеваюсь Ну, вот почему-то на шляпы люди не реагируют странно, а на цилиндр реагируют Ну, типа, та же шляпа просто другой формы, на неё бывает реагируют странно То есть ты прям редко увидишь Ты прям видишь, как на тебя вот смотрят, даже, оно не то, что, оно не с негативом Ну, иногда, типа, иногда редко бывает, что смотрят, типа, ой, кто это у нас тут такой-то Типа, кухой поехал А в целом смотрят, ну, просто там, с интересом Или вот, ну, просто, ну, ты видишь, как на тебя смотрят Типа, чё, 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 это просто шапка Да, иногда бывает, действительно, что я выгляжу как чёрт, я как-нибудь одеваюсь Ну, мне очень нравится, но я понимаю, что, грубо говоря, вот стоим мы все на перроне в метро И я очень выделяюсь Ну, да Короче, так Ну, блин, это такое, я понимаю это чувство, да, это такое Так вот, я хотела сказать, что, типа, блин, ты взрослая женщина И меньше вероятность, что тебе чё-то прилетит Вот если бы ты была ребёнком, вот тогда, да Ну, да, мне кажется, если бы я была ребёнком Ну, как, это не то, что если бы, это так и было Когда я была ребёнком, мне тоже хотелось как-то странно выглядеть Мне просто в основном от родителей прилетало, конечно Типа, блин, я не знаю Никто меня так не унижал, наверное, как мои родители, короче, раньше Я не знаю, это так странно понимать Ну, вот я сейчас понимаю, что, например, знаешь, как это называется Когда тебе мужики на улице пристают, типа, что-то говорят С таких непакостных комментариев Харассмент Знаешь, вот такое, когда происходит Я сейчас понимаю, что у меня это происходило ровно тогда, когда я была ребёнком и подростком Как страшно жить в этом мире Я такая недавно смотрю, типа, какой-то, не знаю У меня нет тиктока, инстаграм сворованный какой-то с тиктока И, типа, чувиха такая, что-то то же самое говоришь Что, типа, к ней перестали домогаться ровно в том моменте, когда она выросла И такие просто миллион людей в комментах Да, лол, same И я такая, блин Типа, точно ведь лол Блин, а у меня, наверное, если честно Ну, вот, говорю, я просто, когда пытаюсь вспомнить свое детство и подросткового возраста У меня там из таких вот, из ряда, два таких, ну, как не воспоминания А вот бытия Это то, что, действительно, меня за внешний вид никто больше, чем родители, никто не унижал А второе, это то, что на улице к тебе не домогаются А ты такой, ты идёшь, например, там, не знаю, в джинс Причём на тот момент, там, не знаю, конец девяностых, вот это вот всё Начало двухтысячных, ты идёшь, там, в драных джинсах, просто какой-нибудь футболки с черепом Или у тебя, там, не знаю, волосы у меня просто в чёрной, по-моему, были покрашены Короче, весь ты такой а-ля говнарь конца девяностых Или там, ты панк или рэпер, там, вот это всё И тебе, к тебе, к тебе выходят чёткие пацанчики из подворотни в абибасиках Начинают с тебя что-то спрашивать, и ты понимаешь, что тебе пора бежать Ну, потому что, иначе, тебя просто сейчас втащат за то, что, ну, как бы, это вот типичные драки между копниками и другими людьми И ты понимаешь, что тебя втащат не потому, что, там, типа, женщины у них какие-то к тебе приставания Нет, им просто не нравится, как ты выглядишь, и они тебе хотят эту цепь просто оторвать вместе со штанами Не, ну, это совсем другое Я-то скорее говорю про, типа, что-то более сексуальное, а вот то, что у тебя, это понятно Ну, это вот, это было, типа, реалии нашей юности, а относительно более сексуального у меня, как ни странно Наоборот, это сейчас больше, чем раньше, потому что раньше я была, скажем так, менее конвенционально прекрасна Я была толстая, и ко мне на улице, ну, крайне редко кто-то что-то, вот, знаешь, там, свистит или какие-нибудь комментарии отпускает или ещё что-нибудь Потом я, значит, похудела, накачалась из жопу, без, как бы, без всякой скромности вполне неплохую прям жопу, очень даже неплохую Поздравляю? Да, и, как бы, я иду, и сейчас я замечаю, что я иду по улице, и люди, ну, то есть, типа, ты идёшь мимо, и ты слышишь Особенно, знаешь, у тебя в наушниках пауза между песнями какая-нибудь, и ты слышишь, что происходит Ты слышишь комментарии, какие-нибудь чуваки, я, было у меня вот уже недавно, я иду, мы переходим улицу, и какой-то чувак идёт мне навстречу И вот он так, типа, улыбается, знаешь, так, типа, эээ, детка, вот такая улыбка Блин, ой, я не могу, ой И он что-то говорит, то есть, я вижу, как его губы делают шлёп-шлёп-шлёп, но я же в наушниках, я не слышу Но просто вот по контексту всего я понимаю, что если я сейчас сниму наушники, там будут, типа, эээ, ты чё, как, куда идёшь, красавица, давай, вот Вот, и это вот у меня сейчас, вот именно сейчас, я не знаю, почему, то ли я действительно выгляжу лучше, то ли, типа, я просто веду себя как-то увереннее А это факт, я действительно просто, мне кажется, как-то позиционирую сейчас себя немного, то ли что, но вот у меня наоборот, у меня вот другой, типа, противоположный экспириенс Поэтому сейчас мне ходить чуть более крипово, чем было раньше, короче Да, сейчас-то такое, тогда вот сейчас, ну да, вечерами я чувствую себя менее безопасно, чем раньше, потому что раньше, ну, естественно, быть там толстым и некрасивым тебя не спасёт ни от чего Потому что есть всякие люди и всякие жертвы, это, да, но вот сейчас я чувствую себя в меньшей безопасности, чем раньше Потому что раньше я хотя бы какую-то часть людей могла отсеять тем, что ты идёшь, есть такой, типа, жирненький и всё Вот, сейчас нет Короче, сложный этот вопрос, печальный, сложный, но вот так вот Страшно жить Страшно жить А вот представлять Нет, я просто реально сейчас думаю о том, что ты, типа, прикинь, такой стоишь, типа, я не знаю, в классе, в седьмом, наверное, ну, или в каком-то шестом Стоишь за шаурмой такой, темно на улице, просто чернота Подъезжает тачка, выходят чуваки и такие, девчонки, погнали в клуб Блин Ты, прикинь, взрослый человек выходит, стоят дети за шаурмой, ну, это же крипово, это же страшно Это уже, это ужасный кринж, но самое такое, что вот говоришь, я эту вот ситуацию там визуализирую И я понимаю, что это настолько распространенная штука Да Что это просто пипец И поэтому, мне кажется, любая женщина это может понять, но и поэтому особенно, ну, меня лично меня очень раздражает, когда ты начинаешь такое говорить И мужчины такие, ой, да нет, да вы все преувеличиваете, или там, знаешь, не все мужчины такие И ты такой, да, такие, только я не знаю, кто из вас конкретно не такой, поэтому уже, поэтому просто, просто по умолчанию я буду немного опасаться Ну, то есть, идя вечером по улице, я буду по умолчанию опасаться немножко всех У меня же, ну, у тебя же на лице не написано, как бы, дурак ты или нет, как бы, ну, чё Вот Вот, потому что, да, это, конечно, такое Кринжатины вообще иногда наваливают на подростков в том числе Вот, ну, блин, тут остается только каждому человеку, молодому, любого пола, желать всякого хорошего, чтобы вся вот эта вот кринжатная херня обходила стороной, желательно подальше Удачи, ребят Да, так что, ну, если вдруг, ну, если вдруг вы чувствуете себя в опасности, крепитесь и бегите Все, что я могу сказать по этому поводу Ну, вот, эй Надо как-то на позитив, короче, а то что-то мы это, надо на позитив перевести Я не знаю Низя, вопросов, ну, вот, в чате у меня вопросов больше не задают, поэтому сложно как-то перевести на вопросы Вот, но единственное, что Кричер 13, 13, пишет, что вот, ну, она это давно написала, но всё равно Привет, Агли Да, Агли, я всё равно это зачитаю, потому что мне было приятно, что как хороша Татьяна руки Саши, комбо прям в сердечко Вот, мне приятно, и тебе должно быть приятно, я считаю Вот Ну, надо ещё дорисовать там, я ничего не обещаю А я, у тебя, я как бы ничего не это Я вообще, я вообще-то сижу, молчу и, ну, в плане, что изи-пизи Как, я художник, как это, я тебе за это денег не платила, поэтому я не имею никакого права вообще хоть что-то тут, как бы, просить предъявлять Хоть что-то нарисовала кому-то Да хоть что-то нарисовала, очень, нет, у меня вообще, мне-то всё там понравилось, мне-то как бы ок Ладно, всё, давайте закругляемся, я не знаю, что весёлое О, можно Сончу показать Да, давай, давай, как ты это будешь делать так, чтобы, потому что я сейчас вижу твой прокреэйт Так я же могу видос кручать Давай Соня, иди сюда Соня Сейчас нам покажут Собакевича Бэйби, оооо Он лежал на лежанке, на которой он не лежал давно Сейчас Там будет видно? Сейчас мы Ой, Соня Мы сделаем так, чтобы попробовала Ну, пока у тебя камера грузится, и она не хочет показывать У тебя тоже два таких квадратика, да, бегают? Да, сейчас ещё раз, ещё раз Блин, ну ладно, ну вот Ну, блин, ну мы будем знать, что где-то там, где-то там Она сейчас сидит с Собакевичем Где-то там, Соня Соня, давай, ASMR Что-нибудь слышно? Да Да, к сожалению, у нас что-то с камерой не выходит Не выходит каменный цветок Ну ладно, ну блин Может это, хотя нет, наверное, не потому, что экран Можно же одновременно и камеру Ну, непонятно А, может она у тебя на стриме на твоём занята Я отключила, я отключила на стриме Она по чуду всё равно была занята Ладно, хорошо, а мы Но мы знаем, мы услышали, мы услышали это На стриме можете посмотреть У меня, Соня Да Вот, ссылки Как бы я ещё А, ладно, чё Что, нет, нет Так, ссылки в Сибирь Всем в Сибирь, как бы, каждому, короче Субботы в Сибирь Я иногда и плохо шучу Это именно был тот раз В общем Я в Сибири, кстати Привет Это неплохо, ура Вот, занесло из Сибири Если, как бы, Сашу занесло из Сибири Аж в Швецию То и у нас не всё потеряно Так что, ребята Ролевая модель, так сказать Для тех, кто хочет чилить В классных ултфитах С Собакевичем Где-нибудь в Евросоюзе Ей Вот, да Ссылки на Сашу Они есть В описании к этому стриму Если вдруг вы уже не подписаны Ну, если вдруг вы как-то Каким-то образом ещё не были подписаны В чём я, конечно, сомневаюсь Но вдруг Вы сходите, подпишитесь И лайк поставьте Потому что это Это не Нет, нет, знаете Подпишитесь на Твиттер Подпишитесь на Твиттер Твиттер намного лучше Инстаграма Я запорчу Твиттер теперь на На Что? У меня каша в голове, простите Сейчас Сейчас Только Твиттер, ребят Всё Сейчас я даже сделаю так Что я Внесу, так сказать Ссылку на Твиттер В описании Просто, чтобы Как говорится Чтобы далеко не ходить Потому что Ну, а чё Вот Если вдруг Не знаю Как бы Кто-то из твоих слушателей Кто нас сейчас слышит Захочет подписаться на меня Пусть тоже подписываются Но, правда Ссылки-то у меня Ой, я не дала никаких ссылок Ну, и ладно Ну, и всё И, и ладно Ну, просто Блин На моём-то стриме На моём-то стриме У меня есть на меня ссылки Короче Твиттер я тоже добавила В описании В общем К те, кто захочет Как-то Можете попробовать Найти, что называется Татьяна Ветрова На арт-стейшне И подписаться на мой арт-стейшн Ну, если не хотите подписываться Не подписывайтесь Кто я такая Что у вас вообще Почему-то Это Вообще Нормально Всё Слушай, спасибо тебе Вот ты переживала А мы с тобой вообще Так нормально Здесь насидели До фигичи часов Что всё Ну, как без глубоких тем Уж каких-то Простите А самое то Самое то Что Наоборот В воскресенье Отдохнуть Мозгом порелаксировать Вот это вот всё Собакевича послушали Говорят На Твиче его было видно Так что Ребята Сходите потом на стрим Посмотрите на Твиче Всё Спасибо тебе ещё раз Всем спасибо Вообще Кто нас сегодня слушал Всё Больше мне сказать нечего До свидания Пока Бай-бай Квии Субтитры сделал DimaTorzok